У Германтов Леону Доде, автору «Путешествия Шекспира», «Соломонова суда», «Черной звезды», «Призраков и живых», «Мира образов», автору стольких шедевров, несравненному другу, в знак благодарности и восхищения, Марсель Пруст. Доде, Леон, 1867-1942 годы. Французский писатель, сын Альфонсо Доде. Несмотря на реакционность и националистичность взглядов Леона Доде, что особенно проявилось в период дела Дрейфуса, Пруст поддерживал с ним в течение многих лет дружеские связи и посвятил ему этот роман. В посвящении он перечисляет разные произведения Доде, созданные в разных жанрах и написанные в различные годы. Часть первая Утренний щебет птиц явно раздражал Франсуазу. От каждого слова «прислуги» она вздрагивала. Ходьба «прислуги» не давала ей покою, и она все спрашивала, кто это там ходит. Дело в том, что мы переехали. Разумеется, «слуги» не реже сновали и на седьмом нашей прежней квартиры. Но Франсуаза была с ними знакома и ощущала в их беготне нечто дружественное. На новом месте она с мучительным напряжением слушалась и в тишину. А так как новый наш квартал был столь же тих, сколь шумен бульвар, где мы жили раньше, то в теперешнем изгнании Франсуазу при звуках песни, слышные подобно оркестровой мелодии издалека, если только поют негромко, прошибалась слеза. Вот почему я хоть и посмеивался над ней, что она тяжело переживала наш переезд из дома, где все нас так уважали, где она, плача, как того требовал камбрейский обычай, укладывала свои вещи и утверждала, что лучше этого дома на свете нет, все-таки от того, что мне одинаково трудно было приноровиться к новой обстановке и расстаться с прежней, потянулся к нашей старой служанке, после того, как удостоверился, что устройство в доме, где еще не знавший нас привратник, не оказывал ей знаков уважения, необходимых для ее душевного спокойствия, довело ее до полуобморочного состояния. Понять меня способна была только она, и уж во всяком случае, не ливрейный лакей. Для лакея, которому камбрейский ду был, как нельзя более чужд, переезд на жительство в другой квартал являлся чем-то вроде отпуска, когда при перемене обстановки отдыхаешь, как в дороге. Он чувствовал себя словно на лоне природы, и даже на сморку, точно он простыл в вагоне с неплотно закрывающимся окном, радовался не меньше, чем если бы дышал деревенским воздухом. После каждого чеха он выражал восторг от того, что нашел такое шикарное место, ведь он же давно мечтал попасть к господам, которые много путешествуют. Потому-то я даже и не подумал о нем, а пошел прямо к Франсуазе. Предотъездные сборы не огорчали меня, и тогда ее слезы казались мне смешными. Она же отнеслась холодно к теперешней моей грусти, именно потому что разделяла ее. Вместе с мнимой чувствительностью нервных людей растет их эгоизм. Горевать из-за чужих хвори они не способны, зато со своими носятся все больше и больше. Франсуаза охала от самой пустячной боли и отворачивалась, когда было больно мне. Отворачивалась, чтобы мне не доставило удовольствия мысль, что другие видят, как я страдаю и жалеют меня. Таким же образом повела она себя, когда я заговорил с ней о нашем новом обиталище. Более того, через два дня, когда у меня из-за переезда все еще держалась температура, и, подобно удаву, только что проглотившему быка, я находился в подавленном состоянии, оподавляла меня каменная ограда, которую предстояло переварить моему взору, Франсуаза пошла на старую квартиру за забытыми вещами, и, неверная, как все женщины, возвратившись, сказала, что на нашем старом бульваре ей чуть-чуть не сделалось дурно от духоты, что по дороге туда она долго блудила, что нигде еще не видела она таких неудобных лестниц, что теперь она не согласилась бы жить там ни за полцарства, ни за какие миллионы, которых ей, впрочем, никто и не собирался предлагать, и что все, то есть все относящееся к кухне и кухонной утвари, куда лучше оборудовано на нашей новой квартире. Однако пора уж сообщить, что наша новая квартира, переехали же мы сюда, потому что бабушка чувствовала себя плохо, от нее мы эту причину утаили, и ей нужен был более чистый воздух, находилась во флигеле особняка германтов. В определенном возрасте мы достигаем того, что имена воспроизводят перед нами образ непознаваемого, который мы в них заключили, и в то же время обозначают для нас реально существующую местность, благодаря чему и то, и другое отождествляется в нашем сознании до такой степени, что мы ищем в каком-нибудь городе душу, которая не может в нем находиться, но которую мы уже не властны изгнать из его названия. И не только города и реки индивидуализируют имена, как их индивидуализируют аллегорические картины. Не только материальную вселенную испещляют они отличительными чертами и населяют чудесами, но и вселенную социальную. Тогда в каждом замке, в каждом чем-нибудь знаменитом доме, дворце, живет женщина или фея, подобно тому, как в лесах обитают лесные духи, а в водах божества водяные. Иногда прячущаяся в глубине своего имени фея преображается по прихоти нашей фантазии, которая питает ее. Вот так и атмосфера, окружавшая во мне герцогиню германскую, которая на протяжении многих лет являлась для меня всего лишь отражением волшебного фонаря и церковного витража, начала приглушать свои тона, едва лишь совсем иные мечты пропитали ее вспененной влагой потоков. Однако фея блекнет, когда мы приближаемся к настоящей женщине, носящей ее имя. Ибо имя начинает тогда отражать женщину. И у женщины ничего уже не остается от феи. Фея может возродиться, если мы удалимся от женщины. Но если мы не отойдем от женщины, фея умирает для нас навсегда, а вместе с нею имя, как род Люзиньянов, которому суждено угаснуть тот день, когда исчезнет фея Мелюзина. Пруст имеет в виду старинную средневековую легенду. Она стала темой романа Жана из Араса «История прекрасной Мелюзины», впервые напечатанного в 1478 году, согласно которой феодальный род Люзиньянов, известный с XI века, имел своей прародительницей, а затем и покровительницей, фею Мелюзину, прекрасную женщину, превращавшуюся временами в змею. Тогда имя, в котором, хотя оно и много раз перекрашивалось, мы в конце концов можем обнаружить прекрасный портрет незнакомки, которую мы никогда не видали, представляет собой обыкновенную фотографическую карточку, служащую для того, чтобы свериться с ней, знаем ли мы идущую навстречу женщину, и надо ли ей поклониться. Но стоит какому-нибудь давнему ощущению, так граммофонные пластинки сохраняют звук и стиль игры различных музыкантов, позволить нашей памяти произнести это имя, как оно звучало для нас тогда, и хотя по виду имя не изменилось, мы сразу чувствуем расстояние, отделяющее мечты, которые одна за другой возникали перед нами при произнесении тех же самых слогов. На миг из вновь услышанного щебета былой весны мы можем извлечь, как из тюбиков, какими пользуются художники, верный, забытый, таинственный, не потускневший оттенок того времени, которое будто бы оживает в нашей памяти, когда, подобно плохим живописцам, мы предаем всему нашему прошлому, распяленному на одном холсте условные и совершенно одинаковые тона волевой памяти. А ведь на самом деле, как раз наоборот, каждое из мгновений, составляющих наше прошлое, пользовалось в самобытном своем творчестве, не нарушая гармонической цельности тогдашними красками, которых мы теперь уже не знаем, но которые могут еще внезапно привести меня в восторг, если случайно имя Германт, по прошествии стольких лет, приобретя на миг резко отличающееся от нынешнего звучания, какое я уловил в день свадьбы мадемуазель Перспье, вернет мне теплую, яркую, свежую лиловь, которую нежил взор пышный галстук юной герцогини и напоминавшие вновь расцветшие недоступные барвинки, ее глаза осиянные лазоревой улыбкой. В день свадьбы мадемуазель Перспье О свадьбе дочери камбрейского доктора Перспье и о присутствии на ней герцогини германской рассказывается в романе по направлению к Свану. А еще имя Германт тех времен похоже на баллончик с кислородом или с каким-нибудь другим газом. Когда я его разбиваю, выпускаю из него содержимое, я дышу воздухом комбре того года, того дня, смешанным запахом боярышника, колыхавшегося от предвестника дождя, от ветра с площади, который то скрадывал солнечный свет, то растилал его на красном шерстяном ковре церковного предела, отчего ковер окрашивался в яркий, почти розовый цвет герани, и его ликование приобретало, я бы сказал, вагнеровскую мягкость, которая так облагораживает праздничность. Но и не в такие редкие мгновения, когда мы внезапно ощущаем, как трепещет неповторимая сущность и как она вновь вырастает, не утратив формы своей и чеканки из ныне мертвых слогов, пусть даже находя себе чисто практическое применение в головокружительном вихре повседневной жизни, имена совершенно обесцвечиваются, подобно пестрому волчку, который, когда он очень быстро крутится, кажется серым. Все же, погружаясь в мечтания, мы раздумываем, мы пытаемся, чтобы вернуться к прошлому, замедлить, приостановить вечное движение, в которое мы вовлечены, перед нами вновь возникают следующие непосредственно один за другим, но совершенно разные оттенки, которые в ту или иную пору нашей жизни показывало нам чье-нибудь имя. Разумеется, какая форма вычерчивалась перед моими глазами, когда моя кормилица, конечно, не имевшая понятия, как до сих пор и я не имею понятия, в честь кого была сложена старинная песня славы Маркизе Германской, которая на меня баюкала, или когда несколько лет спустя старый маршал Германт, преисполняя гордостью сердце моей няни, останавливался на Елисейских полях и, произнеся, какой прелестный ребенок доставал из карманной бонбоньярки шоколадную конфету, это я сказать не могу. Годы раннего моего детства уже не во мне, они от меня отделились. Я знаю о них, как и о том, что было до моего рождения, только по рассказам. Но с течением времени я нашел в себе одно за другим то ли семь, то ли восемь обличий этого имени. Самыми красивыми были первые. Постепенно действительность выбила мою мечту с позиции, непригодной для обороны, и она окопалась чуть дальше, а потом ей пришлось отступить еще. И когда герцогиня Германская меняла жилище, тоже порожденное этим именем, которое оплодотворялось из года в год каким-либо услышанным мною словом, придававшим иной облик к моим мечтам. Новое ее жилище отражало их во всех своих камнях, получавших такую же способность отражать, какую обладает поверхность облака или озера. Там, где стояла невещественная башня, которая представляла собой всего лишь оранжевую полоску света, и с высоты которой сеньор и его супруга распоряжались жизнью и смертью своих вассалов, теперь простирался в самом конце направления к Германтам, куда я столько раз в погожие дни ходил с моими родителями берегом Вивоны, край ручьев, где герцогиня учила меня удить форель и сообщала названия фиолетовых и бледно-красных цветов, обвивавших низкие садовые ограды. Потом это была вотчина, поэтичная местность, где гордый род германтов, подобно пожелтевший, украшенный орнаментом башни, переживший столетия, уже возвышался над Францией, между тем, как небо было еще пусто, там, где позднее выросли соборы Парижской и Шардской Богоматери, между тем, как на вершине Ланского холма еще не остановился, как ноев ковчег на горе Арарат, собор с патриархами и праведниками, в тревоге, приникшими к окнам и глядящими не утихли гнев Божий, собор, взявший с собой виды растений, которые потом размножатся на земле, набитые животными, которые вырываются оттуда даже через башни, собор, где быки мирно прогуливаются по кровле и озирают с высоты равнины шампани, между тем, как путник, покидавший Бове на склоне дня, еще не видел, как следом за ним ширяют по золотой завесе заката черные ветвистые крылья Бовейского собора. Где позднее выросли соборы Парижской и Шартрской Богоматери, то есть до постройки знаменитых соборов в Париже. Начало строительства вторая половина XII века и Шартре строился с середины XII до середины XIII века. На вершине Ланского холма собор в городе Лане, знаменитый своими скульптурными украшениями, начал возводиться в 1150 году. Покидавший Бове собор в Бове строился в 1225-1272 годах, но затем многократно перестраивался. Этот самый Германт, точно место действия Романа, был для меня воображаемым пейзажем, который я с трудом себе представлял, и оттого особенно страстно мечтал увидеть в двух милях от вокзала, среди настоящих земель и дорог, у которых вдруг появились бы геральдические приметы. Я силился припомнить названия ближайших селений, как будто они находились у подножия Парнаса или Геликона. Они представлялись не наилучшей обстановкой с точки зрения топографической для возникновения таинственного явления. Я снова рассматривал гербы под витражами Кумбрейской церкви, поле которых заселялось из века в век владельцами всех сеньорий, которые этот знатный род посредством браков или приобретений забирал себе во всех уголках Германии, Италии и Франции. Земли на севере, которым нет конца краю, города твердыни на юге, объединившиеся и влившиеся в германт и утратив свою вещественность, аллегорически вписавшие зеленую свою башню или серебряный замок в голубой его герб. Я слышал разговоры о знаменитых германских коврах и видел, как они средневековые, синие, грубоватые, вырисовывались облаком на легендарном малиновом имени у опушки заповедного леса, где так часто охотился Хильдеберт, и мне казалось, что все тайны загадочной глубины владений, все тайны дали веков я открою не путешествуя, а всего лишь подойдя на минуту в Париже к герцогине, сюзерену Германта и владычице озера, как будто ее лицо и слова были проникнуты особым очарованием германских лесов и рек и обладали теми же отличительными чертами вековой давности, что и старинный свод установлений обычного права, хранящийся у нее в архиве. Хильдеберт – имя одного из франкских королей из династии Мировингов. Первые двое правили в VI веке, 511-558-575-596 годы, третий в 695-711 годах. Но тут произошло мое знакомство с Сен-Лу. Он сообщил мне, что замок начал называться Германтом только в 17-м веке, после того, как был приобретен его предками. До тех пор германты жили по соседству, их титул не произошел от названия этой местности. Селение Германт получило свое название от замка, около которого оно раскинулось, а чтобы не портить виды на замок, распланировал улицы и ограничивал высоту домов, действовавший тогда серветут. Серветут — юридическое понятие, заимствованное из римского права и перешедшее в феодальное и буржуазное, означает ограниченное право пользования чужой собственностью, например, землей. Ковры же были вытканы по рисункам Буше, куплены в девятнадцатом веке одним из германтов знатоком и висели они рядом с посредственными картинами охоты, написанными им самим в безобразной гостиной, обитые бумажной тканью и плюшем. Буше Франсуа 1703-1770 годы французский художник, типичный представитель стиля рококо. В Своими разъяснениями Сен-Лу ввел в замок элементы чуждые имени Германт. И они лишили меня возможности судить о кладке строений только по звучанию слогов. На фоне названия уже не выделялся отражавшийся в озере замок, и жилищем герцогини германской мне виделся теперь парижский ее особняк, особняк германтов, чистый, как ее имя, ибо ни одна вещественная и непроницаемая частица не нарушала и не мутила ее прозрачности. Подобно тому, как слово церковь означает не только храм, но и собрание верующих, так и особняк германтов заключал в себе всех лиц, игравших роль в жизни герцогини. Но эти люди, которых я никогда не видел, являлись для меня всего лишь громкими и поэтичными именами. Знались же они с людьми, которые для меня представляли собой тоже только имена, и благодаря этому обстоятельству углубляли, еще надежнее охраняли тайну герцогини, образуя вокруг нее широкий ореол, который, если и бледнел, то ближе к своему пределу. Гостей на праздничных ее сборищах я рисовал себе бесплотными, без усов, без обуви, без заученных фраз, даже без фраз оригинальных с точки зрения человеческой и рационалистической, и весь этот такой же невещественный, как трапеза привидений или бал призраков вихремен вокруг статуэтки из саксонского фарфора, то есть вокруг герцогини германской, не уступал в своей прозрачности окнам ее стеклянного дома. Потом, когда Сен-Лу рассказал мне анекдоты о капеллане и о садовниках его родственницы, особняк германтов превратился, таким прежде мог быть, к примеру, Лувр, в подобие замка, окруженного в Париже землями, которые перешли по наследству герцогини в силу старинного, каким-то чудом дожившего до наших дней права, и на которых она все еще пользовалась феодальными привилегиями. Но и это последнее жилище исчезло, как только мы поселились поблизости от маркизы де Виль-Паризи во флигеле герцогини германской. Это был один из тех старых домов, которые и сейчас еще, быть может, кое-где сохранились, и к парадному двору которых часто пристраивались то ли это нанос взбушевавшейся волны демократии, то ли наследие более давних времен, когда разные ремесла группировались вокруг сеньора, лавочки, мастерские, даже заведения сапожников и портных, вроде тех, что лепятся к стенам соборов, пока их не снесет эстетика архитекторов, будки привратников, они же холодные сапожники, разводивших кур и сажавших цветы, а в глубине двора, в барском особняке, обитала графиня, которая, садясь в свою старую, запряженную парой коляску и потряхивая настурциями на шляпе, точно сорванными в садике привратника, ее выездной лакей слизал с козел у каждого аристократического особняка в этом квартале, чтобы оставить там визитную карточку, посылала невнятные улыбки и махала рукой детям привратника и шедшим по улице своим жильцам в пренебрежительной своей приветливости и уравнительной чванливости, принимая одного за другого. Самой знатной дамой в особняке была герцогиня, изящная и еще молодая. Это была герцогиня германская. Благодаря Франсуазе я довольно скоро получил представление об особняке. Дело в том, что германты Франсуаза часто называла их нижние, снизу, владели ее мыслями с самого утра, когда, причесывая маму, она бросала запретный, неодолимый, беглый взгляд во двор и говорила «Э, две сестрички должно снизу» или «Хороши фазаны в кухонном окне». Чтобы догадаться, откуда они, большой смекалки не нужно, верно, герцог был на охоте. И до вечера, когда, подавая мне ночную сорочку и прислушиваясь к игре на рояле и к шансонетке, она заключала «Гости внизу, пошло веселье». И на ее правильном лице, под теперь уже седыми волосами, молодая улыбка, живая и чинная, на мгновение ставила все ее черты на свое место и придавала им жеманно-лукавое выражение «Точно Франсуаза собиралась танцевать кадриль». Но особенно возбуждал любопытство Франсуазы, доставлял ей наибольшее удовлетворение и вместе с тем наибольшие страдания тот момент в жизни германтов, когда ворота растворялись настиж и герцогиня садилась в коляску. Обычно это случалось вскоре после того, как наши слуги заканчивали священно действие, которое представлял для них обет, которое никто не смел прерывать, и в течение которого они находились под охраной столь строгого табу, что даже мой отец не позволял себе им звонить, отлично зная, впрочем, что никто из них не пошевельнется и после пятого звонка, и что он допустил бы это неприличие, не только ничего не добившись, но еще и напортив самому себе. Дело в том, что Франсуаза, состарившись, и так-то из-за всякого пустяка надувала, как говорится, губы, а тут же она целый день ходила бы с лицом изображенным красной клинописью, не очень разборчивым, но зато длинным перечнем ее жалоб и тайных причин недовольства. Впрочем, она осетовала и вслух, но обращаясь к самой себе и так, что мы не разбирали слов. Она считала, что этим она допекает нас, пиявит, щуняет, и называлось это у нее целый божий день служить раннюю обедню. Покончив со всеми обрядами, Франсуаза, являвшаяся, как в первые времена христианства священнослужителем и в то же время просто верующей, выпивала последний стаканчик вина, вытирала салфеткой рот, на котором оставались пятна вина и кофе, затем снимала с шеи салфетку, складывала ее, продевала в кольцо, страдальческим взглядом благодарила своего молодого лакея, тот в пылу усердия предлагал еще венца, сударыня, вино чудесное, и немедленно отворяла окно под тем предлогом, что ей дышать нечем в этой поганой кухне. Поворачивая ручку в оконной раме и втягивая в себя свежий воздух, она живо бросала будто бы безучастный взгляд во двор, украдко убеждалась, что герцогиня еще не готова, на мгновение задерживала горевший презрением взгляд на запряженные коляски, а затем, уделив минутку внимания земному, возводила глаза к небу, в ясности которого она не сомневалась, до того мягок был воздух и так хорошо пригревала солнце, и она долго смотрела на тот угол крыши, где каждую весну селились как раз над дымоходной трубой моей комнаты голуби, похожие на тех, что ворковали у нее в кухне в Комбре. «Ах, Комбре, Комбре», восклицала она. То, что Франсуаза произносила это взывание почти нараспев, а также арльская правильность черт ее лица, как будто свидетельствовали о южном ее происхождении и о том, что утраченная ею родина, которую она оплакивала, была лишь второй ее родиной. Но это впечатление могло быть и обманчивым, ибо нет, кажется, такой провинции, у которой не было бы своего юга, и у скольких савойцев и бретонцев обнаруживаешь транспонировку долгих и кратких звуков, характерную для южанина. «Ах, Комбре, и когда-то я тебя увижу, милый мой городок, когда-то я проведу целый божий день под твоим боярышником и под нашей милой сиренью, послушаю зябликов и вивону, уж она и журчит, ровно кто шепчет, вместо противного звонка нашего молодого барина, ведь он каждые полчаса гоняет меня по этому чертову коридору, да еще говорит, что я не скоро прихожу, надо, мол, слышать звонок, когда его еще нет, а уж если на минутку опоздаешь, так он прямо кипит от злости». «Ах, милый комбре, может, я тебя и увижу-то мертвой, когда меня бросят в могилу, как камень, но когда я буду спать вечным сном, все мне будут слышаться эти три звонка, из-за которых я в ад попаду». Но тут Франсуазу прерывали доносившиеся со двора крики жилетника, который понравился бабушке, когда она была у маркизы де Вильпаризи и пользовался не меньшими симпатиями Франсуазы. Жилетника, который понравился бабушке, об этом визите рассказывается в первой части романа по направлению к Свану. Подняв голову на стук отворяемого окна, он потом всячески старался привлечь внимание своей соседки и поздороваться с ней. Кокетливость девушки, в какую превращалась Франсуаза, утончала тогда в глазах Жупьена недовольное лицо нашей старой кухарки, огрузневшей от возраста, от дурного расположения духа и от раскаленной плиты. И когда Франсуаза кланялась жилетнику, то этот ее поклон являл собой сочетание сдержанности, непринужденности и стыдливости и был изящен, но безмолвен, так как, хотя она и не слушалась моей матери, запрещавшей выглядывать во двор, все же не простирала свою дерзость до того, чтобы переговариваться через окно, за что и не миновать бы, как она выражалась, хорошего нагоняя от барни. Она глазами показывала жилетнику на коляску, как бы говоря, правда, славные лошадки, а сама в это время бормотала старые клячи, прекрасно зная, что он ответит, приставив карту руку, чтобы она услыхала его приглушенный голос. Вы тоже могли бы завести себе таких, если бы захотели, а может, еще и побольше, да только вы всего этого не любите. А Франсуаза, сделав скромный, уклончивый и восторженный знак, выражавший приблизительно у каждого свой вкус, мы любим, чтобы попроще затворяло окно из боязни, как бы ни вошла мама. Вы, у которых могло бы быть больше лошадей, чем у германтов, это были мы. Однако Жупьен имел полное право говорить «вы», так как, если сбросить со счетов эгоистические удовольствия, которые испытывала только Франсуаза, например, когда она кашляла, не переставая, когда весь дом боялся от нее заразиться, а она с противным смешком уверяла, что не простужена, подобно растениям, объединяющимся с животным, которое их кормит, добывает им пищу, ест, переваривает и предлагает им ее в виде до конца усваиваемого остатка, Франсуаза жила в симбиозе с нами. Это мы с нашими достоинствами, с нашим состоянием, с нашим образом жизни, с нашим положением должны были по мелочам тешить ее самолюбие. А из этих мелочей складывалось, сюда надо еще прибавить признаваемое за ней право свободно отправлять обряд обеда по древнему обычаю, разрешавшему после обеда подышать воздухом у окна, право идя за покупками просто погулять по улицам, право навещать по воскресеньям свою племянницу, необходимая для нее доля удовольствий. Поэтому легко себе представить, что в первые дни своего пребывания в нашем доме, пока еще не все почетные звания моего отца стали ей известны, она могла бы зачахнуть от болезни, которую она сама называла скукой, придавая этому слову ту энергию, какую оно приобретает у Корнеля или под пером солдат, которые так скучают по своей невесте, по своей деревне, что в конце концов лишают себя жизни. Франсуазу скоро вылечил от скуки именно Джупьен, ибо он доставил ей удовольствие, равное по силе, но превосходящее своею остротою то, какое доставили бы ей мы, если бы мы и правда надумали купить экипаж. Из очень даже порядочного общества эти Жюльены, одна из особенностей Франсуазы состояла в том, что она заменяла незнакомые ей имена привычными для ее слуха. Очень даже славны они люди, это у них на лице написано. В самом деле, Джупьен правильно понял и всем сумел растолковать, что у нас нет экипажа только потому, что у нас нет желания им обзаводиться. Этот приятель Франсуазы мало бывал дома, после того, как получил место в министерстве. Сначала он вместе с малышкой, которую моя бабушка приняла за его дочку, шил жилеты. Но потом это занятие стало совершенно невыгодным, как только девчушка, которая, когда была еще маленькая, отлично умела перешивать юбки, уже к тому времени, когда моя бабушка навестила маркизу де Вильпаризи, стала шить на дам, сделалась юбочницей. Начав с подручной упортнихи, подручной, занимавшейся то вышивками, то оборками, пришивавшей пуговицы, делавшей защипы, прилаживавшей на талии крючки, она скоро сделалась второй, потом первой помощницей, а затем, найдя себе заказчиц среди дам из высшего общества, начала работать на дому, то есть в нашем дворе, чаще всего с одной или двумя своими товарками по мастерской, которых взяла себе в ученицы. С тех пор Жупьен стал менее полезен дома. Конечно, когда девчушка выросла большая, она все еще часто шила жилеты, но ей помогали подружки, а больше она ни в ком не нуждалась. Вот почему Жупьен, ее дядя, выхлопотал себе место. Сперва он освобождался в двенадцать, потом, когда занял должность служащего, которому на первых порах только помогал, не раньше обеденного часа. Назначение Жупьена, к счастью, состоялось месяца через полтора после нашего новоселья, так что он довольно долго говорил Франсуазе приятные вещи и тем самым помог ей более или менее безболезненно пережить первое самое трудное время. Впрочем, не отрицая пользы, какую Жупьен принес Франсуазе в качестве успокоительного средства, я должен сознаться, что поначалу Жупьен мне не очень понравился. На расстоянии нескольких шагов, скрадывая впечатление, какое могли бы произвести вблизи его румяные и толстые щеки, глаза его, из которых потоками лились сострадание, отчаяние, озабоченность, наводили на мысль, что он тяжко болен или что у него большое горе. Конечно, ничего похожего с ним не приключалось, и говорил он, говорил прекрасно, скорее холодным и насмешливым тоном. Из несоответствия взгляда словам возникала неприятная фальшь, и от этого он сам чувствовал себя неловко, точно единственный гость, явившийся на вечер в пиджаке между тем, как другие пришли во фраках, или как будто он должен ответить на вопрос кого-нибудь из высочеств, но не знает, как с ним нужно говорить, и вместо того, чтобы произнести связную фразу, бормочет нечто нечленораздельное. Разница заключалась в том, что фразы Жупьена отличались изяществом. Находившийся, быть может, в соответствии с затопленностью всех черт его лица волнами взгляда, чего вы уже не замечали при более близком знакомстве, его редкий ум, который я скоро в нем открыл, был одним из самых литературных от природы умов, какие я только знал, в том смысле, что человек, вероятно, необразованный, Жупьен изобретал сам, а быть может, усвоил из прочитанных урывками книг самые витиеватые обороты речи. Наиболее одаренные люди, которых я знал, умерли совсем молодыми, вот почему я был уверен, что Жупьен проживет недолго. Он был добр, отзывчив, наделен самыми тонкими, самыми возвышенными чувствами. Скоро он перестал играть роль в жизни Франсуазы. Она научилась исполнять ее сама. Даже когда поставщик или чей-нибудь лакей приносил нам пакет, Франсуаза, делая вид, что не обращает на посланца внимания, продолжала заниматься своим делом и лишь безучастно указывала ему глазами на стул. Но она так ловко пользовалась тем недолгим временем, какое посланцы проводили в кухне, ожидая ответа от моей мамы, что лишь немногие из них уходили, не будучи несокрушимо уверены в том, что если у нас нет экипажа, значит, у нас нет желания им обзаводиться. Впрочем, ей так хотелось, чтобы все знали, какие большие у нас деньги. Она не любила родительного падежа и предпочитала этот оборот другому, как много у нас денег. Она говорила принести воду, а не воды, что мы богаты не потому, чтобы одно богатство, богатство без добродетели, являлось в глазах Франсуазы высшим благом, но и потому, что добродетель без богатства тоже не была ее идеалом. Богатство было для нее как бы необходимым условием добродетели, отсутствие Коева лишило бы добродетель достоинства прелести. Для нее это были понятия настолько близкие, что в конце концов добродетели богатства поменялись у нее свойствами. От добродетеля она требовала некоторого комфорта, в богатстве усматривала нечто поучительное. Довольно скоро затворив окно, а то как бы мама не разобронила ее так, что пух полетит, франсуаза вздыхая принималась убирать с кухонного стола. На улице Ла-Шес тоже проживают германты, как-то рассказывал коммердинер. У меня был приятель, он служил у них, вторым кучером был. А еще я знаю одного человека, но только этот мне не товарищ, он моего приятеля зять. Так вот он отбывал военную службу в одном полку с доезжачем барона Германта. Но право слово он мне не отец, добавлял коммердинер, имевший пристрастие к популярным мотивчикам и любивший пересыпать свою речь модными словечками. По выражению лица пожилой Франсуазы было видно, что она устала, к тому же она на все смотрела из комбре и все виделось ей в туманной дали, и она не поняла самой шутки, она была только уверена, что это шутка, потому что последние слова коммердинера не имели никакой связи с предыдущим и были произнесены очень громко человеком, которого она знала за Балагура. Вот почему она улыбнулась одобрительно и восхищенно, как бы говоря, Виктор неисправим. Впрочем, она была счастлива, так как знала, что слушанье подобного рода острот отдаленно напоминает благопристойные светские развлечения, ради которых все спешат принарядиться, выходят в холод на улицу, рискуя здоровьем. Наконец, она считала коммердинера своим другом, так как он постоянно с возмущением рассказывал ей, какие жесткие меры собирается принять республика против духовенства. речь идёт о законе об отделении церкви от государства, долго обсуждавшимся и принятом французским парламентом в 1901 году. Франсуаза тогда ещё не понимала, что самые опасные наши противники не те, что вступают с нами в споры и пытаются убедить, а те, что раздувают или сами распускают огорчительные для нас слухи, даже и не думая найти им хоть какое-то оправдание, отчего нам было бы не так тяжело, и, может быть, даже мы отчасти прониклись бы уважением к партии, которую они стараются изобразить, чтобы наша душевная пытка стала совсем уж невыносимой, бесчеловечной и торжествующей. Они поди все герцогини родня. Как возобновляют музыкальное произведение Ван Данте, возобновила Франсуаза прерванный разговор о германтах с улицы Ла Шес. Кто-то мне говорил, что один из тех женился на родственнице герцога. Во всяком случае, все они уроженцы. Род германтов большой род, почтительно добавила она, основывая величие этого рода и на многочисленности тех, кто к нему принадлежал, и на блески его славы. Так Паскаль основывал истину религии и на разуме, и на авторитете священного писания. Дело в том, что у Франсуазы было только одно слово для выражения обоих понятий, и она думала, что это одно и то же. Ее словарь, как иные драгоценные камни, был с изъянцами, затемнявшими ее мысль. Я все думаю, не те ли они самые, у которых есть замок в Германии, в десяти милях от Кумбре, тогда они стало быть тоже сродни их алжирской родственнице. Мы с матерью долго ломали голову, что это за алжирская родственница, и в конце концов сообразили, что Франсуаза путает алжир с городом Анжером. Что от нас далеко, то может быть нам известнее близкого. Франсуаза знала название Алжир по надписи на коробке отвратительных фиников, которые мы получали на Новый год, и не имела понятия, что есть город Анжер. В языке Франсуазы, как и во французском языке вообще, в особенности, что касается названий мест, было полно ошибок. Я хотела про это спросить у их дворецкого. Только как же это его называют? Перебила она себя вопросом о правилах этикета, но тут же ответила Антуан. Вот как его называют. Можно было подумать, что Антуан это титул. Он-то мог бы мне сказать, да ведь это настоящий вельможа, важный барин. Он точно язык проглотил или говорит разучился? Ни за что не даст вам ответа, если вы его об чем спросите, добавила Франсуаза. Она выражалась, как госпожа де Севинье давать ответ. Госпожа де Севинье Марии де Робютен Шанталь, маркиза де Севинье, 1626-1696 годы, знаменитая писательница эпистолограф. К ее письмам Пруст очень часто обращается на страницах своих романов. Ну да мне бы только знать, что варится в моем котле, а в чужие я не заглядываю, продолжала она неискренним тоном. Во всяком случае, это некрасиво. И потом, духу в нем мало. Такое мнение может навести на мысль, будто Франсуаза стала иначе расценивать храбрость, которая, когда Франсуаза жила в Комбре, превращала с ее точки зрения человека в хищного зверя. Но это неверно. Когда Франсуаза говорила про кого-нибудь, что у него много духу, это означало, что он труженик. А еще о нем поговаривают, что он вороват, как сорока. Да только ведь у нас много болтают зря. Здесь все сплетни стекаются в швейцарскую. Швейцары завистливы и наушничают друг про друга герцогини. Одно можно сказать наверняка этот самый Антуан страшный лодырь. И его Антуанесса не лучше его, добавила Франсуаза, производя женский род от имени Антуан для того, чтобы назвать жену дворецкого. Она, без сомнения, в процессе грамматического творчества невольно вспомнила Шануана и Шануанессу. Шануан Каноник Ей нельзя было отказать в искусстве создания новых слов. Поблизости от собора Парижской Богоматери сохранилась улица Шануанесс. Так ее назвали, не потому ли, что она была сплошь заселена Шануанами, тогдашние французы, чьей современницей в сущности была Франсуаза. А вслед за тем Франсуаза показала еще один образец такого способа образования женского рода. Да, а насчет замка Германтов можно с полной уверенностью сказать, что он принадлежит герцогине, заключила она, и там она госпожа Мересса. А это что-нибудь да значит? Уж конечно, что-нибудь да значит, не уловив насмешки в тоне Франсуазы, убежденно сказал Лакей. Ты думаешь, мальчик, что это что-нибудь да значит? Таким людям, как эти самые, которые ровным счетом ничего не стоят. Эх, как бы замок Германтов был мой, меня бы в Париже видели нечасто. Надо же, чтобы такие господа, у которых всего в досталь, чтобы мои баринс-барыни решили остаться в этом поганом городе, вместо того, чтобы ехать в Комбре, раз они свободны и никто их здесь не держит. Ведь у них все есть, пора и на покой, чего же ждать-то? Смерти? Эх, как бы у меня был черствый хлеб и дрова, чтобы не замерзнуть зимой, я бы уж давно поселилась в моем родном Комбре в лачушке у брата. Там, по крайности, чувствуешь, что живешь. Нет перед тобой всех этих домов и такая тишина, что ночью за две мили лягушек слышно. Вот где, наверное, хорошо, сударыня, воскликнул молодой лакей в таком восторге, как будто лягушки это такая же отличительная особенность Комбре, как гондолы отличительная особенность Венеции. Лакей поступил к нам позднее коммердинера и рассказывал Франсуазе о том, что было интересно не ему самому, а ей. Она же делала гримасу, когда ее называли кухаркой, а к лакею, называвшему ее в разговоре с ней экономкой, особенно благоволила. Так не принцы крови благоволят к воспитанным юношам, которые называют их ваше высочество. По крайности знаю, что кругом творится и какое теперь время года. Не то что в Париже. Здесь ни на святой, ни на Рождество плохенького лютика и того не увидишь. А когда я поднимаюсь с постели моей старой кости, до меня даже благовесть не долетает, а там слышен каждый час, и ты не слушаешь, как попусту бухает колокол, а говоришь себе, вон мой брат возвращается с поля. Смотришь, смеркается там, звоня для общего блага. Ты успеваешь повернуться перед тем, как зажечь лампу, а здесь что день, что ночь, пора спать ложиться, а рассказать, что случилось за день, не можешь, как все равно тварь бессловесная. Мезиглис, тоже как будто красивое место, сударыня, прервал Франсуазу молодой лакей с точки зрения которого разговор принимал несколько отвлеченный характер и который случайно вспомнил наш разговор за столом о Мезиглисе. О, Мезиглис, проговорила Франсуаза с широкой улыбкой, которая неизменно появлялась у нее на губах, когда при ней упоминали Мезиглис, Комбре, Тансон-Ви. Они составляли неотъемлемую часть ее самой, и потому, обнаруживая их вовне, слыша их в разговоре, она радовалась почти так же, как радуется, когда учитель называет кого-нибудь из современников, ученики, которые никак не ожидали, что он обронит это имя с кафедры. Кроме того, Франсуаза наслаждалась сознанием, что для нее эти края не то, что для других, для нее это старые товарищи, столько раз вместе с ней веселившиеся. И она улыбалась им, как будто они сказали что-то остроумное. Дело в том, что она обнаружила у них много своего. «Да, сынок, ты прав, Мезиглис довольно красивое место. А от кого же ты про него слыхал?» «От кого я слыхал про Мезиглис? Да его все знают. Мне про него столько разов, столько разов говорили», ответил Лакей с преступной неточностью информаторов, которой, когда мы пытаемся объективно отдать себе отчет, насколько может быть важно для других то, что касается нас, неизменно лишают нас этой возможности. Да уж, можешь не поверить, что в тамошнем вишеннике лучше, чем у плиты. Франсуаза даже Евлалию поминала добром. Евлалия — персонаж первого романа Пруста, богомолка-приживалка, постоянно посещавшая тетку-героя Леонью, когда та жила в Комбре. После смерти Евлали Франсуаза совершенно забыла, что она недолюбливала ее, когда та была жива, как недолюбливала всех, кому нечего было есть, кто сдыхал с голоду от того, что ничего не умел делать, кого богачи из милости подкармливали и кто, придя к богачам, еще кабенился. Франсуаза больше не мучилась от того, что Евлалия каждую неделю ловким образом вытягивала денежку у моей тетки, а тетку Франсуаза расхваливала. Так вы служили тогда в самом комбре у барыниной родственницы, спросил молодой лакей. Да, у госпожи Октав. Вот уж, деточки, святая женщина-то была, и всего было у нее в досталь, хоть завались, добрая была женщина. Не жалела, можно сказать, ни куропаток, ни фазанов, ничего. Вы могли прийти к ней пообедать и в пять, и в шесть, и всегда была у нее говядина самого, что ни наесть высшего сорта, и вино белое, и вино красное, все, что душе угодно. Франсуаза употребляла глагол жалеть в том смысле, в каком его употребляет Лабрюер. Лабрюер Жан 1645-1696 годы французский писатель моралист автор книги «Характеры», на которую часто ссылается Пруст в своих романах. Все издержки она брала на себя, даже если родные жили у нее по месяцам и по годам. Это рассуждение не содержало ничего для нас оскорбительного, так как Франсуаза росла в то время, когда слово издержки еще не было чисто юридическим термином и значило просто-напросто расходы. Да уж, можете мне поверить, от нее никто голодным не уходил. Священник бывало скажет, если есть на свете женщина, которая может надеяться предстать перед Богом, так это она, тут уж сомнения быть не может. Бедная барыня, я так и слышу ее слабенький голосок, Франсуаза, вы знаете, я-то сама ничего не ем, но мне хочется, чтобы все было приготовлено для других так же вкусно, как для меня. Конечно, готовили не для нее, вы бы ее видели, весила она не больше, чем пакетик с вишнями, ее словно бы и не было. Она мне не верила, не хотела обращаться к доктору, ах, вот уж кого еле не спеша, она любила, чтобы прислуга была у нее сыта, а здесь, ну вот хоть бы нынче, мы не успеваем червячка заморить, все на скорую руку. Особенно раздражали Франсуазу Гринки, которые любил мой отец. Она была убеждена, что это он фокусничает и что ему нравится, когда она вокруг него танцует. Смею вас уверить, утверждал молодой Лакей, что я ничего подобного никогда не видел. Лакей говорил это таким тоном, как будто он видел все на свете, и как будто его тысячелетний опыт, охватывавший обычаи всех стран, свидетельствует, что обычая делать Гринки не существует нигде. «Да-да», ворчал Дворецкий, «но все это может отличным образом измениться. Канадские рабочие собираются устроить забастовку. Позавчера вечером министр сказал барину, что по этому случаю он хапнул 200 тысяч франков». Дворецкий не осуждал его за это, не потому, чтобы сам был безукоризненно честен, а потому, что считал, что все политические деятели продажны, и присвоение казенных денег представлялось ему менее тяжким преступлением, нежели самая обыкновенная кража. Он и не спрашивал себя, действительно ли слышал он исторически эти слова, и его не поражала невероятность того, что они могли быть сказаны моему отцу самим преступником, и отец не выставил его после этого. Но камбрейская философия внушала Франсуазе сомнения в том, что забастовки в Канаде могут отразиться на обычаи делать горенки. Видите ли, какая вещь, говорила она, пока существует свет, господа будут нас гонять, а слуги будут исполнять ихние причуды. Вопреки теории этой вечной гоньбы, моя мать, должно быть иначе, чем Франсуаза, определявшая продолжительность ее завтрака, уже по истечении четверти часа восклицала, «Да что они там делают? Два часа сидят за столом». А затем раза три-четыре робко звонила. Франсуаза, лакей дворецкий воспринимали звонок как зов, но не шли, ибо для них это было нечто вроде первых звуков инструментов, настраиваемых перед возобновлением концерта, когда публика чувствует, что антракт продлится всего несколько минут. Вот почему, когда звонок повторялся и делался все настойчивее, слуги настораживались, и поняв, что времени у них теперь уже немного, и что скоро надо опять приниматься за дело, после особенно громкого звонка со вздохом подчинялись своей участи, и тогда лакей выходил за дверь покурить, Франсуаза, сказав она что-нибудь неодобрительное, вроде угомона на них нет, поднималась на седьмой этаж и прибирала у себя в комнате, а дворецкий, взяв у меня почтовой бумаги, спешил заняться своей частной перепиской. Как ни был неприступен дворецкий, однако Франсуаза в первые же дни сообщила мне, что германты живут в особняке не в силу старинного права, что его наняли сравнительно недавно, а что сад, в который он выходил неизвестной мне стороной, невелик и похож на соседские сады. И, наконец, я узнал, что в этих владениях нет ни сеньориальной виселицы, ни укрепленной мельницы, ни голубятни, ни печи для общего пользования, ни длинного сарая, ни постоянных подъемных и даже перекидных мостов, равно как застав, столбов, крепостных стен и придорожных камней. Но, подобно тому, как Эльстир, когда Бальбекская бухта, утратив для меня свою таинственность, стала всего лишь некоторым количеством соленой воды, заменимым таким же количеством где-нибудь еще на земном шаре, мгновенно возвратил ей своеобразие, пояснив мне, что это опаловый залив Уистлера по сочетанию изголубо-серебристых тонов. Так имя Германт уже видела, как под ударами Франсуазы рушится последнее связанное с ними обиталище. Но тут неожиданно старый друг моего отца сказал нам, когда речь зашла о герцогине. Она занимает наилучшее положение в Сен-Жарменском предместе. Ее дом первый в Сен-Жарменском предместе. Уистлер Джон 1834-1903 годы англо-американский художник, близкий по своим творческим принципам к импрессионизму. Пруст много пишет о нем в романе «Под сенью девушек в цвету». Понятно. Первый салон, первый дом в Сен-Жарменском предместье. Это было очень убого в сравнении с теми жилищами, которые одно за другим я создавал в своем воображении. Но в конце концов и оно, это жилище, которому суждено было стать последним, при всей своей скромности обладало помимо вещества, из какового оно состояло, неким скрытым источником существования. А мне было тем более необходимо открыть в салоне герцогини германской и в ее друзьях тайну ее имени, что я не находила разгадки в ней самой, когда она по утрам выходила из дому или выезжала днем в экипажи. Правда, уже в Камбрейской церкви ее щеки были недоступны, непроницаемы для красок имени Германт и для дней, проводимых на берегу Вивоны, на месте моей спаленной мечты. Она явилась не в храме преображенной, подобно Богу или нимфе, которые превратились в лебедя или в Иву, а затем, подчинившись законам природы, поплывут или заколыхаются на ветру. Подобно Богу или нимфе, которые превратились в лебедя или Иву. Речь идет, во-первых, о превращении Зевса в лебедя, чтобы в этом облике проникнуть к полюбившейся Богу леде. Во-вторых, о каком-то редком античном мифе о превращении одной из нимф в Иву. Такое превращение не зафиксировано, например, у Авидия. Однако, едва лишь я расстался с угасшими этими отцветами, внезапно они возникли снова, подобно розовым и зеленым отцветом заходящего солнца, после того, как их разобьет весло. И пока моя мысль одиночествовала, имя быстро срослось с впечатлением от лица. Но теперь я часто видел ее у окна, во дворе, на улице, и если мне в этих случаях не удавалось включить в нее имя Германт, не удавалось убедить себя, что это герцогиня германская, я обвинял мой ум в бессилии довести до конца акт, которого от него требовал. Но и она, наша соседка, была, как мне представлялась, повинна в том же, но только эта провинность ее не смущала, ее не мучили, как меня, угрызения совести, она даже не подозревала, что это провинность. Например, герцогиня германская так следила за модой, словно ей однажды показалось, будто она превратилась в простую смертную, и она начала стремиться к особой элегантности в туалетах, ибо тут другие женщины могли с нею сравняться и даже превзойти ее. Я видел, с каким восторгом смотрела она на проходившую по улице хорошо одетую актрису, а по утрам, когда она выходила из дому, точно мнение прохожих, чью вульгарность она оттеняла, запросто выводя на прогулку свою недоступную для них жизнь могло быть для нее верховным судом, я наблюдал, как она играет перед зеркалом, до конца перевоплотившись, без раздвоенности сознания и без внутренней иронии, с увлечением, раздражаясь при мысли о неуспехе, словно королева, согласившаяся изобразить на сцене придворного театра субредку, как она играет роль ниже ее возможностей, роль элегантной женщины, забывая, будто в мифе о врожденном своем величии, она следила за тем, чтобы вуалетка не мялась, чтобы не морщились рукава, расправляла манто, как божественный лебедь ведет себя соответственно своей птичьей породе, сохраняет неподвижными глаза, нарисованные по обеим сторонам его клюва, и по лебединому бросается на пуговицу или на зонтик, забыв, что он бог. Но как путешественник, разочарованный при первом взгляде на город, убеждает себя, что, быть может, ему откроется очарование города, когда он посетит его музеи, познакомится с населением, поработает в библиотеках, я убеждал себя, что, если б я был принят у герцогини германской, если б я принадлежал кругу ее друзей, если б я вошел в ее жизнь, я бы постиг, что под блестящей оранжевой оболочкой в действительности объективно заключает в себе для других ее имя. Ведь сказал же друг моего отца, что семейство германтов несколько отъединенно в Сен-Жерменском предместье. Жизнь, которую по моим представлениям там вели, брала исток так далеко от опыта и казалась мне такой особенной, что я не мог вообразить на вечерах у герцогини людей, у которых я когда-то бывал, живых людей. Ведь они были бессильны внезапно изменить свою природу и, вероятно, вели там разговоры вроде тех, какие я слышал. их собеседники быть может унижались до ответов на таком же человеческом языке и на вечере в первом салоне Сен-Жерменского предместья бывали мгновения, которые мне уже довелось пережить, а это я считал невозможным. Правда, мой ум находился тогда в смятении и этот первый салон Сен-Жерменского предместья на правом берегу Сены, расположенный таким образом, что по утрам мне в моей комнате было слышно, как там выбивают мебель, казался мне таким же загадочным, как присутствие тела Христова в обладке. Но демаркационная линия, отделявшая меня от Сен-Жерменского предместья, именно в силу того, что это была воображаемая линия, казалась мне вполне реальной. Я чувствовал, что половик германтов — это уже Сен-Жерменское предместье, что расстелен он по ту сторону экватора, тот самый половик, о котором моя мать, видевшая его, как и я, в тот день, когда дверь у германтов была отворена, осмелилась сказать, что он в весьма плачевном состоянии. Да и как могла их столовая, их темная галерея с красной плюшевой мебелью, которую я иногда видел из окна нашей кухни, не обладать в моем представлении волшебными чарами Сен-Жерменского предместья, не составлять его существенной части, не помещаться в нем географически, если находиться в этой столовой, значило бывать в Сен-Жерменском предместье, дышать его воздухом, если все гости, перед тем, как идти к столу, сидевшие в галерее на кожаном диване, рядом с герцогиней германской, жили в Сен-Жерменском предместье. Разумеется, и не в Сен-Жерменском предместье на некоторых вечерах можно было иногда видеть торжественно восседающих среди элегантной черни кого-нибудь из этих людей, которые являют собой только имена, и которые, когда мы силимся вообразить их себе, преображаются в турнир или в доманиальный лес. Но здесь, в первом салоне Сен-Жерменского предместья в темной галерее бывали только они. Они представляли собой драгоценные колонны, на которых держится храм. Даже тесный круг герцогиня германская составляла только из таких людей, и за столом, накрытым на 12 персон, они напоминали золотые статуи апостолов Сен-Шапель, символические священные столпы вокруг престола. Сен-Шапель, парижская церковь, воздвигнутая в готическом стиле в 1242-1248 годах по проекту Пьера де Монтрея. Что касается обнесенного высокой оградой садика за домом герцогини германской, куда летом приносили ликеры и оранжат, то как я отмахнулся бы от мысли, что сидеть между девятью и одиннадцатью вечера на железных стульях, наделенных не меньшей властью, чем кожаный диван, и не дышать особыми дуновениями Сен-Жерменского предместья, так же невозможно, как укрываться от полуденного зноя в оазисе Фигюнг и вместе с тем находиться не в Африке. Ничто кроме воображения и веры не способно выделить иные предметы, иные существа и создать определенную атмосферу. Увы, мне, наверное, не суждено пройтись по живописным уголкам Сен-Жерменского предместья, ощупать ногами неровности его почвы, осмотреть его достопримечательности и произведения искусства. И я довольствовался тем, что с трепетом вглядывался в открытом море, без всякой надежды когда-либо причалить, словно в ближайший ко мне минорет, словно в крайнюю пальму, словно туда, где начинаются фабрично-заводские строения, и где начинается экзотическая растительность, в потертый половик прибрежья. Для меня особняк Германтов начинался у его входных дверей, а для герцога надворные постройки тянулись далеко-далеко, ибо он, принимая всех своих квартирантов за фермеров, виланов, арендаторов национального имущества, с которыми церемониться нечего, в ночной сорочке брился по утрам у окна, появлялся во дворе, глядя по погоде в жилете, в пижаме, в шотландском мохнатом пиджаке какого-то необыкновенного цвета, в светлом пальто, короче пиджака, и приказывал конюху пускать рысью недавно купленную лошадь. Виллан, крестьянин в средневековой Франции, арендатор национального имущества, так назывались выходцы из третьего сословия, скупавшие, точнее, бравшие в аренду за бесценок земли и прочее недвижимое имущество, отобранное у аристократии. Несколько раз лошадь разбивала витрину Жепьена. Тот требовал в замещении убытков, а герцога это бесило. Даже если не принимать во внимание то добро, которое герцогиня делает жильцам и прихожанам, рассуждал герцог, все равно со стороны этого типа подло предъявлять нам какие-то требования. Жепьен, однако, оставался непреклонен и делал вид, что понятия не имеет, какое такое добро делает герцогиня. А между тем она действительно делала добро, но ведь нельзя же делать его всем, а потому память об одном облагодетельствованном дает право воздержаться от помощи другому, вследствие чего обойденный бывает особенно недоволен. Но дело было не только в благотворительности. Вообще этот квартал представлялся герцогу и на изрядном расстоянии всего лишь продолжением его двора, широким манежем для его лошадей. Проверив, как новая лошадь бежит рысью одна, он отдавал приказание конюху запрячь ее и объехать близлежащие улицы. Конюх бежал рядом с экипажем, держа в руках возжи и гонял лошадь взад и вперед перед герцогом. А герцог стоял на тротуаре, величественный, огромный, в светлом костюме с сигарой во рту, с непокрытой головой, с моноклем, застывшим в глазу от любопытства. Затем, чтобы самому испытать лошадь, вспрыгивал на козлы и некоторое время правил, а потом уже в новой запряжке ехал к своей любовнице на Елисейские поля. Герцог германский здоровался во дворе с двумя супружескими парами, отчасти принадлежавшими к его кругу, с щитой своих родственников, которая точно семья рабочих никогда не бывала дома и не смотрела за своими детьми, потому что жена уходила с утра в схола изучать контрапункт и фугу, а муж в свою мастерскую заниматься резьбой по дереву и тиснением кожи. Затем с бароном и бронессой де Норпуа, одетыми всегда в черное, жена, как одеваются те, что в городских садах отдают на прокат стулья, муж как факельщики, несколько раз в день ходившими в церковь. С холла, точнее с холла кантром, основанная в Париже в 1896 году певческая школа, готовившая первоначально певцов для церковных хоров, но вскоре преобразованная в обычное музыкальное училище. Они доводились племянниками старому послу, с которым мы когда-то были знакомы, и которого мой отец встретил на лестнице, недоумевая, у кого это он мог быть, ибо мой отец полагал, что такое значительное лицо, находящееся в добрых отношениях с самыми выдающимися людьми в Европе и, вероятно, крайне равнодушная к лже-аристократизму, вряд ли посещает этих незнатных дворян, ограниченных клерикалов. Поселились они здесь недавно. Жопьен, обратившись во дворе к мужу, который в это время здоровался с герцогом германским, назвал его господин Норпуа, так как не знал его имени. Ого, господин Норпуа, ого, для начала недурно, подождите, скоро эта самая личность назовет вас гражданином Норпуа, воскликнул, обращаясь к барону герцог германский. Наконец-то он мог излить досаду на Жопьена, который говорил ему «Господин, а не ваша светлость». Однажды герцогу германскому понадобилась справка из той области, которая входила в компетенцию моего отца, и герцог представился ему с отменной учтивостью. После этого он часто просил отца сделать ему то или иное одолжение, и когда отец спускался с лестницы, думая о делах и стараясь избежать встреч, герцог бросал своих конюхов, подходил во дворе к моему отцу с услужливостью унаследованной от прежних королевских коммердинеров, поправлял ему воротник пальто, брал его взбешенного, не знавшего, как вырваться за руку, и, держав своей, даже гладя ее, чтобы с бесцеремонностью царедворца показать, что его драгоценная плоть не брезгует такого рода прикосновениями, провожал до самых ворот. Как-то раз, встретившись с нами, когда он и его жена выезжали со двора, он необычайно любезно нам поклонился и, должно быть, сказал жене, как меня зовут. Но могла ли быть у меня уверенность в том, что мое имя и мое лицо ей запомнятся? Что за унизительная рекомендация быть названным только в качестве жильца? Более весомые рекомендации была бы встреча с герцогиней у маркизы де Вильпаризи, которая как раз тогда передала мне через бабушку приглашение и, зная, что я мечтаю о литературной деятельности, прибавила, что у нее будут писатели. Но отец, во-первых, считал, что мне рано вести, светский образ жизни, а во-вторых, так как мое здоровье все еще внушало ему опасения, он был против того, чтобы я без особой надобности выходил на воздух. Один из выездных лакеев герцогини германской часто беседовал с Франсуазой. Из этих разговоров я узнал, какие салоны посещает герцогиня, но я их себе не представлял. С той самой минуты, как они начинали составлять часть ее жизни, жизни, которую я видел только сквозь ее имя, разве они не становились непостижимыми. Сегодня большой вечер китайских теней у принцессы Пармской, говорил лакей, но мы не поедем. С пятичасовым поездом барыня едет в Шантии к герцогу Амальскому и пробудет у него два дня, а с ней едут горничная и коммердинер. Я остаюсь. Принцесса Пармская будет обижена, она раза четыре, как не больше, писала герцогиня. Шантии Городок под Парижем с роскошным замком начал строиться в 14 веке. Замок долгое время принадлежал семейству Конде. В 1830 году замок перешел во владение герцога Амальского, который разместил там свои обширнейшие коллекции картин, рукописи и так далее, для чего в 1875 и 1882 годах замок был сильно перестроен. В 1886 году коллекции были завещаны владельцем институту объединения пяти французских академий. Герцог Омальский Анри Дорлеан 1822 1897 годы четвертый сын короля Луи Филиппа французский политический деятель. Принцесса Пармска вымышленный персонаж часто фигурирующий на страницах романов Пруста. Писатель упоминает в своих книгах многие старинные феодальные роды когда-то возглавлявшие мелкие герцогства и княжества и по их модели придумывают роды в действительности не существовавшие. Так вы в этом году не поедете в замок Германт? Первый год мы туда не едем из-за ревматизма герцога. Доктор запретил ему ехать пока там не проведут колориферного отопления. А прежде мы там каждый год жили до января. Если отопление не устроит Барни может быть съездит на несколько дней в Канн герцогини де Гис. Но это еще окончательно не решено. Герцогини де Гис Гизы были старой влиятельной феодальной семьей в средневековой Франции. Но в данном случае герцогиня де Гис лицо вымышленное. А в театре вы бываете? Бываем иногда в опере. Раз в неделю по абонементу принцессы Пармской. Там говорят очень шикарно пьесы, оперы, все что угодно. герцогиня не пожелала взять абонемент. Но мы все-таки бываем в ложе то у одной ее приятельницы, то у другой, то в бенуаре у принцессы германской жены двоюродного брата герцога. Это сестра герцога Баварского. Значит, стоит вам только подняться, и вы у себя, менял разговор Лакей, для которого, хотя он и отождествлял себя с германтами, были, однако, господа вообще понятие политическое, позволявшее ему относиться к Франсуазе с таким почтением, как будто она служила в герцогине. Вид у вас очень здоровый, сударыня. Если б не проклятые ноги. На равнине еще сносно. На равнине означало во дворе, на таких улицах, где Франсуаза гуляла с удовольствием, словом, на ровном месте. Но ох уж эти чертовы лестницы. До свидания, сударь, может, еще увидимся вечерком. Особенно ей полюбились беседы с Лакеем, после того, как она от него узнала, что сыновья герцогов часто носят титул принца и сохраняют его до смерти отца. Культ знати, смешанный и уживающийся с духом возмущения ею, возросший на господской земле, видимо, еще очень силен во французском народе. Франсуазе можно было говорить о гении Наполеона или о беспроволочном телеграфе, и это не привлекло бы ее внимание и нисколько не замедлило бы ее движений, если она в это время выгребала из камина залу или накрывала на стол. Но когда она узнавала такого рода подробности, или когда ей сообщали, что младшего сына герцога германского обыкновенно называют принцем Олеронским, она восклицала «Ах, как хорошо!» и замирала от восхищения, словно перед церковным ветражом. Принц Олеронский В романах Пруста этот титул носила младшая ветвь семейства германтов. Еще Франсуаза узнала от коммердинера принца Агрегенского, часто приносившего письма герцогини и благодаря этому завязавшего с Франсуазой знакомства, что в высшем обществе много толков о предстающей женитьбе маркиза де Сен-Лу на мадемозель Дамбрезак, и что это дело почти решенное. Принц Агрегенский Этот персонаж играет заметную роль в повествовании Пруста. В действительности такого феодального рода и соответствующего феода на Сицилии не существовало. Мадемозель Дамбрезак О помолвке Сен-Лу с мадемозель Дамбрезак рассказывается во второй части романа «Под сенью девушек в цвету». Вилла Ложа Бенуара Куда герцогиня Германская вливала свою жизнь казались мне не менее волшебными, чем ее покои. Такие имена как принцы Пармский, герцоги Германд Баварский, герцоги Дегис отделяли от всех остальных сельские местности, куда отправлялась герцогиня. Отделяли от других те ежедневные праздненства, которые след от ее экипажа связывал с ее домом. Имена мне говорили, что из поездок за город, из празднеств складывается жизнь герцогини германской, но сама герцогиня не становилась мне понятнее. Каждая поездка, каждое празднество по-разному освещали жизнь герцогини. Они окружали ее новой тайной, не рассеивая прежней, а прежняя, защищенная перегородкой, заключенная в сосуд, погруженная в волны повседневности, перемещалась и только. Герцогиня была вольна завтракать на побережье Средиземного моря во время карнавала, но непременно в вилле герцогини де Гис, где королева парижского общества в белом пикейном платье среди многочисленных принцесс была только гостьей, такой же, как все, и от того еще сильнее меня волновавшей, была в наибольшей степени самой собой благодаря перемене обстановки. Так различные па заставляют звезду балета занимать место то одной, то другой балерины, ее сослуживицы. Герцогиня была вольна смотреть китайские тени, но только на вечере у принцессы Пармской, смотреть трагедию или слушать оперу, но только из ложе принцессы Германской. Мы связываем с внешним обликом человека все, что может с ним случиться. Воспоминания о людях, с которыми он знаком, с которыми только что расстался и с которыми сейчас встретиться, и от того, когда я, знавший от Франсуазы, что герцогиня Германская пойдет сегодня завтракать к принцессе Пармской, видел, как она в полдень выходит из дома в атласном платье телесного цвета, над которым ее лицо отливало так же, как отливает облако на закате. Я видел перед собой и все увеселения Сен-Жерменского предместия, ибо они помещались в этом небольшом объеме точно в раковине меж глинцевитых створок из розового перламутра. У моего отца был приятел в министерстве некто А-Ж Моро, который, чтобы его не путали с другими Моро, неукоснительно ставил перед фамилией инициалы, а для краткости его так и называли А-Ж. И вот каким-то образом у А-Ж оказался билет на торжественный спектакль в опере. Он послал его моему отцу, а так как Берма, которую я не видел на сцене со дня моего первого разочарования, должна была играть на этом спектакле одно действие из Федры, то бабушка уговорила отдать билет мне. О посещении героем спектакля с участием актрисы Берма вымышленный образ, вобравший в себя, однако, черты таких актрис, как Сара Бернар и Рошель рассказывается в начале романа «Под сенью девушек в цвету». Откровенно говоря, я совсем не рвался смотреть ту самую Берма, которая несколько лет назад так взволновала меня, и мне было грустно от сознания, что я теперь безразличен к тому, ради чего когда-то жертвовал здоровьем, покоем. Не могу сказать, чтобы желание рассмотреть вблизи драгоценные частицы действительности, которую прозревало мое воображение, во мне остыло, но теперь воображение уже не вкладывало их в речь великой актрисы. После того, как я побывал в мастерской Эльстира, я перенес на ковры, на картины современных художников внутреннюю веру, которую некогда внушала мне игра, трагическое искусство Берма. Когда же моя вера и моя страсть перестали непрерывно творить себе кумир из речи и движений Берма, то их двойники, жившие в моем сердце, постепенно зачахли, как зачахли двойники покойников в Древнем Египте, которых нужно было постоянно кормить для поддержания сил. В Древнем Египте считалось, что умершего нужно кормить, для чего отводились недалеко от усыпальницы специальные участки и назначались лица хемка, выполнявшие функции кормителей. Впрочем, уже в период Древнего Царства буквальное кормление вскоре было заменено чисто символическим обрядом. Искусство Берма оскудело и выродилось. Душа, придававшая ему глубину, от него отлетела. Пройдя по билету отца в оперу, я увидел на главной лестнице мужчину и принял его за Шарлю, потому что он напоминал его манерой держаться. Когда же он повернул голову к служащему, чтобы о чем-то у него спросить, я понял, что ошибся, но без колебаний отнес незнакомца к тому же классу. И не только судя по его одежде, но и по тому, как он разговаривал с контролером и с капельдинершами, которые его не пропускали. Дело в том, что помимо индивидуальных особенностей, в ту эпоху была еще очень заметна разница между любым богатым щеголем из этой части аристократии и любым богатым щеголем из мира финансистов и крупных промышленников. Где один из хлыщей этой второй категории вздумал бы для Шику резко и надменно заговорить с человеком ниже его по положению, там вельможа, мягкий, улыбающийся, прикидывался, притворялся тихим и терпеливым, разыгрывал рядового зрителя, ибо усматривал в этом преимущество хорошего воспитания. Возможно, что, видя, как он прикрывает добродушной улыбкой непереступаемый порог малого мира, который он в себе носил, многие сынки богатых банкиров, входившие в эту минуту в театр, приняли бы этого вельможу за человека ничтожного, если бы не обнаружили в нем поразительного сходства с недавно помещенным в иллюстрированных журналах портретом племянника австрийского императора принца Саксонского, находившегося тогда в Париже. Я знал, что принц большой друг германтов. Подойдя после него к билетеру, я услышал, как принц Саксонский или принимаемый мной за него говорил с улыбкой, я не знаю номера ложи, мне моя родственница сказала, чтобы я просто спросил ее ложу. Может быть, это был принц Саксонский, может быть, герцогиня германская, которую в таком случае я увидел бы в одной из мгновений той ее жизни, которая была недоступна моему воображению в ложе родственницы, рисовалась его мысленному взору, когда он говорил, мне моя родственница сказала, чтобы я просто спросил ее ложу. Именно поэтому его улыбчивый и такой особенный взгляд и такие простые слова радовали мое сердце несравненно сильнее, чем какая-нибудь туманная мечта бережным прикосновением то возможного счастья, то непрочного очарования. Как бы то ни было, говоря эти слова Билетеру, он пробивал на обычном вечере моей будничной жизни случайный вход в новый для меня мир, коридор, который ему указали, как только он произнес слово Бенуар и куда он тотчас же и устремился, был сырой облупившийся и, казалось, вел в морские гроты, в сказочное царство водяных нимф. Я видел впереди удалявшегося господина в Афраке и только. Но я наводил на него, правда, неудачно, точно плохо сделанный рефлектор, мысль, что это принц саксонский и что сейчас он увидит герцогиню германскую. И хотя никого около этого человека не было, мысль, исходившая ни от него, неосезаемая, безмерная, скользящая, как пятно света, казалось, шла впереди и вела его, точно всем прочим людям, невидимое божество, находящееся около греческого воина. Я сел на свое место, а пока шел, все старался целиком восстановить в памяти один стих из Федры. Я произносил его про себя так, что в нем не хватало стоп, но поскольку я их не считал, то у меня создавалось впечатление, что между его расхлябанностью и классическим стихом нет ничего общего. Я бы не удивился, если б из моего нескладного стиха надо было вынуть слогов шесть, чтобы получился двенадцатисложник. Но вдруг я его припомнил. Непреодолимые шероховатости, безжалостно резавшие слогы, сгладились точно по волшебству. Слоги мгновенно заполнили Александрийский стих, все лишнее отпало без малейшего упорства, с той легкостью, с какой лопается пузой на воде, а то огромное, с чем я боролся, составляло на самом деле одну единственную стопу. Какое-то количество билетов в портер поступило в кассу и было раскуплено снобами и любопытными мечтавшими поглядеть на людей, которых иначе они не могли бы увидеть вблизи. И в самом деле частичку подлинно светской жизни. Обычно такой здесь можно было наблюдать открыто, так как принцесса Пармская распределила между своими друзьями места в ложах, на балконах и в бенуаре, и от этого зрительный зал превратился как бы в салон, где мужчины менялись местами, подсаживаясь то к одной, то к другой приятельнице. Рядом со мной сидели простые обыватели, которые, хотя и не были знакомы с теми, кто ходил в театр по абонементу, однако желали показать, что знают их в лицо и вслух называли их имена. Они добавляли, что абонированные приходят сюда как к себе в гостиную. Этим они хотели сказать, что абонементная публика даже не смотрит на сцену. В действительности дело обстояло иначе. Студент с выдающими соспособностями, взявший билет в портер, чтобы посмотреть Берма, думает только о том, как бы не запачкать перчаток, не побеспокоить случайного соседа, быть с ним в ладу, ответить быстрой улыбкой на беглый взгляд, неучтиво отвернуться от знакомой дамы, которой он после долгих колебаний решается однако подойти, но как раз в тот момент, когда три удара, прозвучавшие прежде, чем он успел к ней пробраться, заставляют его, как евреев в черном море, броситься в бушующее море зрителей и зрительниц, которые за него должны вставать и которым он рвет платье и наступает на ноги. Как евреев в черное море. Намек на известный эпизод из Библии переход евреев при бегстве из Египта через воды раступившегося перед ними черного Красного моря. И наоборот от того, что люди из общества сидели у себя в ложах на балконах возвышающихся один над другим как в висячих салончиках, где одна стенка разобрана или в маленьких кафе, куда ходят есть крем из взбитых сливок. Их не смущали зеркала в золотых рамах и красные диваны в неаполитанском вкусе. От того, что они равнодушную рукою дотрагивались до позолот и колонн, на которых держался этот храм музыкального искусства. От того, что их не волновали необыкновенные почести, которые словно воздавали им две лепные фигуры, простиравшие к ложам пальмовые и лавровые ветви, только у них ничем не занятый ум способен был воспринимать происходящее на сцене, если только, впрочем, у них был ум. Сначала был сумрак, в котором вдруг точно луч от невидимого драгоценного камня вспыхивал блеск всем хорошо знакомых глаз, или подобно медальону Генриха Четвертого, выделяющемуся на черном фоне, вычерчивался склоненный профиль герцога Омальского, которому невидимая дама кричала «Позвольте, ваша светлость, я сниму с вас пальто», на что тот отвечал «Что вы помилуете, госпожа Дембрезак?» Несмотря на решительное сопротивление, она снимала с него пальто, и все завидовали госпоже Дембрезак, которой герцог оказал такую честь. Но в других ложах Бенуара, почти во всех, белые божества, населявшие мрачные эти обиталища, жались к темным перегородкам и оставались невидимыми. Однако по мере развития действия, их фигуры, отдаленно напоминавшие человеческие, осторожно выступали одна за другой и закутывавшие их темноты, тянулись к свету, показывали свои полуобнаженные тела и доходили до вертикали, до поверхности света тени, где их сияющие лица выглядывали из-за веселого, пенившегося, легкого волнения пушистых вееров, под пурпурными волосами, унизанными жемчугом и как бы изогнутыми точно волны во время прибоя. Дальше начинались кресла портера, жилища смертных, навсегда отрезанное от темного и прозрачного царства, которому то там, то здесь служило границей струящаяся гладкая поверхность ясных, отражающих глаз водяных богинь. Страпантены побережья, фигуры сидевших в портере чудищ, вырисовывались в этих глазах только по законам оптики, соответственно углу падения, как это бывает с двумя областями внешнего мира, которым, зная, что в них нет даже в заточенном виде души, похожей на нашу, мы считаем бессмысленным улыбаться, на который мы считаем бессмысленным устремлять взгляд. Это область минералов, это область незнакомых нам людей. Зато у себя, за границей, отделявшей их владения, лучезарные дочери моря поминутно оборачивались с улыбкой к бородатым тритонам в уступах пропасти или к какому-нибудь водяному полу богу с черепом из полированного валуна, которому волной прибила липкую водоросль и с диском из горного хрусталя вместо глаз. Они наклонялись к ним, угощали их конфетами. Порой волна расступалась перед новой нереидой, и та запоздавшая, улыбающаяся, смущенная, расцветала во мраке. Затем, по окончании действия, больше не надеясь услышать певучий гул суши, выманивавший их на поверхность, разного обличья сестры, все вдруг погружались во тьму и в ней исчезали. Но из всех этих убежищ, к порогу которых бездумное стремление посмотреть на творчество людей, подводило любопытных богинь, никого не подпускавших к себе, самым знаменитым был сгусток полутьмы, известный под названием Бенуара принцессы Германской. Точно старшая богиня, издали руководящей играми подвластных ей божеств, принцесса выбрала место в глубине, на боковом диване, красном, как коралловый риф, около чего-то широкого, стеклянного, потрескивающего, по-видимому, зеркала, вызывавшего представление о вертикальном, неотчетливом, зыблющем сосечении, какое производит луч света в слепящем водном хрустале. Похожий и на перо, и на венчик, как некоторые морские растения, большой белый цветок, пушистый, точно крыло, спускался с олба принцессы и тянулся вдоль ее щеки, скакетливой, влюбленной, одушевленной гибкостью, послушно следуя за ее изгибом и наполовину, словно заключая ее в себе. Так из уютности гнезда зимородка выглядывает розовое яйцо. На волосах принцессы, свешиваясь до самых бровей, а затем возникая на шее, была натянута сетка из белых раковинок, которые вылавливаются в южных морях, и которые у принцессы были перемешаны с жемчужинами и образовывали морскую мозаику, выглядывавшую из волн и время от времени погружавшуюся в полумрак, в глубине которого даже в эти мгновения присутствие человека означалось блестящей неподвижностью глаз принцессы. Красота, возвышавшая ее над другими сказочными девами сумрака, не была вся целиком вещественно исключительно вписана в ее шею, плечи, руки, талию, но прелестная, обрывавшаяся линия талии, представляла собой несомненный исток, неизбежное начало невидимых линий, которые глаз не мог отказать себе в удовольствии продолжать, и вокруг этой женщины рождались дивные линии, вместе образуя как бы призрак идеальной женской фигуры, вычерчивавшейся во тьме. «Принцесса германская», пояснила моя соседка сидевшему рядом с ней господину, произнеся слово «принцесса» через несколько «п» и подчеркнув этим, что находит ее титул смешным. Она не поскупилась на жемчуга. Будь у меня столько камней, я бы такой выставки не устроил, и я считаю, что это неприлично. И тем не менее, увидев принцессу, все, желавшие знать, кто находится в зрительном зале, чувствовали, как в их сердце по праву воздвигается престол в честь красоты. В самом деле, лица герцогини Люксембургской, баронессы Марьенваль, маркизы де Сент-Теверт, можно было сразу узнать по сходству толстого красного носа зайчьей губой, морщинистых щек с тонко закрученными усами. Этих черт было, однако, достаточно, чтобы очаровать, потому что, обладая относительной ценностью почерка, они давали возможность прочитать известное почтенное имя. А ко всему прочему, они внушали мысль, что в уродстве есть что-то аристократическое, и что знатной даме все равно красива она или некрасива, лишь бы на ее лице была написана порода. Но, подобно тому, как иные художники вместо подписи рисуют что-нибудь изящное, бабочку, ящерицу, цветок, так принцесса выставляла в углу ложи прелестную свою фигуру и лицо, тем самым доказывая, что красота может быть самой благородной подписью, ибо присутствие принцессы германской, окружавшей себя в театре только теми людьми, которые в другое время составляли ее тесный круг, на взгляд любителей аристократии являлась наилучшим удостоверением подлинности картины, какую являл собой Бенуар принцессы, зрелищем сцены из ее повседневной частной жизни в Мюнхенском или Парижском дворце. Наше воображение это расстроенная шарманка, которая всегда играет не то. Вот почему всякий раз, как в моем присутствии говорили о принцессе Германт Баварской, во мне начинала петь воспоминания о некоторых произведениях шестнадцатого века. Сейчас, когда я видел, как она угощает цукатами толстого господина во фраке, мне надо было отделить ее от этого воспоминания. Конечно, я был далек от мысли, что она, ее гости, такие же люди, как все прочие. Я отдавал себе отчет, что здесь они только лицедействуют, и что они условились в качестве пролога к пьесе об их настоящей жизни, важнейшая часть которой шла, понятно, не здесь, совершить неведомый мне обряд. Они играли в то, что угощают конфетами и отказываются от них, делали обессмысленные заранее рассчитанные движения, вроде по-танцовщице, которая то стоит на пуантах, то кружится с шарфом. Кто знает, может быть, когда богиня угощала конфетами, то он у нее был насмешливый, ведь я же видел, что она улыбается, хотите конфетку. Но мне-то что было до этого? Мне бы показалась прелестной, утонченная, умышленная холодность в духе Мерме или Мельяка, с какой богиня произносила слова, обращенные к полубогу. А уж полубог-то знал, о каких высоких материях они заговорят друг с другом, разумеется, когда опять заживут настоящей жизнью. И, войдя в игру, он ответил с тем же таинственным лукавством. Да, от вишни я не откажусь. И я слушал бы этот диалог с не меньшей жадностью, чем сцену из мужа дебютантки, в которой отсутствие поэзии и глубоких мыслей, всего, что было для меня таким привычным и что мельяк, на мой взгляд, был вполне способен вложить в свою пьесу, представлялось мне своеобразным изяществом, изяществом условным и в силу этого особенно таинственным и особенно поучительным. Холодность в духе Мереме или мельяка. Холодность стиля Проспера Мереме вошла в пословицу. Пруст упоминает тут же французского драматурга и либретиста Анри Мельяка 1831-1897 годы, видимо, потому, что тут участвовал в создании либретто оперы Кармен по Мереме. Муж дебютантки, популярная в свое время комедия Мельяка и Людовика Голливии 1834-1908 годы, поставленная в 1879 году. «Этот толстяк Маркиз де Гананци, с видом человека осведомленного, сказал мой сосед, не расслышав фамилии, произнесенной шепотом за его спиной. Маркиз де Паланси, вытянув шею, склонившись набок, прильнув своим большим круглым глазом к стеклу монокля, медленно перемещался в прозрачной тени и, должно быть, не замечал публики, сидевшей в портере, как не замечает рыба, проплывающая за стенкой аквариума толпы любопытных». Маркиз де Паланси второстепенный персонаж из романа по направлению к Свану. Сван встречается с ним на концерте у маркизы Сент-Эверт. Время от времени представительный, отдувавшийся, замшелый, он застывал, и тогда зрители не могли бы сказать, страдает ли он, спит, плывет, снесет ли сейчас яйцо, или всего-навсего дышит. Ни один человек не вызывал у меня такой зависти, как он, вызывал всем своим видом, показывавшим, что в этом бенуаре он у себя дома, и тем равнодушием, с каким он позволял принцессе угощать себя конфетами. Она смотрела на него тогда своими прекрасными глазами из граненого алмаза, который в этот миг как бы расплавлял ум вместе с дружелюбием, но который в состоянии покоя, располагая только своей чисто вещественной красотой, только своим минералогическим блеском, если их чуть-чуть перемещал малейший рефлекс, озаряли глубину портера сверхъестественными дивными горизонтальными огнями. Вскоре, однако, должно было начаться действие из Федры, в котором играла Берма, и принцесса прошла вперед. И тут я увидел, точно принцесса сама была участницей представления, как, пройдя полосу другого света, изменился не только цвет, но и вещество ее наряда, и в высохшем, обнажившемся, уже не принадлежавшем к миру вот Бенуаре, принцесса, перестав быть нереидой, явилась моим глазам в бело-голубой челме, словно чудная, трагическая актриса в костюме Заиры, а может быть, даже Арасмана. Затем, когда она села в первом ряду, я увидел, что уютное гнездо зимородка, бережно укрывавшая розовый перламутр ее щек, была нежищей, блестящей, бархатистой, громадной, райской птицей. Заира, героиня одноименной трагедии Вольтера, 1732 год, прекрасная рабыня-француженка, воспитанная в мусульманском сирале. Арасман, персонаж той же трагедии, мусульманский султан, влюбленный в Заиру. Но тут мое внимание отвлекла до Бенуара принцессы германской. Маленькая, плохо одетая, некрасивая женщина, у которой были горящие глаза. Она вошла с двумя молодыми людьми и села поблизости от меня. Вслед за тем поднялся занавес. Я с грустью убедился, что во мне ничего не осталось от увлечения былых времен, увлечения драматическим искусством Берма, когда, чтобы ничего не утратить из необычайного явления, ради которого я пошел бы на край света, я держал мое восприятие наготове как чувствительную пластинку, устанавливаемую астрономами в Африке или на Антийских островах с целью тщательного изучения кометы или солнечного затмения. Когда я дрожал при мысли, что откуда-нибудь набежавшее облако, артистка сегодня не в духе, инцидент в зрительном зале, испортит впечатление от спектакля. Когда я боялся, что спектакль пройдет хуже в этом театре, чем в том, который посвящен ей, как церковный предел, где мне казалось, что некоторое, хотя и второстепенное участие в ее появлении под маленьким красным занавесом принимают билетеры с белой гвоздикой, ей уже самою назначенной, сводчатый потолок над партером, набитым плохо одетыми людьми, капельдинерши, продающие программы с ее портретом, каштаны в сквере, все спутники, наперсники тогдашних моих впечатлений, от которых я их не отделял. Бытие Федры, бытие сцены признания, бытие самой Берма являлись для меня бытием самому себе давлеющим. Вдали от мира житейского опыта они существовали сами по себе. Мне надо было только подойти к ним, я бы проникся ими, насколько это было в моих силах, и широко раскрыв глаза и душу, обогатился бы еще одной душой. Но до чего же отрадно была мне эта жизнь? Та бесцветная жизнь, какую я вел, ничего значительного для меня не представляла, как не представляют ничего значительного такие минуты, когда мы одеваемся, собираемся уходить, ибо за ее пределами бесспорно существовали прекрасные и труднодостижимые, не до конца постигаемые, более устойчивые реальности. Федро, речь, Берма. Насыщенный в ту пору мыслями о развитии драматического искусства, до такой степени, что немало их количества можно было бы извлечь, подвергнув анализу мой ум в любое время дня, может быть, и ночи, я напоминал вольтов столб, наполненный электричеством. И вот настала такая минута, когда я больной, даже если бы знал, что умру от этого, все-таки пошел бы посмотреть Берма. Только теперь точно холм, который издали кажется сделанным из лазури, а вблизи снова входит в круг наших обычных представлений о предметах, все это вышло за пределы особого мира и стало предметом таким же, как все предметом, о котором я составлял себе понятие, потому что находился здесь. Артисты по своей природе ничем не отличались от моих знакомых, они старались как можно лучше произносить стихи из Федры, а стихи уже не образовывали прекрасного и неповторимого явления решительно от всего обособленного. Это были более или менее удачные стихи, готовые вернуться в бескрайнюю область французской поэзии, где они были перемешаны с другими. Это привело меня в уныние, особенно глубоко, потому что, хотя предмет моего неодолимого, действенного желания уже не существовал, зато существовала моя прежняя, постоянная склонность к мечтательности, менявшейся каждый год и все же заставлявшей меня, не думая об опасности, принимать внезапные решения. Тот день, когда я больной шел в замок посмотреть картину Эльстира или готический ковер, был так похож на день моего отъезда в Венецию, на день, когда я ходил смотреть Берма или уехал в Бальбек, что я знал заранее, что к тому, ради чего я сегодня жертвую собой, немного погодя я охладею, буду идти мимо замка и не зайду посмотреть картину ковры, а ведь когда-то меня не остановили бы ни бессонные ночи, ни мучительные приступы. Непрочность моих увлечений давала мне почувствовать щиту моих усилий и в то же время их чрезмерность, которой я не ощущал прежде. Так, если сказать неврастеннику, что он устал, он ощутит двойной груз усталости. А между тем моя мечтательность придавала очарование всему, что могло приманить ее. И даже в моих чувственных влечениях, всегда устремленных к единой цели, сосредоточенных вокруг одной грезы, я мог различить в качестве основной двигательной силы идею, идею, ради которой я пожертвовал бы жизнью и центральным пунктом, который, как во время моих дневных размышлений за книгой в Камбрейском саду, была идея совершенства. Я уже был не столь снисходителен к замеченным мною тогда благим намерениям актеров, исполнявших роли Ариции и Смены и Ипполита, передать в речи и в игре нежность или гнев. Роли Ариции и Смены и Ипполита. Пруст перечисляет действующих лиц трагедии Росина Федра, принцессу Арицию, живущую в доме Тезея, ее кормилицу Исмену и Ипполита, сына Тезея. Не потому, чтобы эти артисты, те же самые, не стремились сегодня с прежним пониманием ролей придавать своим голосам оттенок ласковости или нарочитой уклончивости, а своим жестам трагическую широту или же молящую мягкость. Их интонации повелевали голосу «Будь кротким, пой, как соловей ласка, или наоборот «Будь иступленным», и тут же бросались к нему, чтобы вовлечь его в свое неистовство. Однако голос-бунтовщик не подчинялся их манере говорить. Он упорно оставался их голосом с присущими ему недостатками или красотой звука, со всей обычной пошлостью или обычной неестественностью по-прежнему раскрывался как в совокупность акустических или социальных явлений неподвластно чувству произносимых стихов. Жест тоже говорил артистам, говорил их рукам их пеплому «Будьте величавы». Но непокорное тело позволяло надуваться между плечом и локтем бицепсу совсем не знавшему роли. Оно продолжало выражать тусклость будней и показывало не переливы росиновского стиха, но игру мускулов, а складки одежды, в которую они драпировались, не спадали по закону падения тел, с которым ступала в борьбу лишь надоедливая мягкость ткани. Пеплум — легкая женская одежда в древних Греции и Риме, надевавшаяся поверх туники. Сидевшая рядом со мной дамочка воскликнула «Ни одного хлопка? А ведь как разоделась? Ну уж очень она старая и не под силу. В таких случаях надо уходить со сцены». Соседи зашикали, двое молодых спутников дамочки постарались успокоить ее, и злоба бушевала теперь только у нее в глазах. Эту злобу мог вызывать только успех Берма. Только ее слава, потому что хотя Берма зарабатывала много, но долгов наделала уйму. Она вечно сговаривалась о деловых и дружеских встречах, а между тем прийти на свидание не могла, но у нее на каждой улице были посыльные, которые по ее распоряжению отменяли свидание. Заказывала в гостиницах номера, которые потом так и не занимала, покупала океаны духов, чтобы мыть своих собачек, платила Берма была более прозаична и менее сластолюбива, чем Клеопатра. Она тоже промотала бы области и царства, но только на пневматическую почту и на парижских извозчиков. Дамочка же была актриса ненравившаяся публике, и она смертельной ненавистью возненавидела Берма. Наконец Берма вышла на сцену. И тут о чудо, подобно тому, как вечером затверживание уроков доводит нас до полного изнеможения, а утром мы убеждаемся, что знаем их на зубок, подобно тому, как крайние усилия нашей памяти не воссоздают лиц умерших, а когда мы перестаем о них думать, тут-то они как живые и возникают у нас перед глазами, дарование Берма ускользнувшее от меня, когда я так страстно желал ловить главное теперь, по прошествии нескольких лет забвения, в час безразличия открылось моему восторгу во всей его несомненности. Тогда, пытаясь выделить ее дарование, я как бы вычитал из того, что слышал, самую роль, роль, то, что принадлежит всем актрисам, играющим Федору, и что я изучил заранее, что иметь возможность изъять его и получить в виде остатка дарования Берма. Но ее дарование, которое я пытался разглядеть вне роли, составляло с ней единое целое. Так, если говорить о большом музыканте, думается, что это происходило с Вентейлем, когда он играл на рояле, то его игра, это игра такого большого пианиста, что уже не отдаешь себе отчета, пианист ли он, потому что, не укрываясь за многообразными движениями пальцев, сплошь до рядом достигающих изумительных эффектов, за всем этим водометом звуков, вещественной, ощутимой реальности, которого слушатель, не знающий, за что ему зацепиться, видит талант, его игра становится до того прозрачной, такой наполненной, передаваемым ею, что ее самое уже не видишь, ибо теперь она только окно, обращенное в произведение искусства. Намерения, окружившие пышной или тонкой каймой голос и мимику Арицы и Смены и Полита, эти намерения я различить мог, но Федра их овнутреннела, и моему сознанию не удавалось оторвать от ее дикции и поз, ухватить в скупой простоте и гладкой поверхности эти находки, эти эффекты, загнанные вглубь и на поверхность не выступавшие. Голос Берма, свободный от отбросов костной, не подчиняющийся духу материи, не разбрызгивал слез зримыми потоками лившихся по мраморному голосу, от того, что мрамор их не впитывал, по мраморному голосу Арицы или Смены. Он был изящно гибок в каждой своей клеточке, как инструмент большого скрипача, в котором, утверждая, что он хорошо звучит, мы хвалим не какую-нибудь физическую его особенность, но душевное благородство. И как в античном пейзаже, на месте исчезнувшей нимфы, появляется неодушевленный источник, так четко определенное намерение превратилось у Берма в особенность тембра, в удивительную его чистоту, неподдельную и холодную. Руки Берма, которые точно уносимые течением листья, казалось, тем же самым толчком, каким стихи заставляли излетать изо рта ее голос, вздымались у нее на груди. Ее поза в этом явлении, над которой она долго работала, которую она потом изменит, и которую она избрала после размышлений иной глубины, чем те, чьи следы проступали в жестах ее товарищей, размышлений, утративших на сцене первоначальную свою осознанность, расплавленных на каком-то особом огне и создававших вокруг образа Федры круговорот драгоценных и сложных малых миров, которые очарованный зритель воспринимал, однако, не как удачу артистки, а как настоящую жизнь. Даже белые одежды, изнемогающие, преданные, будто сделанные из чего-то живого, сотканные полуязыческим, полуянсинистским страданием, которое они оплетали, словно непрочный и зябкий кокон. Все это, голос, позы, движения, одежды, было вокруг тела мысли, то есть вокруг любого стиха, в отличие от человеческого тела оно не закрывает душу непроницаемой преградой, оно подобно одобеленной одушевленной одежде, всего лишь дополнительными оболочками, не прятавшими, а наоборот украшавшими душу, приноровившую их к себе и в них разлитую, всего лишь сплавами разных, ставших полупрозрачными веществ, на пластовании которых еще ярче преломляло центральный плененный луч, проходивший сквозь них, расширяло, обогащало и расцвечивало пламеневшую ткань, в которой он был облачен. Так играла Берма. Она создавала вокруг произведения другое произведение, тоже одухотворенное гением. Мое нынешнее впечатление, признаться, сказать, более приятное, чем то, которое сложилось у меня прежде, по существу оставалось таким же. Я только не сопоставлял его с моим предвзятым, отвлеченным и неверным представлением о драматическом искусстве. Теперь я понимал, что это и есть драматическое искусство. Я думал, что в первый раз не получил удовольствия от игры Берма по той же причине, по какой я не получал удовольствия от встречи с Жильбертой на Елисейских полях. Я шел к Жильберте томимый слишком сильным желанием. Между двумя разочарованиями возможно существовало не только это сходство, но еще и другое, более глубокое. От человека, от произведения или от его исполнения, если только характерное выступает в них достаточно выпукло, у нас остается впечатление необычное. Мы приносим с собой понятие красоты, свободной манеры письма, патетичности, и у нас может возникнуть иллюзия, что мы это открыли в банальном даровании, в правильных чертах лица. И вдруг бдительное наше сознание упирается в форму, для которой мы не можем подыскать точное определение, ибо она для нас величина неизвестна. Наше сознание слышит резкий звук, необычную вопросительную интонацию. Оно спрашивает себя, то, что я испытываю, это хорошо? Это восторг? Это и есть колоритность, благородство, мощь? А ему отвечает все тот же резкий голос, странно вопросительный тон, перед ним все то же навязчивое впечатление от незнакомого ему человека, впечатление вполне материальное, в котором нет свободного места для разных толкований. Произведения действительно прекрасные, при непосредственном их восприятии должны особенно разочаровывать нас, потому что в наборе наших представлений нет ни одного, которое соответствовало бы нашему новому впечатлению. Именно это доказывала мне игра Берма. Ее игре были и тогда благородство, понимание того, что хотел сказать автор. А теперь я оценил другие достоинства игры Берма. Широту, поэзию, силу, вернее, то, что принято обозначать этими словами. Так планеты называют Марсом, Венерой, Сатурном, хотя в самих планетах ничего мифологического нет. Мы чувствуем в одном мире, мыслим, наименовываем в другом. Мы способны установить между двумя мирами соответствие, но не способны заполнить разделяющие их расстояния. Мне нужно было преодолеть всего лишь это расстояние, этот промежуток, когда я, в первый раз увидав Берма, не пропустив ни одного ее слова, заставил себя прикрепить ее игру к моим понятиям о благородстве игры, об оригинальности, и зааплодировал не сразу, как если бы мои аплодисменты рождались не прямо из моего впечатления, а как если бы я их связывал с моими предвзятыми мыслями, с тем наслаждением, какое я испытывал, говоря себе, «Наконец, я смотрю Берма». Разница между крайне своеобразной личностью, крайне своеобразным произведением и понятием красоты, такая же большая, как между чувствами, какие они вызывают и понятиями любви восхищения, потому-то мы их и не замечаем. Я не наслаждался, когда смотрел Дерма, как не наслаждался, когда видел Жильберту. Я говорил себе, «Нет, я не восхищаюсь ею», и тем не менее я старался тогда как можно глубже понять игру Берма. Я был всецело на этом сосредоточен. Я силился как можно шире распахнуть мою мысль, чтобы вобрать в нее все, что ее игра содержала. Теперь мне стало ясно, что это было как раз то самое восхищение. Но гений, который игра Берма не просто раскрывала, только ли был он гением Рассина. Сначала я думал, что только. Я разуверился в этом, когда действие кончилось, после вызовов, во время которых старая озлобленная актриса, выпрямившись во весь свой малюсенький рост в пол оборотах сцене, напрягла лицевые мускулы так, чтобы ни один из них не дрогнул и скрестила на груди руки, чтобы показать, что она не принимает участие в аплодисментах и чтобы все видели ее возмущение, но хотя она считала, что это должно вызвать сенсацию, никто не обратил на нее внимания. Следующая пьеса представляла собой одну из тех новинок, которые в былые времена, от того, что они не пользовались известностью, казались не худосочными, мелкими, живущими только пока их играют. Но все же я не испытывал того разочарования, какое постигает, когда видишь, что вечное произведение искусства не шире сцены и не продолжительнее спектакля, который превращает это произведение в молебствие по торжественному случаю. Затем к каждой теразе, которая, по моим ощущениям, нравилась публике и со временем станет знаменитой, я прибавлял за неимением славы, какой у нее не могло быть в прошлом, будущую ее славу, прибавлял, затрачивая умственное усилие, противоположное тому, какое мы делаем, представляя себе великие произведения искусства в период их робкого появления, когда их название, да то ли никому неизвестное, кажется, никогда не озарится тем же светом, что и другие произведения данного автора, и не станет в один ряд с ними. А вот эта роль Берма когда-нибудь будет причислена к лучшим ее ролям и станет в один ряд с Федрой. Пьеса и сама по себе была не без достоинств, но Берма играла ее так же великолепно, как и Федру. Тут я понял, что творчество писателя служит трагической актрисе всего лишь материалом, который сам по себе не имеет для нее существенного значения, материалом для высокохудожественной интерпретации. Так великий художник, с которым я встречался в Бальбеке, Эльстир, нашел тему для двух равноценных картин в ничем не примечательном школьном здании и в соборе, который уже сам по себе являлся великим произведением искусства. И подобно тому, как художник растворяет дом, тележку, людей в поразительном световом эффекте, который уравнивает предметы. Так Берма прикрывала широкими пеленами ужаса или нежности слова одного и того же литья, сглаженные или, напротив, высокопарные, которые посредственная актриса отчеканивала бы все до единого. Берма, разумеется, на каждом из них делала особый упор, не читала стихи, как проза. Разве первым признаком упорядоченной сложности, то есть красоты, не является услышанная рифма, то есть нечто подобное тому слову, с каким оно рифмует, и вместе с тем на него непохожее, им обусловленное, но включающее в него некое новое представление, не является ощущение двух накладывающихся одна на другую систем, системы мысли и системы метрики. Но Берма вводила слова, стихи и целые тирады в более обширные ансамбли, и было истинным наслаждением следить за тем, как, дойдя до границы, они вынужденно останавливаются, прерываются. Так поэт получает удовольствие, подбирая рифму, цепляясь за слово, готовый от него ускользнуть, или композитор, подчиняя слова или бред определенному ритму, который их сковывает и увлекает за собой. Так и в фразы современного драматурга, не менее искусно, чем в стихи Рассина, Берма вставляла широкие образы горя, благородства, страсти, и то были ее собственные великие создания, в которых ее узнавали, как узнают художников в портретах, написанных им с разных натур. Мне теперь уже не хотелось, чтобы Берма застыла в той или иной позе, чтобы ласкавшие взор и вновь не возникавшие сочетания красок, которые она создавала, пользуясь мгновенными световыми эффектами, не исчезали. Мне не хотелось, чтобы она сто раз произнесла какой-нибудь стих. Я сознавал, что тогдашнее мое желание было требовательнее воли поэта, воли трагической актрисы, воли превосходного художника-декоратора, ее режиссера, и что очарование, которым актриса вдруг одаряла какой-нибудь стих, ее разнообразные, неповторяющиеся жесты, сменяющие одна другую картины, представляли собой минутный взлет, недолгую цель, скоро приходящее чудо театрального искусства, чудо, которое разрушило бы стремящееся его закрепить внимание чересчур увлекшегося зрителя. Более того, я не испытывал желания еще раз посмотреть Берма, я был вполне доволен. В те времена я уж очень восторгался, для того, чтобы потом не разочаровываться в предмете моих восторгов, будь то Жильберта или Берма, я требовал от завтрашнего впечатления того удовольствия, в котором мне отказало впечатление вчерашнее. Не стремясь углублять радость, которая мне была только что послана, и которую я, пожалуй, мог бы пережить с большей для себя пользой, я говорил себе, как в былое время говорил один из моих товарищей по коллежу, для меня Берма стоит на первом месте, хотя у меня и шевелилась мысль, что до известной степени удовлетворяя меня, это предпочтение, это утверждение, что Берма стоит на первом месте, дают не очень точное представление об ее гении. Как только началась вторая пьеса, я посмотрел в сторону ложе принцессы Германской, движением, вычертившим изумительную линию, по которой мое сознание следовало в пустоте, принцесса обернулась. Ее гости встали и тоже обратили взгляд в глубину ложи. И в образовавшемся проходе с победоносной самоуверенностью и величием богини, но и с неожиданной виноватостью в глазах от того, что она так поздно приехала и всех всполошила во время спектакля, закутанная в белизну муслина появилась герцогиня германская. Она подошла к своей родственнице, сделала глубокий реверанс сидевшему в первом ряду белокурому юноше, а затем, повернувшись к морским чудовищам, плававшим в глубине грота, поздоровалась с этими полубогами из Джекей Клоба. Сейчас я больше всего хотел быть на их месте, в особенности на месте маркиза де Паланси, поздоровалась непринужденно, как здороваются со старыми друзьями, с которыми видятся изо дня в день на протяжении пятнадцати лет. Я чувствовал, что тут какая-то тайна, но был бессилен разгадать загадку обращенного на друзей улыбчивого ее взгляда, в глубом блеске которого, пока она отдавала во власть свою руку то тому, то другому, если бы только я мог разложить его сквозь призму и подвергнуть анализу его кристаллическую структуру, быть может, мне открылась бы сущность той неведомой жизни, какая в нем проступала в эти мгновения. Герцог Германский шел следом за женой, сверкая моноклем, белозубой улыбкой, белизной гвоздики в петлице и плессированного пластрона, а чтобы все это еще ярче блистало, он приподнял брови, полоткрыл рот и расстегнул фрак. Держась прямо, не поворачивая головы, он опускал вытянутую руку на плечи уступавших ему место менее значительных чудищ, виляем садиться, а затем низко поклонился белокурому юноше. Не лишено вероятия, что герцогиня, посмеивавшаяся, как говорили, над тем, что она считала крайностями своей родственницы, а для ее чисто французской умеренности всякое проявление германской поэтичности и восторженности должно было казаться крайностью, предполагая, что сегодня вечером она наденет туалет, как на балмаскарад, решила дать ей урок хорошего вкуса. Вместо чудных мягких перьев, спускавшихся у принцессы до самой шеи, вместо сетки из раковин и жемчужин, герцогиня украсила волосы простой эгреткой, возвышавшейся над ее носом с горбинкой, над ее глазами на выкате и напоминавшей хохолок птицы. Ее шеи и плечи выступали из белоснежной волны муслина, над которой колыхался веер из лебединых перьев, но дальше естественным украшением корсажа служили бесчисленные блестки, металлические в виде палочек, бусинок и бриллиантовые, и все платье с подлинно британской педантичностью облегало ее тело. Но как ни были не похожи эти два туалета, едва лишь принцесса уступила герцогине свое место, обе не могли не залюбоваться друг другом. Быть может, герцогиня германская на другой день с усмешкой говорила о чересчур замысловатой прическе, какую себе сделала принцесса. И все же, конечно, восхищалась ей и утверждала, что она была великолепно причесана. А принцесса, на чей вкус ее родственница одевалась хладновато, суховато, немножко портняжно, находила, однако, в этой строгой сдержанности изысканную утонченность. Вообще, существовавшая между ними гармония и всеобъемлющее тяготение, предустановленное воспитанием, смягчали контрасты не только в их одежде, но и в манере держаться. У невидимых силовых линий, протянутых между ними элегантностью, врожденная экспансивность принцессы выдыхалась, тогда как прямота герцогини по мере приближения к ним становилась податливой, гибкой, преисполнялась ласковость и обаяние. Как для того, чтобы выигравшейся сейчас на сцене пьесе, постичь оригинальность поэзии, какой Берма наполняла свою игру, достаточно было передать ее роль, которую только она могла играть. Любой другой артистке, так зритель, подняв глаза к двум ложам балкона, убедился бы, что экипировка баронессы Марьенваль, в которой она находила сходство с нарядом принцессы германской, свидетельствовала только об ее эксцентричности, протенциозности и отсутствии вкуса. А настойчивое и дорого стоившее стремление маркизы де Говожо, воткнувшей волосы, державшаяся на проволоке подобие плюмажа с катафалка, подражать в туалетах и в шике герцогине германской, придавал ей вид провинциальной пансионерке прямой, как палка сухой и костлявой. Быть может, маркизе де Говожо было не место в этом зале, где только особенно блиставшие в этом году женщины сидели в ложах, даже на верхних ярусах, ложи которых снизу казались большими, прикрепленными к потолку красными лентами бархатных перегородок, корзинами с человека цветами, и составляли непрочную панораму, которую в любое время могли изменить смерти, скандалы, болезни, ссоры, и которую сейчас приостановили внимание, духота, головокружение, пыль, элегантность и скука, приостановили в это вечное и трагическое мгновение бессознательного ожидания и спокойного оцепенения, наводящее на мысль о той минуте, что предшествует взрыву бомбы или первой вспышке пожарного огня. Маркиза Маркиза Деговожо была здесь потому, что принцесса Пармская, как большинство титулованных особ, свободная от снобизма, но зато терзаемая честолюбием и жаждой делать добро, не менее сильной в ней, чем любовь к тому, что она называла искусством, уступила несколько лож дамам типа Маркизы Деговожо, не принадлежавшим к высшему аристократическому обществу, но связанным с нею благотворительной деятельностью. Маркиза Деговожо приковала взгляд герцогине и принцессе Германским, не испытывая при этом ни малейшей неловкости. Она была с ними в сущности незнакома, и потому им не могло прийти в голову, что она жаждет с ними поздороваться. Тем не менее, она уже десять лет с неутомимой настойчивостью добивалась своей цели бывать у этих знатных дам. Теперь, по ее расчету, она должна была достичь ее уже через пять лет. Но она, хвалившаяся своими познаниями в медицине, заболела одной из тех болезней, от которых не отделаешься. И так как она была уверена, что болезнь неизлечима, то боялась не дожить до тех пор. В этот вечер она была по крайней мере счастлива, что все эти незнакомые дамы видят около нее их приятеля, юного маркиза де Басаржана, брата госпожи Даржанкур. А Басаржан бывал в обоих кругах, и когда он находился в обществе дам не высшего света, то они из тщеславия всячески старались обратить на это внимание дам высшего. Он сидел сзади маркизы де Говожо в кресле, поставленном боком, чтобы можно было лорнировать другие ложи. Он был знаком здесь со всеми. Здороваясь, он с пленительным изяществом изгибал свой тонкий стан, наклонял красивую голову со светлыми волосами и, улыбаясь голубыми глазами, почтительно и в то же время непринужденно приподнимал свое негорбище сатуловище, с чрезвычайной точностью воссоздавая в наклонном прямоугольнике, куда он был вписан старинную гравюру, на которой изображен высокомерный и подобострастный вельможа. Он часто ходил в театр по приглашению маркизы де Говожо. В зрительном зале и при разъезде в вестибюле он имел мужество не отходить от нее, хотя их окружал целый рой более блестящих его приятельниц. Но с ними он старался не заговаривать, чтобы не ставить их в неловкое положение, словно он находился в дурном обществе. Если мимо проходила принцесса германская, прекрасная и быстроногая, как Диана, волоча за собой бесподобное манто, заставляя оборачиваться все головы и притягивая все взгляды, взгляд маркизы де Говожо сильнее, нежели чей-либо еще, маркиз де Босержан делал вид, что оживленно беседует со своей спутницей и отвечал на ослепительную дружескую улыбку принцессы, натянутой и напряженно, с благовоспитанной сдержанностью и милостивой холодностью человека, любезность которого может на какое-то время быть в тягость. Если бы даже маркиза де Говожо не знала, что ложа Бенуара принадлежит принцессе, все-таки она догадалась бы, что герцогиня германская ее гостья по преувеличенному интересу к тому, что происходит на сцене и в зрительном зале, какой проявляла герцогиня из любезности к хозяйке. Но одновременно с этой центробежной силой другая противоположная сила, вызванная тем же самым желанием быть любезной, направляла внимание герцогини на ее собственный туалет, на игретку, колье, корсаж, а равно и на туалет принцессы, с которой герцогиня держалась как ее поданная, как ее рабыня, приехавшая сюда, только чтобы с ней повидаться, готовая последовать за нею куда угодно, если владелице ложи придет фантазия уйти отсюда, и смотревшая на всю остальную публику, лишь как на собрание занятных незнакомцев, хотя среди них находилось немало ее друзей, в чьи ложи ее звали на какой-нибудь другой неделе, и по отношению к кому она выказывала тогда точно такую же исключительную релятивистскую однонедельную преданность. Маркиза де Гавожо удивила, что герцогиня сегодня вечером в театре. Она знала, что герцогиня не скоро собирается выехать из Германта, и была уверена, что та все еще там. Но ей сказали, что, когда в Париже шел интересовавший герцогиню германскую спектакль, герцогиня приказывала закладывать карету после чаю, которое она пила с охотниками, а на закате солнца крупной рысью, сначала потемневшим лесом, а потом по дороге мчалась в комбре, садилась в поезд и вечером приезжала в Париж. Наверное, она приехала из Германта ради Берма, с восхищением думала маркиза де Гавожо. Она припоминала, что говорила о герцогине сван, на том двусмысленном жаргоне, на каком говорила де Шарлю. Герцогиня одной из самых благородных человеческих существ в Париже, она принадлежит к самой утонченной, к самой изысканной элите. Мне же, судившему по фамилиям Германт Баварский или Конде об образе жизни и образе мыслей этих двух женщин, я уже не мог судить по фамилиям об их наружности, потому что я их видел. Важнее было знать их мнение о Федре, чем мнение лучшего в мире критика. Конде старинный французский аристократический род, давший большое число государственных деятелей и полководцев, в том числе великого Конде Луи де Конде 1621-1686 годы. Этот род угас в первой половине девятнадцатого века. В мнении критика я обнаружил бы только ум, ум острее моего, но такого же склада. Что думали герцогини и принцессы германские, эти поэтические создания, чьи мысли послужили бы мне бесценным выявлением их сущности, это я воображал с помощью их фамилий. Я угадывал в их суждениях иррациональную прелесть и, томимый тоскою по родине, жаждал найти в них прелесть летних дней, когда я ходил гулять по направлению к Германту. Маркиза де Говожо вглядывалась в туалеты принцессы и герцогини. Я же не сомневался, что туалеты составляют часть их самих, и не только в том смысле, в каком можно применить это выражение к ливрии с красным воротником и синими отворотами, которые в старину носили только слуги Германтов и Конде, а скорее даже к оперению птиц, которая является не только их украшением, но и тем, что расширяет их тело. Туалет этих двух женщин представлялся мне у одной белоснежной, у другой пестрой материализации их внутренней жизни. Я был убежден как в том, что движение принцессы германской, которую я видел, соответствует некой сокровенной мысли, так и в том, что перья, падавшие на ее лоб, и ослепительный, весь в блестках, корсаж герцогини, имеют какое-то значение. В том, что и перья, и корсаж это их свойства, значения которых мне хотелось понять. Райская птица казалась мне столь же неотделимой от принцессы, как павлин от юноны. Я не мог допустить мысль, чтобы еще какая-нибудь женщина присвоила блестчатый корсаж герцогини, что для меня было равносильно присвоению блестящей, обшитой бахромою эгиды минервы. Неотделимый как павлин от юноны В основе культа юноны геры лежат пережитки тотемизма, и богине были посвящены некоторые животные птицы, в том числе павлин, ее сопровождавшие и олицетворяющие. И когда я вперял взгляд в эту ложу, то она гораздо живее, чем плафон зрительного зала, расписанный холодными аллегориями, напоминала, благодаря чудом возникшему разрыву между туч, собрание богов под красным навесом, в ярком просвете меж столбов небосвода, взирающих на людей. Я смотрел этот минутный апофеоз с волнением, которое умеряла мысль, что бессмертные меня не знают. Правда, герцогиня и ее муж однажды видели меня, но она, конечно, об этом забыла, да мне и в голову никогда бы не пришло, что герцогиня из той ложи, где она сидела, может разглядеть безымянных собирательных мадрепоров портера, а ведь я с радостью ощущал, что мое существо в них растворилось. И вдруг в то самое мгновение, когда по закону преломления луча в безучастном скольжении голубых ее глаз вырисовывалась неопределенная форма одноклеточного организма, не имеющего самостоятельного существования, то есть моя форма, я увидел вспыхнувший в них огонек, герцогиня из божества превратившаяся в женщину и тотчас показавшаяся мне в тысячу раз прекраснее, протянула в мою сторону ту облегавшуюся белой перчаткой руку, которой она только что держалась за край ложи, в знак приветствия помахала ею, мой взгляд почувствовал, что он скрещивается с пламенем в глазах принцессы, загоревшимся непроизвольно, бушевавшим так, что она сама об этом не подозревала, только потому, что она повела ими, чтобы увидеть, с кем это здоровается герцогиня, а герцогиня, поняв, что это я, низвергла на меня искрометной небесной ливень улыбки. Мадрепор Коралл с очень разветвленным и прочным известковым скелетом. Теперь каждое утро, задолго до того, как герцогиня выходила из дому, я, давая большому крюку, занимал пост на углу той улицы, по которой она обыкновенно шла. И когда время ее прохода по моим расчетам близилось, я шел ей навстречу с рассеянным видом, глядя в другую сторону, и поднимал на нее глаза, только поравнявшись, но как будто это для меня совершенно неожиданная встреча. В первые дни я, даже чтобы не упустить ее, ждал у самого дома. И всякий раз, когда отворялись ворота, пропуская одного за другим кого угодно, только не ее, производимое ими сотрясение воздуха вызывало у меня долго не успокаивавшееся сердцебиение. Никогда безумный поклонник великой актрисы, с нею незнакомой, идя на дежурство у артистического подъезда, никогда разъяренная или преклоняющаяся толпа, собравшаяся, чтобы надругаться над осужденным или воздать почести великому человеку, и при каждом шуме, долетающем из тюрьмы или из дворца, проникающей с уверенностью, что он сейчас появится, не были так взволнованы, как я, в ожидании выхода этой знатной дамы, одетой просто, однако умевшей благодаря изяществу своей походке, ничуть не напоминавшей ту, какая была у нее в салоне или в ложе, создать из утренней своей прогулки для меня других гуляющих тогда не существовало, целую поэму элегантности и лучшее украшение, редкостней цветок погожего утра. Но через три дня, боясь, как бы привратник не разгадал мои хитрости, я счел за благо становиться на пути следования герцогини гораздо дальше. Часто до этого спектакля я в хорошую погоду делал небольшие прогулки перед завтраком. В дождливый день я выходил на улицу, чуть только разъяснивалось, и вдруг на еще мокром тротуаре, который освещение покрывало золотым лаком, в великолепии перекрестка, струившегося паром, который румянило и позлащало солнце, я замечал пансионерку в сопровождении воспитательницы или молочницу с белыми рукавами. Я застывал на месте, схватившись за сердце, а сердце уже устремлялось навстречу новой жизни. Я старался запомнить улицу, час, ворота, за которыми девочка, иной раз я шел за ней следом, скрывалась и больше уже не показывалась. К счастью, быстролетность этих тешивших взор образов, которые я надеялся увидеть вновь, не позволяла им отпечататься в моей памяти. Ну и что же из этого? Мне не так было горько от сознания, что я болен, что я не могу заставить себя сесть за работу, начать писать книгу. Земля мне начала казаться приятнее, жизненный путь увлекательнее с тех пор, как я уверился, что и парижские улицы, а не только бальбекские дороги, расцвечены красавицами, которых я так часто пытался вызвать из лесов Мезыглиза, и каждая из которых будила во мне страсть. Вот только утолить ее, как мне казалось, могла только та, что встретилась сейчас. На другой день после спектакля в опере я прибавил к образам, которые я жаждал обрести вновь, образ герцогини германской, статной, с уложенными в высокую прическу светлыми мягкими волосами, с обещанием ласки в улыбке, которую она мне послала из ложе принцессы. Меня тянуло пойти по той дороге, которую, как я слышал от Франсуазы, избирала герцогини. И в то же время я старался, чтобы снова встретить двух девушек, которых я видел третьего дня, не упустить их, когда они пойдут из школы или когда у них кончится урок катехизиса. Но в памяти у меня нет-нет, да и всплывали лучезарная улыбка герцогини германской и то ощущение нежности, какое от нее исходило. И я почти бессознательно сопоставлял, так женщина смотрит, подойдут ли к платью только что ей подаренные пуговицы из драгоценных камней, эту улыбку и это ощущение с моими давними романтическими мечтами, от которых меня избавили холодность, Альбертины, внезапный отъезд Жизели и еще раньше умышленная и продолжительная разлука с Жильбертой, например, мечта о том, что меня полюбит женщина и мы будем жить вместе. Потом я сравнивал с этими мечтами образы то одной, то другой девушки, а затем сейчас же снова примерял к ним воспоминания о герцогине. Рядом с этими мечтами воспоминания о герцогине германской в опере представлялась мне чем-то очень незначительным, звездочкой около длинного хвоста огненной кометы. Этими мечтами я жил задолго до знакомства с герцогиней германской. А вот воспоминания о ней прочностью не отличалась. Временами оно от меня ускользало. В те часы, когда оно, отколыхавшись во мне наподобие образов других красивых женщин, постепенно связывалось посредством единственной и незыблемой ассоциации, исключающей всякий другой женский образ с моими романическими мечтами, далекими его предшественницами. В те короткие часы, когда оно вставало передо мной наиболее явственно, мне следовало подумать над тем, что же это такое. Но тогда я еще не знал, какое значение оно будет иметь для меня. Оно было только отрадно, как первое свидание с герцогиней германской во мне. Оно было первым наброском, единственно верным, единственным сделанным с натуры. Это была действительно герцогиня германская. Так как я имел счастье хранить его всего лишь несколько часов, не умея сосредоточивать на нем внимание, то, значит же, это воспоминание было чудесным. Если неизменно к нему тогда еще добровольно, не спеша, не изнемогая, не по необходимости, не от скуки, возвращались любовные мои мечтания. С течением времени, означившись в этих моих мечтах с большей определенностью, оно выиграло в яркости, но зато как бы сдвинулось. Вскоре я уже не мог восстановить его, и в моих грезах я, конечно, искажал его совершенно, ибо при каждой встрече с герцогиней германской наблюдал расхождение, причем всякий раз новое, между тем, что я воображал и тем, что видел. Теперь, когда в другом конце улицы появлялась герцогиня германская, я все еще сразу различал женщину высокого роста, ясноглазую, с мягкими волосами, различал все, ради чего я ежедневно бывал здесь. Но потом я отворачивался, чтобы несколько мгновений спустя показать, что эта встреча, ради которой я сюда пришел, явилась для меня неожиданностью, а когда не раньше, чем поравнявшись с герцогиней, поднимал на нее глаза, то видел красные пятна или от свежего воздуха, или от расширения сосудов на угрюмом ее лице, а она небрежным кивком, в котором ничего не осталось от приветливости, какую она проявила ко мне в вечер Федры, отвечала на мой поклон, который я делал ей ежедневно, разыгрывая удивление, и который, видимо, вызывал у нее неудовольствие. И все-таки спустя несколько дней, в течение которых воспоминания о двух девушках вело неравную борьбу за владычество над моими любовными мечтами с воспоминанием о герцогине Германской, в конце концов воспоминания о ней как бы само собой воскресало все чаще и чаще, а его соперники сами собой стушевывались. В конце концов, на него, в общем, пока еще добровольно, как бы по собственному выбору и для собственного удовольствия, перенес я все мои любовные мысли. Я уже не думал ни о девушках, учивших катехизис, ни о молочнице. И все-таки я уже не надеялся обрести на улице то, зачем я туда шел, ни ласки, которую мне обещала в театре улыбка, ни силуэта, ни ясных глаз под светлыми волосами. Таким ее облик был только вдали. Теперь я даже не мог бы сказать, какая из себя герцогиня германская, и почему я ее узнавал, ибо ее лицо, да и весь ее облик, ежедневно менялись, так же, как платья и шляпа. Почему в такой-то день, завидев лиловую шляпку, а под ней гладкое, милое лицо, обаяние которого было симметрично расположено вокруг голубых глаз, и на котором линия носа казалась незаметной, я, похвативший меня радостной дрожи, угадывал, что не вернусь домой, не встретившись с герцогиней германской. Почему я был так же неспокоен, почему я так же разыгрывал равнодушие, отводил глаза, с таким же рассеянным видом, как и накануне, когда на перекрестке возникал профиль женщины в темно-синей шапочке, с носом, похожим на птичий клюв, с острым глазом над красной щекой, придававшим ей сходство с египетским божеством. Однажды я увидел не женщину с птичьим клювом, а словно настоящую птицу. Платье и шапочка герцогини германской были меховые, нигде не выглядывало ни кусочка материи, и оттого казалось, что тело у нее покрыто мехом, что это один из тех ястребов, чье пышное, ровное, мягкое оперение напоминает шерсть. Из этого естественного оперения маленькая головка выгибала птичий клюв, а глаза на выкате были острые и голубые. Как-то я несколько часов к ряду шагал взад и вперед по улице, а герцогиня германская все не появлялось. И вдруг в молочной, прятавшейся в этом полуаристократическом полупростонародном квартале между двумя особняками, неясно обозначилось незнакомое лицо элегантной женщины, покупавшей сладкие сырки. Я еще не успел разглядеть ее, как в меня ударил молнией, которой понадобилось бы меньше времени, чтобы дойти до меня, чем образу в целом взгляд герцогини. В иные дни, не встретив ее и услышав, что бьет полдень, я решал, что ждать дольше нет смысла и уныло плелся домой. Углубленный в свое разочарование, я смотрел невидящим взглядом на удалявшуюся карету и вдруг соображал, что из окошка кареты мне кивнула дама и что ее черты, то расслабленные и безжизненные, а то наоборот напрягшиеся и живые, складывавшиеся под круглой шляпой с высокой греткой в лицо незнакомки, это черты герцогини германской, которой я даже не ответил на поклон. А кое-когда, возвращаясь домой, я видел ее в будке привратника, где противный консьерж, которого я ненавидел за его прощупывающие взгляды, отвешивал ей низкие поклоны и, конечно, докладывал. Докладывал, потому что вся прислуга германтов пряталась тогда за оконными занавесками и с трепетом следила за ходом неслышного ей разговора, после которого герцогиня неизменно лишала прогулки кого-нибудь из слуг, которого выдал привражка. Из-за того, что герцогиня германская представала передо мной в разных обличьях, обличьях, занимавших пространство относительно и всякий раз иное, то узкое, то широкое, в зависимости от туалета, моя любовь не была прикреплена к чему-нибудь одному в ней самой и в ее одежде. Ведь и внешний ее облик, и одежда каждый день уступали место другим, и она могла изменять их и обновлять почти полностью, ничуть не утешаемое его волнение, ибо сквозь них, сквозь новый воротник и незнакомую щеку, я всегда чувствовал, что это герцогиня германская. Я любил женщину-невидимку, которая все это приводила в движение, ее, чья враждебность меня огорчала, чье приближение меня потрясало, чью жизнь мне хотелось подчинить себе, чьих друзей мне хотелось разогнать. Она могла воткнуть синее перо, у нее могло быть раздражение кожи, от этого ее действия не становились для меня менее значительными. Если бы я сам не почувствовал, что герцогиня германская надоели ежедневные наши встречи, то я бы об этом догадался по холодному, укоризненному и жалостливому выражению, которое появлялось на лице у Франсуазы, когда она помогала мне собираться на утреннюю прогулку. Как только я просил ее подать вещи, я чувствовал встречный ветер, дувший от ее худого усталого лица. Я даже не пытался заслужить доверие Франсуазы, я понимал, что ничего не добьюсь. Она обладала способностью немедленно узнавать о всех неприятностях, какие только случались у моих родителей и у меня, и способность эта так и осталась для меня загадкой. Быть может, в ней не таилось ничего сверхъестественного, и объяснялась она тем, что у Франсуаза были свои особые источники информации. Вот так дикие племена узнают иногда новости на несколько дней раньше, чем почта сообщает их европейской колонии. Но дело тут не в телепатии, а в том, что известия у них передаются с холма на холм при помощи сигнального света. Так, в частном случае, с моими прогулками, быть может, слуги герцогини германской слышали, как и госпожа говорила, что я каждый раз попадаюсь ей на глаза, и это ей опостылило, и передали ее слова Франсуазе. Правда, родители могли нанять мне кого-нибудь другого вместо Франсуаза, но я бы от этого не выиграл. С известной точки зрения, Франсуаза была в наименьшей степени служанкой. Во всех ее проявлениях, в доброте и сострадании, в жестокости и надменности, в хитрости и ограниченности, в белом ее лице и красных руках угадывался тип деревенской барышни, родители, которые сначала жили, не тужили, а потом обеднели и должны были отдать ее в прислуги. Пятьдесят лет тому назад она внесла в наш дом деревенский воздух и фермерский уклад жизни благодаря путешествию противоположному путешествиям обычным. Тут деревенская жизнь переехала к путешественнику. Как витрина провинциального музея бывает убрана редкими вышивками, купленными у крестьянок, в иных краях еще не оставивших этого искусства, так парижская наша квартира была изукрашена словами Франсуазы, подсказываемыми ей преемственностью, чувством родины и подчинявшимися законам очень давнего происхождения. И она умела вышивать ими точно цветными нитками вишневые деревья и птиц своего детства, постель, на которой умерла ее мать и которую она видела, как сейчас. Но поступив к нам в Париж, она очень скоро начала разделять то же самое случилось бы и с любой другой, только в еще более сильной степени, понятие и мнение слуг с других этажей. Вознаграждая себя за почтение, с каким она обязана была относиться к нам, она передавала нам грубые слова, которые говорила своей госпоже кухарка с пятого этажа, передавала с удовлетворением, какое может испытывать только служанка. Так что мы впервые в жизни почувствовали что-то вроде солидарности с отвратительной особой, проживавшей на пятом этаже, и подумали, что, пожалуй, мы действительно господа. Эта порча характера Франсуазы, пожалуй, была неминуема. Иной образ жизни, в силу крайней своей ненормальности, не может не породить некоторых пороков. Так окруженный придворными король вел в Версале столь же странный образ жизни, что и фараон или Дош, но еще более странный образ жизни вели придворный. Странность образа жизни слуг без сомнения еще более чудовищна, только привычка скрывает ее от нас. Но даже мелкие черточки «откажи о Франсуазе» непременно были те же у новой служанки. И точно, впоследствии у меня служили разные люди. Они уже приходили ко мне с недостатками, свойственными прислуги вообще, а у меня их нрав подвергался стремительному дальнейшему изменению. Законы нападения обусловливают необходимость законов ответного удара. Вот так и слуги, все до единого, чтобы шероховатости моего характера не задевали их, проделывали в своем характере углубления, одинаковые по размеру и на соответствующем месте, а в моих впадинах они располагали свои передовые позиции. Этих впадин я в себе не замечал, так же, как и выступов между ними, именно потому, что это были впадины. Но слуги, постепенно развращаясь, мне их открыли. Именно через их недостатки, которые неминуемо у них появлялись, я познал мои собственные недостатки, врожденные и неизбежные. Характер слуг показал мне нечто вроде негатива моего характера. Мы с матерью в свое время от души смеялись над госпожой Сазра, говорившей про слуг. Это племя, это порода. Должен, однако, сознаться, что у меня не возникло желания сменить Франсуазу на какую-нибудь другую служанку именно потому, что эту другую на таком же основании и неизбежно пришлось бы причислить к племени слуг вообще и к породе моих слуг в частности. Возвращаясь к Франсуазе, я не могу не отметить, что всякий раз, когда мне предстояло подвергнуться унижению, на лице Франсуазы заранее появлялось уже готовое сочувственное выражение. Если же обозлившись на то, что она меня жалеет, я старался делать вид, что напротив у меня в чем-нибудь удача, то тщетное мое притворство разбивалось об ее почтительное, но явное недоверие и осознание своей правоты. Ведь она же знала правду. Она молчала и только делала такое движение губами, как будто у нее полон рот и она жует лакомый кусок. Слова, которые мне кто-нибудь говорил, так прочно укладывали неизменный свой смысл в мой восприимчивый ум, что я не мог допустить, чтобы тот, кто уверял, что любит меня, на самом деле меня не любит. Подобно тому, как Франсуаза не усомнилась бы, прочитав в газете, что священник или кто-нибудь другой по требованию, отосланному по почте, может прислать нам средства от всех болезней или же указать способ в сто раз увеличить наши доходы. Зато, если наш доктор прописывал ей самую простую мазь от насморка, она, иной раз безропотно терпевшая жестокую боль, ныла, что ей все время приходится шмыгать носом от того, что щиплет, и она места себе не находит. Но Франсуаза первая доказала мне, — понял я это, правда, потом, когда получил еще одно доказательство, только более для меня мучительное, как это будет явствовать из последних томов моей книги от женщины, которая была мне дороже Франсуазы, что истина для своего выражения не нуждается в словах, и что, пожалуй, ее легче разглядеть, не дожидаясь слов, и даже вовсе не считаясь с ними, во множестве примет, даже в иных невидимых явлениях, а эти явления в человеческом обществе то же, что в природе колебания атмосферы. Я мог бы, пожалуй, об этом и сам догадаться, так как и мне часто приходилось в ту пору не говорить ни слова правды, а правды я все-таки выражал непроизвольными телодвижениями и поступками, которые совершенно правильно истолковывала Франсуаза. Я мог бы, пожалуй, об этом и сам догадаться, но для этого мне было необходимо тогда сознавать, что в иных случаях я бываю лгуном и обманщиком. Лжи и обмана от меня, как и от всех, столь стремительно и внезапно требовал для своей защиты какой-нибудь личный интерес, что мой ум, который влекла к себе область возвышенного, давал возможность моему характеру тайком обделывать свои срочные делишки и не считал нужным обращать на них внимания. Если Франсуаза вечером была со мною мила, просила позволения посидеть у меня в комнате, мне казалось, что лицо у нее становится прозрачным, что она отзывчива и бесхидростна. Но Жупьен, который иногда болтал лишнее, о чем я узнал позднее, признался, что Франсуаза ему говорила, что меня повесить мало, и что я только и думаю, как бы ей насолить. Рассказ Жупьена показал мне картину моих отношений с Франсуазой в новом свете, ничего общего не имевшую с той, на которой я часто с удовольствием задерживал взгляд, на которой Франсуаза меня обожала и по всякому поводу расхваливала меня. И тут я понял, что не только физический мир отличается от того, каким мы его видим, что всякое явление не похоже на то, которое, как нам кажется, мы воспринимаем непосредственно. Что деревья, солнце и небо оказались бы совсем иными, если б на них смотрели существа, у которых глаза были бы устроены иначе, чем у нас, или же обладали вместо глаз другими органами, и эти органы давали бы не зрительные, а другие представления о деревьях, небе и солнце. Как бы то ни было, свет, который внезапно пролил Жупьен на действительность, ужаснул меня. Хорошо еще, что дело касается Франсуазы, которая не очень меня волнует. А что, если таковые отношения между людьми вообще? И как же я буду несчастен, если и любовь такова? Это тайна будущего. Пока дело касается Франсуазы. Действительно ли она такого мнения обо мне? Может быть, она так сказала только для того, чтобы Жупьен меня не взлюбил, чтобы мы вместо нее не взяли его дочь? Мне было ясно одно. Узнать прямым путем и узнать, наверное, любит меня Франсуаза или ненавидит, невозможно. И она первая навела меня на мысль, что любой другой человек не является для нас, как я полагал раньше, чем-то ясным и неподвижным со всеми его достоинствами, недостатками, планами, намерениями по отношению к нам, вроде сада со всеми его клумбами, на которые мы смотрим сквозь решетчатый забор. Что он тень, куда мы ни за что не проникнем, о которой нельзя составить точное представление, относительно которой мы строим различные предположения при помощи слов и даже действий, хотя и слова, и действия создают у нас о ней представление неполное, да к тому же еще противоречивое, тень, за которой мы с одинаковой долей вероятности можем вообразить себе пылание ненависти или любви. Я действительно любил герцогиню Германовскую. Величайшим счастьем было бы для меня, если б я мог умолить Бога наслать на нее все напасти, и если б она, нищая, отверженная, лишенная всех привилегий, которые прежде нас с ней разделяли, оставшаяся без крова, ни от кого не получающая ответа на поклоны, пришла ко мне просить пристанище. Я представлял себе, как это произойдет. И даже в те вечера, когда изменение атмосферного давления или улучшение моего самочувствия развертывали в моем сознании забытый свиток, на котором были начертаны давнишние впечатления, вместо того, чтобы воспользоваться приливом энергии, вместо того, чтобы употребить ее на расшифровку моих же собственных мыслей, обыкновенно от меня ускользавших. Вместо того, чтобы приняться наконец за работу, я разговаривал сам с собой, мыслил беспорядочно и неглубоко, предавался бесплодным размышлениям, сопровождавшимся повышенной жестикуляцией, сочинял целый авантюрный роман, бездарный и неправдоподобный, в котором обнищавшая герцогиня взывала ко мне о помощи, мне же, наоборот, посчастливилось, и я стал богат и всемогущим. Но между тем, как я часами придумывал разные истечения обстоятельств, и говорил герцогине то, что я сказал бы ей, предлагая кров, положение не менялось. На самом деле, увы, я сделал своей избранницей женщину, у которой было столько всевозможных преимуществ, и для которой я вследствие этого ровно ничего не значил. Ведь она была богата как страшнейший богач, да еще вдобавок знатного происхождения. Я уже не говорю об ее обаянии, благодаря которому она пользовалась таким успехом, благодаря которому она возвышалась над всеми, как королева. То, что я каждое утро шел ей навстречу, раздражало ее. Я это чувствовал. Но если бы даже у меня хватило силы воли дня три посидеть дома, быть может этого усилия над собой, этой огромной жертвой герцогиня германская или просто не заметила бы, или объяснила какими-нибудь независящими от меня обстоятельствами. Да ведь и правда, я перестал бы выходить ей навстречу только в самом крайнем случае, ибо все растущая потребность встретить ее, потребность быть минутным предметом ее внимания, видеть, как она со мной здоровается, эта потребность перевешивала во мне неприятное чувство от того, что я досаждаю ей. Мне хорошо было бы на время уехать, на это у меня не хватало силы воли, но мысль об отъезде приходила мне в голову. Я говорил Франсуазе, чтобы она собрала мои вещи, потом тут же говорил, что не надо. Франсуаза не одобряла моего поведения, она говорила, что я все время в нерешимости, когда она не старалась угнаться за нынешними, то пользовалась языком Сен-Симона. Пользовалась языком Сен-Симона. Пруст был внимательным читателем знаменитых мемуаров Сен-Симона 1675-1755 годы и нередко ссылается на них в своих романах. И терпеть она не могла, когда одержал себя с ней как барин. Она чувствовала, что у меня это выходит неестественно, что мне это не идет, и выражала свое чувство так, не к лицу вам своевольничать. У меня хватило бы мужества уехать только туда, где я был бы ближе к герцогине германской. Это было осуществимо. Разве в самом деле я не оказался бы ближе к герцогине германской, чем по утрам на улице одинокий, униженный, сознающий, что ни одно слово из тех, какое мне хотелось сказать ей, до нее не дойдет во время моих прогулок. Вернее, топтание на месте, которое могло длиться до бесконечности и ни на шаг не продвинуть меня вперед. Ближе к ней, если б я уехал за много миль, но к ее знакомому, чья требовательность к людям была бы ей известна, который ценил бы меня, который мог бы поговорить с ней обо мне, который, быть может, и не добился бы от нее чаемого мною, но, по крайней мере, сказал бы ей об этом. к человеку, благодаря которому, во всяком случае, единственно, потому что я потолковал бы с ним, возьмется ли он что-нибудь передать ей от меня, я придал бы моим уединенным и безмолвным мечтам новую форму, разговорную, деятельную, которая, показалось бы, мне сдвигом, почти совершением. Стать сопричастником таинственной жизни Германта, а ведь Германт это она, постоянного предмета моих мечтаний, сопричастником даже не непосредственным, а как бы при помощи рычага, приведя в движение человека, имеющего доступ к герцогине на ее вечера, подолгу беседующего с ней, разве это не общение, правда, более отдаленное, но зато более действенное, чем ежеутреннее любование ею на улице. Дружеские чувства Сен-Лу ко мне и его восхищение мною казались мне незаслуженными и до поры до времени оставляли меня равнодушным. Теперь я вдруг оценил его отношение ко мне. Я подумал, что хорошо было бы, если бы он завел об этом разговор с герцогиней германской, у меня хватило бы духу обратиться к нему с такой просьбой, ведь когда мы влюблены, нам хочется, чтобы любимая женщина знала, что мы обладаем небольшими ценностями, о которых никому ничего не известно. Это свойство всех обиженных судьбой и всех надоедливых людей. Мы страдаем от того, что она о них не подозревает, и пытаемся утешиться, убеждая себя, что именно потому, что эти ценности не видны, она, быть может, присоединяет к сложившемуся у нее представлению о нас наши никому неведомые преимущества перед другими людьми. Сен-Лу все никак не мог приехать в Париж. То ли потому, что, как он писал, его удерживал долг службы, то ли, что вернее, из-за тяжелых переживаний, связанных с его любовницей, с которой он уже два раза чуть-чуть не порвал. Он часто писал мне о том, какое большое удовольствие доставил бы я ему, если бы приехал в город, где стоял его гарнизон, и название которого так обрадовало меня на третий день после его отъезда из Бальбека, когда я прочел название города на конверте первого письма от моего друга. Это расположенный не так далеко от Бальбека, как может показаться, из-за разделяющих совершенно ровной местности, один из аристократических и военных городков, стоящих среди широкого поля, где в жаркие дни так часто колышется вдали что-то вроде Марьева, но только прерывисто звучащего, которое, как топливая завеса, своими изгибами вырисовывает течение невидимой реки, выдает перемещение полка на занятиях, что самый воздух улиц, бульваров и площадей, в конце концов приобрел воинственно-музыкальную ритмичность и даже грубое трактение повозки или трамвая подхватывается там невнятными звуками рожка, без конца отдающимися в слухи бредящим тишиной. Городок был так близко от Парижа, что я мог в тот же день сесть в скорый поезд, вернуться к матери и бабушке и лечь на свою постель. Как только я это сообразил, мне до боли захотелось поехать туда, и у меня не хватило духу принять решение не оставаться в городке и вернуться в Париж. Равным образом не хватило у меня духу воспретить носильщику нести мой чемодан до извозчика и не плестись за ним с видом беспомощного пассажира, который смотрит за своими вещами и которого бабушка не ждет. Не сесть в экипаж с непринужденностью человека, который перестал думать о том, чего ему хочется и у которого такой вид, как будто он знает, чего ему хочется, и не дать извозчику адрес кавалерийских казарм. Я рассчитывал, что Сен-Лу, чтобы мне не так тоскливо было на первых порах в незнакомом городе, придет сегодня ночевать ко мне в гостиницу. Вестовой пошел его разыскивать, а я остался ждать ворот казармы перед этим огромным кораблем, где гудел ноябрьский ветер, и откуда ежеминутно, так как было шесть часов вечера, выходили подвое люди, пошатываясь, словно они сходили на сушу в какой-нибудь экзотической гавани, которой корабль на короткое время пристал. Появился Сен-Лу. Он шел развинченной походкой, а впереди него летал монокль. Я не назвал себя Вестовому, я мечтал насладиться радостным изумлением Сен-Лу. Ах, какая досада, вдруг увидев меня и покраснев до ушей, воскликнул он, я только что принял дежурство, и раньше, чем через неделю, не освобожусь. Озабоченный тем, что мне придется пробыть первую ночь одному, так как он лучше, чем кто-либо знал, какая на меня по вечерам нападает тоска, которую он часто замечал и старался рассеять в Бальбеке. Сен-Лу, прерывая свои сетования, все улыбался и ласково глядел на меня, причем взгляды эти были разные, то глаза в глаза, то сквозь монокль, но все они говорили о волнении, какое вызвало в нем встреча со мной. И еще об одной важной вещи, которая не всегда была мне ясна, но которая сейчас приобретала для меня особую важность о нашей дружбе. Боже мой, где же вы будете ночевать? Сказать по совести, я вам не советую останавливаться в гостинице, где мы столуемся, это рядом с выставкой, там скоро начнутся гуляния, пойдет такое веселье, нет, лучше фламандское, это маленький дворец 18 века со старинными гобеленами, гобелены сообщают всему дому характер исторической ценности. Сен-Лу всегда употреблял глагол сообщать вместо предавать. Оттого, что разговорная речь, как речь письменная, время от времени нуждается в изменении словаря, уточненности выражения. И подобно тому, как журналисты часто не имеют понятия, от какой литературной школы ведут свое происхождение красоты их стиля, так Сен-Лу не был знаком ни с одним из трех эстетов, которым он подражал в языке и даже в произношении. Их манера выражаться дошла до него опосредственно. Помимо всего прочего, заключил Сен-Лу, эта гостиница удобна вам, еще и потому, что вы страдаете слуховой гиперестезией, у вас не будет соседей. Я признаю, что это удобство пустяшное, туда завтра же может нагрянуть другой постоялец, следовательно, только ради такого ненадежного преимущества не имело бы смысла избирать фламандскую своим пристанищем. Нет, я вам рекомендую эту гостиницу из-за общего впечатления, какое она производит. Комнаты довольно уютны, вся обстановка старинная, удобная, это действует успокаивающе. Но для меня натуры менее художественной, чем Сен-Лу, радость, какую может доставить красивый дом, была неглубокой. Она почти для меня не существовала, и она не могла бы утешить уже завладевшую мною тоску, не менее мучительную, чем та, какая теснила мою душу в комбре, когда мать не приходила ко мне проститься. Или та, что наваливалась мне на сердце, когда я приехал в Бальбек в высокой, пахнувшей ветиверией комнате. Сен-Лу все понял по моему неподвижному взгляду. Да, но ведь вам-то, мой милый мальчик, наплевать на этот красивый дворец. Вы бледны, как смерть, а я, скотина эткая, толкую о гобеленах, на которые вы и смотреть-то не станете. Вам по-моему, это очень веселая комната, но я вполне допускаю, что вам с вашей чувствительностью она может и не показаться веселой. Я вас очень хорошо понимаю, уверяю вас, этого никогда не испытывал, но я оставлю себя на ваше место. Во дворе унтер-офицер выезжал лошадь и так старался погнать ее вскать, что даже не отвечал на козырянье солдат, но зато ругательски ругал тех, кто переходил дорогу. Он улыбнулся Сен-Лу и заметил, что с ним кто-то из его приятелей взял под козырек. Но тут унтер-офицерская лошадь вся в мыле взвелась на дыбы. Сен-Лу подбежал к лошади, схватил под узцы, а затем успокоив ее, сказал он. Мне это понятно. Поверьте, я за вас страдаю. Мне больно думать, мягким движением положив на мое плечо руку, продолжал он, что останься я с вами, если б я мог побыть около вас, проговорить с вами всю ночь напролет, быть может, мне удалось бы отвлечь вас от грустных дум. Я бы вам принес гору книг, но в таком состоянии вы же не сможете читать. А смениться мне нельзя, меня уже два раза подряд сменяли товарищи, потому что ко мне приезжала моя девчоночка. Сенлу нахмурился, и при воспоминании об этом, и от того, что он точно врач, напрягал мысль, какое лекарство назначить мне от моей болезни. Сбегай, затопи у меня в комнате, сказал он проходившему мимо солдату. Ну, живо, одна нога здесь, другая там. Затем он повернулся ко мне, и опять его монокли, его близорукий взгляд говорили о том, что мы с ним большие друзья. Нет, что же это такое? Вы здесь, в казарме, где я так часто о вас думал. Я не верю своим глазам, я словно во сне. В общем-то, вы чувствуете себя лучше? Сейчас вы мне все расскажете. Поднимемся ко мне. Что нам стоять во дворе? Ветрищ, не дай бог. Я-то его даже не замечаю, а вы не привыкли. Еще простудитесь. А писать начали? Нет, чудак, с такими способностями, как у вас. Я бы, наверное, писал с утра до вечера. Вы бездельник. Как жаль, что только посредственности вроде меня всегда готовы писать. А кто может, тот не хочет. Да, я не спросил вас прабабушку. Ее Прудон всегда со мной. Речь идет о французском философе-утописте Пьере Жозефе Прудоне 1809-1865 годы, автографы которого бабушка-героя подарила Сен-Лу. Об этом рассказывалось в романе «Под сенью девушек в цвету». С лестницы неторопливой важной походкой сошел высокий, красивый, величественный офицер. Сен-Лу отдал ему честь и сковал вечную неустойчивость своего тела на то время, пока он продержит руку у козырька кепи. Но он устремил руку к козырьку с такой силой, вытянулся таким резким движением, а по отдании чести уронил ее так быстро, оторвав от козырька и изменив положение плеча, ноги и монокля, что это было не столько мгновением неподвижности, сколько мгновением трепещущей напряженности, поглотившей чересчур поспешные движения, сделанные и до и после этой минуты. Между тем, офицер, не подходя к нам, спокойный, благожелательный, знающий себе цену, типичный офицер времен империи и, в общем, полная противоположность Сен-Лу, тоже, но не торопясь, поднес руку к Кепе. «Мне надо сказать несколько слов капитану», шепнул Сен-Лу, «пожалуйста, подождите меня в моей комнате, вторая направо, на четвертом этаже, я сейчас приду». Быстрым шагом, с туда-сюда, летавшим моноклем впереди, он направился к знающему себе цену неторопливому капитану, которому как раз в эту минуту подводили лошадь и который, прежде чем на нее сесть, отдавал приказания с выделанным изяществом движений, как на исторической картине из времен Первой империи. Точно он готовился ринуться в бой между тем, как он просто возвращался в дом, нанятый им на время службы в Донсьере и стоявший на площади, которую точно в насмешку над этим наполеонистом переименовали в площадь республики. Я начал подниматься по лестнице, каждую секунду рискуя поскользнуться на обитых гвоздями ступенях, а затем увидел комнаты с голыми стенами, с двумя рядами кроватей и снаряжением. Мне указали комнату Сен-Лу. Услыхав стук, я остановился перед затворенной дверью. В комнате что-то передвигали, что-то роняли. Было очевидно, что комната не пуста, что там кто-то есть. Но это был всего-навсего огонь. Он не мог гореть спокойно, он передвигал дрова и очень неуклюже. Я вошел. Одно полено откатилось, другое зачидило, все это вытворял огонь. Даже не шевелясь, огонь вел себя шумно, как невоспитанный человек. И только когда я вошел в комнату и увидел пламя, я понял, что это звуки огня. А если б я продолжал стоять за дверью, я подумал бы, что кто-то там сморкается и ходит. Наконец я сел. Обои из Либерти и старинные немецкие ткани восемнадцатого века предохраняли комнату от запаха, которым было пропитано все здание, грубого, приторного, несвежего, как запах пеклеванного хлеба. Здесь, в этой прелестной комнате, я бы спокойно, с наслаждением пообедал и заснул. Сен-Лу словно тоже был сейчас в этой комнате. Так казалось от того, что на столе лежали нужные ему для работы книги, вместе с фотографиями, среди которых я обнаружил мою и герцогиню германской. А еще от того, что огонь в конце концов обжился в камине и точно животное лежал, ждал, горя безмолвным и преданным нетерпением и то ронял жар, который тут же и рассыпался, то лизал стенки камина. Где-то близко тикали часы Сен-Лу. Я их не видел и поэтому тиканье ежесекундно перемещалось. То, как будто слышалось сзади, то впереди, то слева, порой затихало и доносилось словно издалека. Вдруг я увидел часы на столе. После этого тиканье доносилось до меня только оттуда. Больше оно уже не передвигалось. Во всяком случае, мне казалось, что часы тикают там. Я их не слышал, я их видел. У звуков места нет. С движениями связываем их мы. И это тем для нас хорошо, что мы предупреждены об их движениях, что движения эти представляются нам неизбежными и естественными. Правда, если больному заткнуть уши, то он не услышит, как безумолку трещит огонь в камине моего друга, вырабатывая головешки из золу и ссыпая их в ящик. И уж конечно не услышит музыку движущихся трамваев через определенные промежутки времени, гремящую над главной площадью Донсьера. Тогда, если больной читает, то и страницы будут переворачиваться бесшумно, точно перелистываемые неким божеством. Тяжелый шум воды, льющийся в ванну, смягчается, ослабляется, звучит в вышине точно пение птиц в поднебесье. Шум отодвинутый, утонченный, лишен малейшей возможности проявить по отношению к нам боевой пыл. Только что нас доводили до иступления удары молотка, от которых, казалось, нам на голову едва не обрушился потолок. А сейчас нам доставляет удовольствие подбирать эти легкие, нежащие слух, далекие звуки, напоминающие шелест листьев на дороге, играющих с ветерком. Мы гадаем на картах, не слыша их. И от этого нам кажется, что мы их не трогаем, что они сами двигаются, и, предупредив наше желание поиграть с ними, начинают играть с нами. И тут уместно задать себе вопрос, надо ли от любви под любовью мы подразумеваем и любовь к жизни, и любовь к славе, ведь есть же, наверное, люди, которым эти два чувства знакомы. Беречься, как иные оберегают себя от шума, не просят перестать шуметь, а затыкают себе уши, сосредоточивать наше внимание, наши оборонительные средства внутри нас, направлять их не на умоление любимого существа, находящегося вне нас, а нашей способности страдать из-за него. Вернемся к области звука. Сунем слуховой проход комок ваты потолще, и это сведет к пианиссимо то бравурное, что играет у нас над головой девица. Смажем вату чем-нибудь жирным, тотчас же ее неограниченной власти подчинится весь дом, ее законы будут действовать и наружу. Пианиссимо уже не звучит, вата мгновенно захлопывает крышку рояля, и урок музыки прекращается. Человек, шагавший у нас над головой, внезапно перестает ходить дозором. Движение экипажа и трамваев останавливается, словно ждут главу государства. И это заглушение звуков иной раз даже вместо того, чтобы охранять сон, тревожит его. Еще вчера незатихавшие шумы, беспрерывно вычерчивая нам движения на улице и в доме, в конце концов усыпляли нас, как скучная книга. Сегодня на поверхности тишины, под которой покоится наш сон, наиболее сильный из толчков, достигает нашего слуха легкий, как вздох, без всякой связи с каким-нибудь другим звуком, загадочный, и требование объяснения, требование, которое от него исходит, бывает достаточно, чтобы разбудить нас. Выйньте на минутку вату из ушей больного. Внезапно свет, ясное солнце звука загорится для него вновь, и ослепительное возродится во Вселенной. Изгнанные звуки с невероятной быстротой вернутся к людям. Больному представится, будто словословят ангелы, и наступило воскресение голосов. На пустынных улицах тотчас же вновь появится многое множество летящих один за другим быстрокрылых пивунов трамваев. И у себя в комнате больной, в отличие от Прометея, создаст не огонь, а шум огня. Так, то утолщая, то утончая комочки ваты, мы как бы нажимаем то одну, то другую из тех двух педалей, которые усиливают или ослабляют звучание внешнего мира. Но звуки не всегда упраздняются на короткое время. Человек совершенно глухой не может даже вскипятить молоко, не следя глазами за появлением на открытой кастрюле белого гиперборейского отсвета, напоминающего отсвет метели и заменяющего тревожный сигнал, которым опасно пренебрегать и по которому, подобно тому, как Господь усмирил волны, нужно усмирить эту стихию, а для этого нужно выключить электричество. Ибо яйцо кипящего молока, судорожно рвущееся кверху, после нескольких наклонных всплесков, уже достигло предельной высоты. Оно раздувает, округляет поникшие паруса, которые сморщила пенка, затем метнет один из них перламутровый прямо навстречу бури, и только выключение тока, если вовремя заклясть электрическую грозу, сначала закрутит их все, а потом заставит лечь в дрейф и преобразит в лепестки магнолий. Но если глухой, пока еще не поздно, не принял мер предосторожности, то вскоре после молочного прилива его книги и часы будут чуть видны на поверхности Белого моря, так что ему придется звать на помощь старую служанку, и служанка, хотя бы он был знаменитым политическим деятелем или великим писателем, скажет ему, что ума у него столько же, сколько у пятилетнего ребенка. А может случиться и так, что в волшебной комнате, затворив за собою дверь, вдруг появится человек, которого только сию секунду здесь не было, глухой не слышал, как вошел гость, и гость только жестикулирует, как в театрике марионеток, столь успокоительно действующих на тех, кому опротивило звучащее слово. И совсем глухой человек, так как от утраты чувства в мире прибавляется столько же красоты, сколько и от рождения нового, с наслаждением проходит по земле, как по эдему, когда еще не был сотворен звук. Самые высокие водопады развертывают только для его глаз хрустальную свою пелену, и теперь они спокойнее Тихого моря, это райские водометы. Так как до глухоты средством восприятия причины движения был для него шум, то предметы, движущиеся бесшумно, кажутся ему теперь движущимися без причины. Лишенные способности звучат, они действуют самопроизвольно, они кажутся живыми, они движутся, останавливаются, самовозгораются и сами улетают подобные доисторическим крылатым чудовищам. В отдельном без соседей доме, где живет глухой, прислуживание ему, еще до того, как он оглох окончательно, не отличалось особой суетливостью, совершалось молча, а уж теперь ему прислуживают немые и словно украдкой, будто королю феерии. И то же, как на сцене, здание, которое глухой видит из окна, казарма, церковь, мэрия, это всего лишь декорация. Если оно когда-нибудь рухнет, то сможет взметнуть облако пыли и показать свои обломки. Но еще менее вещественное, чем театральный дворец, хотя и не такое тонкое, оно упадет в волшебном мире, где падение тяжелого камня, из которого оно построено, не опорочит пошлостью даже еле слышного звука целомудрия тишины. Гораздо более относительная тишина, царившая в солдатской комнатенке, где я сейчас находился, была нарушена. Дверь отворилась, и в комнату, уроняя монокль, влетел Сен-Лу. «Ах, Робер, как у вас хорошо!» воскликнул я. «Я был бы так рад, если бы мне позволили пообедать здесь и переночевать?» И в самом деле, если бы это не было запрещено, какой ничем не омраченный покой вкусил бы я здесь защищенной атмосферой бестревожности, бдительности и жизнерадостности, которую поддерживало множество вымуштрованных и ничем не колеблемых воль, множество беспечных существ в этом большом общежитии, какое представляло собой казарма, где время выявлялось в действии и где за унывный бой часов был заменен все тем же веселым пеньем рожка, звонкое воспоминание о котором, раздробленное и распыленное, продолжало жить на мостовых. Заменен голосом, уверенным в том, что он будет услышан и музыкальным, ибо он был не просто командой начальства, призывающей к повиновению, но и зовом мудрости к счастью. Значит, вы предпочитаете ночевать в одной комнате со мной, чем идти одному в гостиницу? Со смехом спросил Сен-Лу. Ах, Робер, смеяться над этим жестоко, заметил я. Вы же знаете, что это неосуществимо и что мне там будет очень тяжело. Вы меня трогаете своим отношением ко мне, сказал он. Я и сам думал, что вы бы предпочли остаться на ночь здесь. Об этом-то я и просил капитана. А он разрешил, воскликнул я, без малейших колебаний. Я его обожаю. Ну, это уж чересчур. Теперь я позову деньщика, пусть-ка он займется обедом, добавил Сен-Лу, а я отвернулся, чтобы он не увидел моих слез. В комнату заходили товарищи Сен-Лу. Он их выставлял, пошел ко всем чертям. Я просил Сен-Лу не выгонять их. Да нет, вам с ними будет скучно. Это люди совершенно некультурные, они могут говорить только о скачках да очистке лошадей. Они и мне испортили бы драгоценное время, о котором я так мечтал. Но только имейте в виду, из того, что мои товарищи заурядны, не следует, что все военные неинтеллигентны. Отнюдь нет. У нас есть один офицер, удивительный человек. Он читал курс военной истории, и рассматривал он ее как математическую теорию, как своего рода алгебру, даже с точки зрения эстетической. Это такая красота, чередование индукций и дедукций, вас бы оно захватило. Это не капитан, который разрешил мне остаться здесь? Ну, что вы. Такого дурака, как этот человек, которого вы обожаете за ерундовское одолжение, на всем свете не сыщешь. Питание и обмундирование солдат, вот тут он незаменим. Он проводит массу времени в обществе обер-вахмистра и портного. По одному этому вы можете судить об его умственном развитии. И, конечно, он, как и все остальные, относится с глубочайшим презрением к тому удивительному офицеру, о котором я вам говорил. Никто с этим офицером не дружит, потому что он франк-масон и не исповедуется. Князь Бородинский на порог его к себе не пустит, только потому, что он разночинец. Князь Бородинский. Пруст делает этот персонаж принадлежащим к императорской фамилии. Подобные титулы, не соответствовавшие никакому земельному наделу, появились во Франции в период войны 1812 года. Так, например, маршал Ней получил титул князя московского. Надо же быть таким зазнайкой. А ведь у него прадед был простым фермером. Да и самому-то ему быть бы фермером, если б не наполеоновские войны. Впрочем, он все-таки понимает, что от своих отстал, а к другим не пристал. Он почти не бывает в Джокей-Клобе. Этот так называемый князь чувствует себя там чужим, добавил Сен-Лу. Все тот же сидевший в нем дух подражания заставил Робера не только усвоить социальные теории его учителей, но и впитать в себя светские предрассудки родных. И сам того не сознавая, он сочетал в себе любовь к демократии и презрение к знати времен империи. Я смотрел на карточку тетки Сен-Лу и думал, что если он мне ее подарит, то станет мне еще дороже. И я все для него сделаю, и любую услугу сочту пустяком в сравнении с карточкой. Ведь эта карточка была как бы еще одной встречей в добавлении к прежним моим встречам с герцогиней германской. Более того, встречей продолжительной, как будто вследствие того, что наши отношения неожиданно улучшились, она не прошла мимо меня, а остановилась и впервые предоставила мне возможность вдоволь налюбоваться на полные ее щеки, на поворот шеи, на дуги бровей, на то, что мне не удавалось разглядеть прежде из-за быстроты ее походки, из-за поверхностности моих впечатлений, из-за непрочности моей памяти. И все это, так же, как грудь и руки женщины, которую я до тех пор видел в платье строгого покроя, явилось открытием, отрадным для моего сладострастия, милостью оказанной мне. Линии, на которые мне в сущности было воспрещено смотреть, здесь я мог изучать, как в труде по той единственной геометрии, которая представляла для меня интерес. Позднее, разглядывая Робера, я обнаружил, что он до некоторой степени был фотографией своей тетки, и в этом заключалась тайна, почти так же сильно волновавшая меня. Его лицо было в родстве с ее лицом не по прямой линии, а все-таки что-то общее у них было. Черты герцогини германской, прикрепившиеся к ее образу в моем еще камбрейском впечатлении от нее, нос точно клюв у сокола острые глаза, казалось, помогли создать другой ее вариант, похожий, но утонченный, из очень нежной кожи. Лицо Робера, которое почти что накладывалось на лицо тетки. Я с завистью улавливал в нем характерные черты германтов, породы, сохранившие резкое своеобразие в мире, где она не затерялась, и от которого ее, как будто происшедшую в баснословные времена от богини и птицы, отделяло божественно орнитологическое величие. Роберр был тронут тем, что я расчувствовался, хотя и не догадывался о причине. А на размягченность мою действовало еще и блаженное состояние, которое я испытывал от того, что в комнате было тепло, и от того, что я выпил шампанского, усеявшего каплями пота мой лоб и застлавшего слезами глаза. Мы ели куропаток и пили шампанское. Куропаток я ел с изумлением профана, обнаруживающего в неведомом образе жизни то, что издали казалось ему несовместимым с ним, с изумлением вольнодумца, которого священник угощает у себя дома роскошным обедом. А проснувшись утром, я подошел к окну комнаты Сен-Лу. Она находилась высоко над землей, и из окна было видно далеко окрест, чтобы познакомиться с моей соседкой долиной, чтобы охватить ее любопытным взглядом, что мне не удалось вчера, так как приехал я поздно, когда она уже спала в темноте. Проснулась она с позаранку, и все же, когда я распахнул окно, то как будто это был пруд, на который смотришь из замка, она все еще куталась в мягкую белую утреннюю одежду, и я почти ничего не разглядел. Но я знал, что прежде, чем солдаты вычистят лошадей во дворе, она ее сбросит. А пока мне была видна как раз напротив казармы уже выступившая из мглы горбатая и худая спина жалкого холмика. Я не отрывал глаз от этого незнакомца, который увидел меня впервые за ажурной занавеской иния. Но когда я привык ходить в казарму, одного сознания, что холм здесь, и следовательно, что он реальнее, даже когда я его не видел, чем Бальбекский отель, чем наш парижский дом, о которых я думал теперь как об отсутствующих, как о покойниках, то есть не веря в то, что они существуют, одного этого сознания было довольно, чтобы отраженные в нем очертания холма незаметно для меня каждый раз вырисовывались на самых несущественных донсьерских моих впечатлениях. Если начать с первого утра, то на приятном ощущении тепла, которое разлил по моему телу шоколад, приготовленный денщиком Сен-Лу в уютной комнате, служивший мне оптическим центром для обозревания холма. А вот уже пройтись по холму вместо того, чтобы смотреть на него, это было мне недоступно, все из-за того же тумана, который его покрывал. Вобрав в себя внешний вид холма, примешавшись к вкусу шоколада и цепляясь за все мои тогдашние мысли, туман, даже когда я совсем не думал о нем, пропитывал их насквозь, так нетускнеющее самородное золото навсегда связалось с моими воспоминаниями о Бальбеке, так наружные лестницы соседних домов, сделанные из бурого песчаника, придали серый оттенок моим воспоминаниям о Камбре. Вскоре, однако, туман рассеялся в утреннем свете. Солнце сперва безуспешно метал в него стрелы, и стрелы эти расшили его бриллиантами, но потом оно восторжествовало. Холм мог подставить теперь серую свою спину его лучам, а лучи, когда я через час шел в город, уже придавали нечто восторженное красноте листьев на деревьях, красноте и синеве избирательных плакатов на стенах домов, и восторженность эта передалась мне, так что я чуть не прыгал от радости, напевая и бродя без цели по улицам. Но следующую ночь я должен был провести в гостинице. Я знал заранее, что там на меня непременно нахлынет тоска. Ее можно было сравнить с тяжелым запахом, каким со дня моего рождения пахла для меня всякая новая комната, то есть всякая комната вообще, в той, где я жил обычно, меня не было. Мысли мои были далеко, а вместо себя поселяли привычку. Но я не мог поручить этой менее ранимой служанке заняться моим устройством на новом месте. Я приезжал туда раньше нее один, и там мне надо было заставить войти в соприкосновение с предметами то мое я, с которым я встречался лишь по прошествии нескольких лет, но которое находил все тем же невыросшим со времени комбре, со времени моего первого приезда в Бальбек, примастившимся на краешке чемодана и неутешно плачущим. Но я ошибся. У меня не было времени тосковать, так как в гостинице я ни одной секунды не был один. Дело в том, что там сохранились остатки прежней роскоши, и эта роскошь, ненужная в современной гостинице, не имевшая никакого практического применения, жила здесь теперь особой праздной жизнью. Бесчисленные переходы, по которым можно было кружить и кружить, и которые в конце концов приводили на прежнее место, вестибюли, длинные как коридоры, отделанные как салоны, и производившие впечатление не столько части жилища, сколько жильцов, вестибюли, которые невозможно было ввести ни в одну комнату, но которые прогуливались вокруг моей, и сейчас же изъявляли желание принять меня в свою компанию, что-то вроде соседей ничем не занятых, но не шумных, этаких второсортных фантомов прошлого, которым позволили жить не шумя, у дверей отдававшихся в наймы комнат, и которые при каждой встрече проявляли по отношению ко мне молчаливую любезность. Словом, представление о жилище как о простом вместилище нашей текущей жизни, защищающем нас только от холода, от постороннего взора, было абсолютно неприложимо к этому обиталищу, к этой совокупности комнат, таких же реальных, как сообщество людей, комнат, которые, правда, были безгласны, но с которыми хочешь, не хочешь, по возвращении надо было встречаться, которые надо было или обходить, или приветствовать. Нельзя было не остановиться с благоговением, несмотря на боязнь обеспокоить, в большом салоне, который еще в 18 веке привык раскидываться между колоннами, украшенными старинной позолотой, под облаками расписанного плафона. И еще более дружелюбное любопытство вызывало к себе великое множество комнат, без всякой заботы асимметрии, со шалелым видом, в рассыпную мчавшихся мимо салона к саду, куда ничего не стоило спуститься по трем обветшалым ступеням. Если мне хотелось выйти или вернуться, не прибегая к помощи лифта и не появляясь на главной лестнице, то другая лесенка, для своих, которые уже не пользовались, подставляла мне ступеньки, до того искусно положенные одна на другую, что казалось, будто в постепенном их повышении соблюдена идеальная соразмерность, какая часто доставляет нам особого рода чувственное наслаждение, когда мы обнаруживаем ее в красках, в благовониях, в ощущениях вкусовых. Но чтобы испытать наслаждение подъемами и спусками, мне надо было приехать сюда, как когда-то я узнал только в горах, что обычно незамечаемый нами процесс дыхания неизменно вызывает блаженное чувство. Свободу от усилий, предоставляемую нам предметами, которыми мы пользуемся с давнего времени, я изведал впервые, пойдя по этим ступенькам, ставшим близкими мне еще до знакомства с ними, словно они готовы были проявить ко мне воспитанную, заложенную в них, быть может, старыми хозяевами, которых они встречали ежедневно, ласковость привычки, между тем, как я еще не успел в себе ее выработать, и она могла бы только ослабеть, если б и я окончательно освоился с ними. Я вошел в одну из комнат. Двойная дверь за мной затворилась, драпировка ввела тишину, и меня охватило упоительное чувство власти над нею. Неправы те, которые полагают, что мраморный камин с медной резьбой способен лишь представлять искусство директории. Он обогревал меня, а низенькая креслица на ножках давала мне возможность греться с такими удобствами. Точно, я сидел на ковре. Стены, сжимая в объятиях комнату, отделяли ее от остального мира, а чтобы поместить, заключить в ней то, чего ей не доставало, они расступались перед книжным шкафом и приберегали углубления для кровати, по обеим сторонам, которые необычайно высокие колонны без малейших усилий поддерживали балдахин. В глубине продолжением комнаты служили две комнатки такой же ширины, и в дальней висели на стене, чтобы оверить ароматом погруженности в раздумье, ради которой туда заходят, дивные четки из зерен ириса. Если я, удалившись в это дальнее помещение не затворял дверей, они не довольствовались тем, что втрое увеличивали ее, не лишая однако симметричности, и не только представляли возможность моему взгляду насладиться протяженностью после того, как я насладился отграниченностью, но и прибавляли к моему наслаждению одиночеством, которое по-прежнему ничего не нарушало и которое только утрачивало обособленность чувства свободы. За этим убежищем был двор, и он представился мне прекрасной пленницей, соседству которой обрадовало меня, когда я наутро увидел, что ее стерегут высокие стены без единого просвета, и что ее общество составляют два пожелтевших дерева, окрашивающие безоблачное небо в нежно-лиловые тона. Прежде чем лечь, я вышел из комнаты, чтобы осмотреть мое волшебное царство. Длинный проход постепенно показывал мне, что он имел честь предоставить в мое распоряжение, если б я страдал бессонницей, кресло в уголке спинет, на консоли цинерарию в голубом фаянсовом горшке и в старинной рамке призрак давным-давно жившей на свете дамы с голубыми цветами в пудренных волосах и с букетом гвоздик в руке. Спинет старинный музыкальный инструмент клавишного типа. Когда я дошел до конца, глухая стена с простодушным видом сказала мне, теперь иди назад, но ведь ты же убедился, что ты у себя дома. Пушистый ковер прибавил мне в утешение, что если я не засну, то за милую душу могу пройтись здесь босиком. Меж тем, как смотревшие в поле окна без вставин уверяли меня, что они всю ночь не сомкнут глаз и что я могу выходить из своей комнаты в любое время, не боясь кого-нибудь разбудить. А за драпировку я обнаружил всего-навсего чуланчик. Путь ему преграждала стена, бежать было некуда, и он растерянный и сохранился здесь, и сейчас испуганно уставился на меня своим круглым окошком голубым от лунного света. Я лег, но пуховое одеяло и колонки небольшого камина поглощали мое внимание в той мере, в какой ничто не поглощало его в Париже, и это мешало мне плыть по течению моих постоянных дум. И так, как это особое состояние внимания, окутывающего сон и оказывающего на него определенное действие, видоизменяет его, выдвигает в тот или иной ряд наших воспоминаний, то образы, наполнившие мои сновидения в первую ночь, были заимствованы у памяти, ничего общего не имевшей с той, что была постоянной поставщицей моего сна. Если б я попытался, засыпая, отдаться во власть обычной моей памяти, то кровать, которой я не привык, а также заботливое внимание, какое мне приходилось оказывать положением, которое принимало мое тело, когда я ворочался сбоку на бок, сумели бы выпрямить или укрепить новую нить моих грез. Со сном дело обстоит так же, как с восприятием внешнего мира. Стоит в чем-либо изменить с привычком, и вот уже сон становится поэтичным. Если мы еще не успели раздеться, а сон уже сморил нас, то изменится его долгота, а сам он заметно похорошеет. Мы просыпаемся, мы видим, что на наших часах четыре, это всего лишь четыре часа утра, а у нас такое чувство, что прошел целый день, ибо продолжавшийся несколько минут и совершенно для нас неожиданный сон точно слетел к нам с неба в силу некоего божественного закона, необъятный и полновесный как золотая держава монарха. Утром я нервничал во сне от того, что дедушка уже готов и меня ждут, пора идти гулять по направлению к Мезеглизу, но тут меня разбурил военный оркестр, полк ежедневно проходил под моими окнами. И все же раза три я считаю нужным об этом сказать, потому что нельзя правдиво описать жизнь человека, если не омыть ее во сне, в которой она погружается и который каждую ночь ее окружает подобно тому, как море обступает полуостров. Средостение сна оказалось во мне настолько устойчивым, что выдержало удар музыки, и я ничего не услышал. В другие дни сон на мгновение подавался, но моего еще разнеженного сном сознания, так органы, куда введен наркоз, воспринимают поначалу болезненное для них прижигание только к концу и как легкий ожог, едва касались острые кончики дудок и ласкали его, словно невнятный свежий утренний щебет. А после этого короткого перерыва, когда тишина притворялась в музыку, она восстанавливалась вместе со сном, даже прежде чем успевали пройти драгуны, отнимавшие у меня последние пучки из пышного букета распустившихся звуков. И область моего сознания, задетая этими пышными цветами, была до того узка, так окольцована сном, что когда Сен-Лу спрашивал меня, слышал ли я музыку, я не мог поручиться, что звуки оркестра это не плод моего воображения, вроде тех, что слышались мне днем в каждом городском шуме. Быть может, я их слышал во сне, боясь, что они разбудят меня, или наоборот, боясь, что не разбудят, тогда я не увижу, как марширует полк. Дело в том, что со мною часто бывало так. Я спал, а мне казалось, что меня разбудил шум. И потом я еще целый час воображал, будто меня разбудили, между тем, как я дремал и разыгрывал для себя с помощью летучих теней на экране моего сна всевозможные представления, которые он мешал мне смотреть, хотя у меня все-таки создавалась иллюзия, что я их смотрю. Кое-когда то, что мы должны были бы сделать днем, мы осуществляем в мечтах, иными словами, после постепенного осонновения, идя не тем путем, каким шли бы мы наяву. Слагается та же самая повесть, но только с другим концом. Несмотря ни на что, мир, где мы живем во сне, до такой степени необычен, что люди, засыпающие с трудом, прежде всего стараются выйти из нашего мира. Напрасно пролежав с закрытыми глазами несколько часов, одолеваемые теми же мыслями, какие занимают нас, когда глаза наши открыты, они приободряются, если замечают, что истекшая минута была вся заполнена рассуждением, идущим вразрез с законами логики и против очевидности. Это недолгое помутнение означает, что дверь открыта, и что, быть может, они сейчас ускользнут от восприятия действительности, устроят привал где-нибудь подальше, это даст им более или менее хороший сон. Но это уже большой шаг вперед. Когда мы поворачиваемся спиной к действительности и добираемся до первых пещер, где ведьмы самовнушений варят адское варево выдуманных болезней или обострившихся нервных заболеваний, и ждут часа, когда припадки, собравшись с духом во время глубокого сна, возобновятся с такой силой, что сон прервется. Неподалеку оттуда есть заповедный сад, где точно сказочные цветы растут такие непохожие один на другой сны. сон от дурмана, от индийской конопли, сны от разных видов эфира, сон от белодонны, опиума, валерьяны, цветы, которые не распускаются вплоть до дня, когда избранный незнакомец прикоснется к ним, раскроет их, и они несколько часов подряд будут изливать аромат необычайных снов в каком-нибудь восхищенном и изумленном существе. В саду стоит школа при монастыре. Окна открыты. Слышно, как в школе повторяют выученные перед сном уроки, которые ученики будут знать только после того, как проснуться. А предвестник пробуждения, тикающий в нас внутренний будильник, до такой степени точно поставлен нашим беспокойством, что когда наша экономка придет нам сказать семь часов, то видит, что мы уже встали. На темных стенах той комнаты, что выходит в сновидение, и где без устали трудится забвение любовных горестей, работу которым лишь изредка прерывает и разрушает полный отцветов минувшего кошмар, и которая тотчас же снова берется за дело, продолжают висеть даже после того, как мы проснулись, воспоминания о снах. Но до того затененные, что часто мы впервые замечаем их белым днем, когда их случайно осветит луч близкой им мысли. Иные уже безоблачно ясные, когда это были сны, так изменились, что не узнав их, мы спешим предать их земле, как очень скоро разложившихся мертвецов, или как вещи, до такой степени попорченные, рассыпающиеся в руках, что самый искусный реставратор не сумел бы восстановить их, что-нибудь с ними сделать. Заграды есть карьер, откуда крепкие сны добывают вещества, до того прочно цементирующие голову, что для того, чтобы разбудить спящего, нужна его собственная воля. И воля, даже солнечным утром, принуждена, как юный Зигфрид, со всего размаху ударять топором. Имеется в виду герой древненемецких героических сказаний, которые использовал Вагнер в своей знаменитой тетралогии «Кольцо Нибелунга». Еще дальше живут кошмары, о которых врачи говорят глупости, будто они изнуряют хуже бессонницы. Как раз наоборот, они дают возможность мысли спрятаться от внимания. Это фантастические альбомы с карточками наших умерших родных, причем все эти родные стали жертвами несчастного случая, но все-таки есть надежда, что они скоро поправятся. Впредь до выздоровления мы держим их в мышеловочке, где они меньше белых мышей, все в больших красных прыщах с пером на шляпах блистают перед нами цицероновским красноречием. Рядом с альбомом находится вращающийся диск будильника, и по воле этого диска мы на мгновение, как нам не скучно, возвращаемся в дом, разрушенный пятьдесят лет тому назад, в дом, образ которого, по мере того, как удаляется сон, все плотнее загораживают другие, пока, наконец, мы не попадаем в тот, что вырастает, едва лишь и остановится диск, в тот, что совпадает с домом, который мы увидим, чуть только откроем глаза. Я ничего не слышал в тех случаях, когда меня одолевал особенно тяжелый сон. В него проваливаешься, как в яму, и бываешь безмерно счастлив от того, что скоро вылез оттуда, огрузневший, объевшийся, переваривающий все, что тебе подносили, подобно нимфам, кормившим Геркулеса, расторопные вегетативные силы, работающие с удвоенной энергией во время нашего сна. Такой сон называют свинцовым. Когда просыпаешься, несколько минут тебе потом кажется, что ты и сам превратился в простую свинцовую куклу. Личности ты уже собой не представляешь. Но почему в таком случае ища свою мысль, свою индивидуальность, мы в конце концов находим наше я скорее, чем чье-либо другое. Отчего, когда мы вновь обретаем способность мыслить, в нас воплощается прежняя наша индивидуальность. Непонятно, от чего зависит выбор, и почему из миллионов человеческих существ, которыми мы могли бы быть, жребий падает на то, кем мы были вчера. Что нами руководит, раз наступил самый настоящий перерыв, будь то крепкий сон, будь то сновидение, совершенно нам чуждо. Наступила самая настоящая смерть, какая наступает, когда сердце перестает биться, и нас оживляют мерным движением, потягивая за язык. Конечно, всякая комната, хотя бы мы видели ее всего один раз, будет воспоминания, а за них цепляются более давние. Или некоторые из них, те, что доходят до нашего сознания, дремали в нас? Воскресение от сна, после благотворного умопомешательства, какое представляет собой сон, по существу мало чем отличается от того, что происходит с нами, когда мы вспоминаем имя, стих, забытый напев. И, быть может, воскресение души после смерти есть не что иное, как проявление памяти. Когда я просыпался окончательно, мой взгляд притягивало осиянное солнцем небо, а в постели удерживало свежесть последних предзимних ясных и холодных утр. И чтобы увидеть деревья, на которых листья обозначались лишь двумя-тремя золотыми или розовыми мазками, как бы висящими в воздухе на незримой нити, я поднимал голову и вытягивал шею, не вылезая из-под одеяла. Точно куколка, которая должна превратиться в бабочку, я представлял собой двойное существо, разным частям которого требовалась особая среда. Моим глазам достаточно было одних красок без тепла, грудь напротив ощущала потребность в тепле, а не в красках. Я вставал только после того, как затапливали камин, смотрел на картину прозрачного и тихого золотисто-лилового утра и искусственно прибавлял к ней недостававшее ей тепло. помешивая в камине попыхивавшим и дымившим как хорошая трубка и так же как трубка доставлявшим мне наслаждение грубое от того, что оно имело под собой основу чисто физического приятного ощущения и вместе с тем изысканное от того, что за ним намечалось что-то ясное-ясное. Моя умывальная была оклеена обоями, на которых по ярко-красному полю были пущены черные и белые цветы. И вот к этим обоям казалось бы мне нелегко будет привыкнуть. Но они только создавали ощущение новизны, не сталкивались, а соприкасались со мной. Из-за них я теперь вставал весело, но по-иному и с по-иному громким пеньем они только ставили перед моими глазами что-то вроде мака, чтобы я смотрел на мир, совсем не похожий на тот, какой открывался моему взору в Париже. Что-то вроде веселеньких ширм, который представлял собою этот новый для меня дом, иначе стоявший, чем дом моих родителей, отчего сюда непрерывно притекал свежий воздух. Бывали дни, когда мне не давало покою желание увидеть бабушку, или я боялся, что она заболела, или вспоминал о деле, которое я не доделал в Париже. Иной раз меня угнетала мысль, что я уже здесь ухитрился попасть в затруднительное положение. Эти волнения гнали от меня сон. Я ничего не мог поделать с моей тоской, она мгновенно заполняла все мое существо. Тогда я посылал кого-нибудь из гостиницы в казарму с запиской к Сен-Лу. Я писал, что если только для него это физически возможно, я знал, что это очень трудно, то не будет ли он так добр на минутку зайти ко мне? Через час он приходил. Стоило мне услышать его звонок, и я чувствовал, что все мои тревоги улетучиваются. Я знал, что они сильнее меня, но что он сильнее их, и мое внимание отвлекалось от них и устремлялось к человеку, который должен был их рассеять. Сен-Лу с самого утра двигался на свежем воздухе, и теперь он приносил его с собой, он заполнял мою комнату средою, резко отличавшейся от той, что окружало меня здесь. Я сейчас же к ней приспособлялся, соответственно, на нее реагируя. Не сердитесь на меня за то, что я вас побеспокоил. Я очень взволнован одним обстоятельством. Вы, наверное, догадываетесь. Да нет, я просто подумал, что вы обо мне соскучились, и это меня тронуло. Вы прекрасно сделали, что послали за мной. Ну, что-нибудь не так? Чем могу быть вам полезен? Он выслушивал мои объяснения, давал точные ответы, но не успевал он рот раскрыть, как я уже дорастал до него. По сравнению с его важными делами, благодаря которым у него был такой озабоченный, бодрый, довольный вид, неприятности, причинявшие мне ни на секунду не утихавшую боль, казались теперь мелкими не только ему, но и мне. У меня было такое же чувство, как у человека, который несколько дней не мог открыть глаза, и, наконец, послал за доктором, и которому доктор ловко и безболезненно приподнял века, извлек и показал песчинку, глаз у больного стал смотреть, и больной успокоился. Всем моим тревогам приходил конец, как только Сен-Лу предлагал послать телеграмму. Жизнь, казалось мне теперь совершенно иной, прекрасной, несбыток жизненных сил побуждал к действию. «Что вы сейчас собираетесь делать?» задавал я вопрос Сен-Лу. «Я ухожу. Через три четверти часа полк выступает, я должен быть в казарме. Значит, вам было очень трудно выбраться ко мне». «Нет, не трудно». Капитан был в высшей степени любезен. Он сказал, что к вам мне непременно надо пойти, но злоупотреблять его любезностью я не хочу. «А что, если я мигом оденусь и пойду туда, где у вас будет происходить учение, мне это очень любопытно, а в перерывах мне, может быть, удастся с вами поговорить, вот этого я вам не советую». Вы не спали, вы себя навинчивали из-за сущей чепухи, можете мне поверить, но теперь, раз вы перестали волноваться, положите голову на подушку и усните. Это превосходное средство от деминерализации ваших нервных клеток, но скоро засыпайте, потому что наша паскудная музыка пройдет под самыми вашими окнами, после этого сон ваш, надеюсь, будет мирен, а увидимся мы с вами вечером за ужином. Однако потом я часто ходил в поле смотреть, как занимается полк, начал же я туда ходить, потому что после того, как меня заинтересовали военные теории, о которых рассуждали за столом приятели Сен-Лу. Я загорелся желанием увидеть вблизи их начальников. Так человек, делом жизни, которого является музыка и который постоянно посещает концерты, с удовольствием ходит в кафе потереться среди музыкантов. До того места, где происходили занятия, надо было пройти немалое расстояние. По вечерам после ужина мне так хотелось спать, что голову мою уклонило, словно она окружилась. Утром я не слышал оркестра, как прежде не слышал концерта на пляже в Бальбеке на другой день после ужина Сен-Лу в Ривбеле. Намереваясь начать одеваться, я испытывал упоительное чувство неспособности встать. Я как бы уходил невидимой глубоко в землю с плетением узловатых питающих корешков и от усталости я это сплетение ощущал. Мне казалось, что я полон сил. Мой жизненный путь рисовался мне теперь более долгим, а все от того, что меня отбрасывало к моему детству в Комбре, когда я чувствовал здоровую усталость после наших прогулок по направлению к Германту. Поэты уверяют, будто опять входя в дом, в сад, где протекала наша молодость, мы на миг становимся теми же, что и тогда. Паломничества эти очень опасны, они могут обрадовать нас, но и разочаровать. Края, не меняющиеся свидетелей былых времен, лучше всего искать в самих себе. Тут нам могут в известной мире оказать помощь большая усталость и, как следствие, спокойная ночь. Во всяком случае, они спуская нас в самые глубокие подземелья сна, в такие, где ни один отблеск яви, ни один луч памяти не освещает внутреннего монолога, если только монолог не прерывается, так тщательно перекапывают почву и подпочву нашего естества, что, благодаря этому, мы находим там, куда наши мускулы, переплетаясь, погружают свои разветвления, ниоткуда они черпают свежие силы, сад, где мы гуляли детьми. Чтобы снова увидеть его, не надо никуда ездить, нужно уйти вглубь себя, и ты вновь обретешь его. То, что некогда покрывало землю, уже не на ней, а под ней, чтобы осмотреть мертвый город, экскурсии недостаточно, необходимы раскопки. Из дальнейшего будет явствовать, что некоторые случайные минутные впечатления это лучший путь к прошлому, чем перемещения, происходящие в нас самих, ибо их расчет вернее, ибо их полет захватывает дух, ибо он легок, неощутим, безошибочен, бессмертен. Иногда я еще больше уставал. Это когда я, не ложась, несколько дней подряд смотрел, как проходят занятия. Каким благословенным было тогда возвращение в гостиницу. Юркнув под одеяло, я испытывал такое чувство, как будто я убежал от волшебников, чародеев, от той нечисти, которая действует в наших любимых романах семнадцатого века. Мой сон и валяньи в постели по утрам превращались в прелестную сказку. В прелестную, а может быть, и в благотворную. Я убеждал себя, что есть спасение от самых лютых мучений, что уж во всяком случае покой обрести можно. Эти мысли заводили меня далеко. В свободные от занятий дни, если Сен-Улун все-таки не мог уйти из казармы, я часто приходил к нему. До казармы было далеко, за чертой города я проходил виадук, по обеим сторонам которого простиралась бескрайняя ширь. На высоких местах почти всегда дул сильный ветер. Он наполнял собою казармы, выходившие на три стороны двора и казармы гудели, не умолкая, как гудит в теснинах. Роберт познакомил меня кое с кем из своих приятелей. Если он бывал занят, я в ожидании разговаривал с ними у двери его комнаты или в столовой. Потом, в те дни, когда Роберт отсутствовал, я приходил к ним, глядя в окно, натянувшиеся в ста метрах подо мною поля, оголенные, но уже спробивавшимися новыми всходами, часто еще влажными от дождя и освещенными солнцем, блестевшими полупрозрачной эмалевой чистоты блеском. Говорили же мои собеседники, иной раз и о Робере, и я очень скоро убедился, что все его здесь знают и любят. Многие вольно определяющиеся из других эскадронов, молодые состоятельные буржуа, непринятые в высшем аристократическом обществе и наблюдавшие его со стороны, любили Сен-Лу за характер, но еще больше он вырастал в их глазах, от того, что они часто по субботним вечерам, когда получали отпуск и уезжали в Париж, видели, как этот молодой человек ужинает в Кафе-Мир с герцогом Юзесским и принцем Орлеанским. Кафе-Мир – одно из популярных парижских кафе на правом берегу Сены. В нем бывали Пруст, Леон-Доде и многие другие писатели. Вот почему его красивая фигура, его расхлябанная походка, неотчетистое козырянье, беспрестанные броски монокля, фантазии о чересчур высоких кепи, панталон из чересчур тонкого и чересчур розового сукна – все это связывалось в их представлении с шиком, которого, по их глубокому убеждению, не хватало самым элегантным офицерам в полку, даже величественному капитану, который позволил мне переночевать в казарме, и который рядом с Сен-Лу казался чересчур напыщенным и почти заурядным. Кто-то сказал, что капитан купил новую лошадь. Пусть себе покупает. Воскресенье утром я встретил Сен-Лу в аллее Акаций. Аллея Акаций – одна из аллей Булонского леса. Пруст описал ее в конце первого тома своего цикла. Как он ездит верхом, вот это я понимаю, Шик, заметил другой и сознанием дело. Надо заметить, что эти молодые люди принадлежали к классу, которому нет доступа в великосветский круг, но у которого есть деньги, есть свободное время, и который благодаря этому понимает толк не хуже аристократии в элегантности покупной. Их элегантность, например, в одежде, была разве что более тщательна, еще менее уязвима, чем свободная и небрежная элегантность Сен-Лу, которая так нравилась моей бабушке. Сынки крупных банкиров и биржевых маклеров испытывали легкое волнение, увидев за соседним столиком унтер-офицера Сен-Лу, когда они после театра ели устриц. И сколько рассказов бывало в казарме по понедельникам, когда офицеры возвращались из отпуска, с кем-то из своего эскадрона Сен-Лу очень мило поздоровался. Кто-то еще не из того эскадрона был полон уверенности, что Сен-Лу все-таки его узнал, потому что несколько раз направлял монокль в его сторону. «Да, мой брат видел его в мире», говорил третий, проводивший однодневный отпуск у любовницы. «Кажется, даже фракт на нем был очень широкий и неважно сидел, а жилет?» «Жилет на нем был не белый, а лиловый, с пальмовыми веточками. Сногсшибательно». Для сверхсрочных, выходцев из простонародья, не имевших понятия о Джокей-Клобе и зачислявших Сен-Лу всего-навсего в категории очень богатых унтер-офицеров, а именно тех, что жили, будь они разорены или не разорены на широкую ногу, чьи доходы или долги достигали внушительные цифры и кто был добр к солдатам, походка, монокль, панталоны, кепи, Сен-Лу представляли, однако, не меньший интерес и придавали им не меньшее значение, хотя ничего аристократического в них не видели. Усматривая в этих особенностях нечто характерное, стильное, они раз навсегда решили, что оно присуще именно Сен-Лу, у которого такая своеобразная манера держаться и который не считается сомнением начальства, а это они рассматривали как прямое следствие его доброты к солдату. Утренний кофе в столовой или дневной отдых на койках были еще приятнее, если кто-нибудь из сверхсрочников сообщал чревоугодливой и ленивой компании любопытную подробность о Кепе Сен-Лу. Вышиной с мою укладку. Но это уж ты, старина, хватил, не могло он и быть с твою укладку вышиной, перебивал его лицензиат гуманитарных наук. Изъясняясь таким образом, он хотел показать, что он не новобранец. Позволив же себе выразить недоверие рассказчику, он только добивался, чтобы рассказчик подтвердил то, что его восхищало. Лицензиат, имеющий одну из ученых степеней, следующую за степенью бакалавра, дающих право преподавать, вести юридическую практику и тому подобное. Не могло быть вышиной с мою укладку, а ты что, мерил? Подполковник так выпучил на него глаза, как будто вот сейчас на гауптвахту отправит. А драгоценный мой Сен-Лук хоть бы что, расхаживай, то вскинет голову, то опустит, монокль так и прыгает. Послушаем, что скажет ротный. А может, и ничего не скажет. Но только, наверное, это ему не понравится. Да кепи это ерунда. Говорят, в городе у Сен-Лу их штук тридцать. Кто же от тебя такими сведениями напичкал? Наш прохвост капрал, что ли? спрашивал юный лицензат, упорно продолжая щеголять новыми для нее грамматическими формами, которые он совсем недавно усвоил и которыми он с гордостью украшал свою речь. Кто напичкал его деньщик кто же еще? Вот ж кому повезло так повезло. Я думаю, деньги у него побольше, чем у меня. Это уж наверняка. Да еще Сен-Лу отдает ему все свои вещи и прочее тому подобное. Солдатского довольствия ему не хватало. Вот мой Сен-Лу заявляется на кухне и говорит при Кашеваре, кормить его досы-то, сколько бы это ни стоило. Сверхсрочник возмещал бессодержательность рассказа выразительностью интонаций. Его посредственное подражание имело громадный успех. Из казармы я шел на прогулку. Потом, после захода солнца, до встречи с Сен-Лу и его приятелями в той гостинице, где мы вместе ужинали, часа два отдыхал и читал у себя. На площади вечер устилал похожую на песочницу крышу замка розовыми облачками под цвет его кирпичных стен и, смягчая этот цвет отблеском заката, довершал сближение красок. Я ощущал в себе такой мощный прилив жизненных сил, что любое мое движение не могло бы их исчерпать. При каждом шаге моя нога, дотронувшись до мостовой на площади, сейчас же отскакивала, у моих пяток словно вырастали крылья Меркурия. В одном из фонтанов вода покраснела, в другом от лунного света стала опаловой. Между фонтанами играли мальчишки, кричали, описывали круги, подчиняясь необходимости определенного часа, как подчиняются ей стрижи и летучие мыши. Рядом с гостиницей Старинные дворцы и оранжерея в стиле Людовика XVI, где теперь помещались сберегательные кассы и штаб корпуса, были освещены изнутри уже зажженными газовыми лампочками, чей тускло-золотой свет теперь, когда еще не стемнело, хорошо сочетался с высокими и широкими окнами XVIII века, на которых еще не угас последний луч заката, вроде того, как идет к разрумянившемуся лицу желтый черепаховый гребень, и этот свет звал меня к моему камину и лампе, которая в том крыле гостиницы, где я жил, в одиночку боролась с полумраком, я же возвращался к ней еще до темноты, предвкушая удовольствие вроде того, какое предвкушаешь, возвращаясь домой к завтраку. В комнате я испытывал ту же самую полноту ощущений, что и наружи. От нее так раздувались предметы, которые часто кажутся нам плоскими и полыми, желтое пламя в камине, небесно-голубые обои, на которых вечер точно школьник красным карандашом провел спирали, скатерть с замысловатым рисунком на круглом столе, на котором меня ждали стопа пищи бумаги чернильница и роман Бергота, что с той поры эти вещи зажили в моем представлении совершенно особой жизнью, которую, как мне казалось, я мог бы вынуть из них, если б мне суждено было встретиться с ними вновь. Мне весело было думать о казарме с вертящимся флюгером. Водолаз дышит в трубку, выходящую на поверхность. Мне же, звеном, соединявшим со здоровой жизнью, со свежим воздухом, служила казарма. Это высокая обсерватория, господствовавшая над полем прорезанным каналами из зеленой эмали. Я считал драгоценной своей привилегией, которую мне хотелось продлить, возможность когда угодно заходить в жилые ее помещения и в сараи и знать, что тут я всегда желанный гость. В семь часов я одевался и шел ужинать с Сен-Лу в другую гостиницу. Я любил ходить туда пешком. Меня вступала кромешная тьма, а начиная с третьего дня, как только все погружалось во мрак, стал задувать холодный ветер, предвестник снега. Казалось бы, я всю дорогу должен был думать о герцогине Германской, ведь только чтобы попытаться приблизиться к ней, я и приехал в гарнизон Робера. Но воспоминания и скорбь подвижны. Бывают никогда не уходят так далеко, что мы едва их различаем, нам кажется, что они ушли, тогда мы обращаем внимание на другое, а улицы этого городка еще не стали для меня, как там, где мы живем постоянно, всего лишь путями от одного места до другого. Неведомый этот мир и его обитатели казались мне чудесными, и часто освещенные окна какого-нибудь дома надолго останавливали меня в темноте, являя моим глазам правдивые таинственные черты недоступной мне жизни. Вот здесь гений огня показывал мне на картине в пурпурных тонах кабачок торговца каштанами, где два унтер-офицера, положив портупей на стулья, играли в карты, не подозревая, что некий волшебник выхватывает их из темноты, как на сцене, и представляет такими, каковы они сейчас на самом деле, глазам остановившегося прохожего, который им не виден. В ловчонке старьевщика наполовину сгоревшая свеча, бросая красный отблеск на гравюру, превращала ее в сангину, оборясь с тенью, свет большой лампы выделывал из куска простой кожи софьян, усеивал блестками кинжал, покрывал плохие копии точно время Патиной или знаменитый художник Лаком, дорогой Позолотой, короче говоря, преображал эту трущобу в бесценного Рембрандта. Иной раз я поднимал глаза на закрытые ставнями окна старинных просторных апартаментов, где амфибии мужского и женского пола, ежевечерне приспосабливаясь к жизни не в той стихии, в какой они жили днем, медленно плавали в жире, который чуть только стемнеет, непрерывно течет из резервуара ламп, наполняя комнаты до верхнего края их каменных и стеклянных стен, и в котором эти амфибии, перемещаясь, образовывали маслянистые золотые водовороты. Я шел дальше, и часто в темном переулке близ собора, как когда-то по дороге в Мезеглис, меня останавливала сила страсти. Мне казалось, что вот сейчас появится женщина и утолит ее. Если я вдруг чувствовал, что в темноте движется платье, меня переполняла такая бурная радость, что мне в голову не могла прийти мысль о случайности этого шелеста, и я пытался обнять испуганную незнакомку. В этом готическом переулке было для меня что-то до того реальное, что если бы мне удалось подцепить здесь женщину и овладеть ею, то у меня не было бы ни малейших сомнений, что нас с ней соединило античное сладострастие, хотя бы она представляла собой обыкновенную уличную девку, каждый вечер пристающую здесь к мужчинам. В моих глазах ей придавали бы таинственность зима, непривычная обстановка, тем и средневековье. Я думал о будущем. Мне казалось, что постараться забыть герцогиню германскую это ужасно, но разумно, и теперь, наконец, осуществимо, может быть, даже легко. В полной тишине этого квартала я слышал разговор и смех подвыпивших гуляк, возвращавшихся домой. Я останавливался, чтобы поглядеть на них, я смотрел туда, откуда доносились голоса, но ждать мне приходилось долго. Окрестное безмолвие было таким глубоким, что с поразительной ясностью и силой доносились еще совсем далекие звуки. Все же гуляки приближались, но шли они не навстречу мне, как я предполагал, а сзади меня еще очень далеко. То ли перекрестки и большие промежутки между домами, преломляя звук, создавали акустический обман, то ли вообще очень трудно угадать, откуда исходит звук, но только я ошибался, определяя и расстояние, и направление. Ветер усиливался. Он весь ощетинивался и шершавил перед метелью. Я возвращался на главную улицу и прыгал в трамвайчик, с площадки которого офицер, как будто и не смотревший на тротуар, отвечал на козырянье увольний солдат с размалеванными холодом лицами. И лица эти здесь, в городке, который, казалось, резкий переход от осени к зиме отодвинул дальше на север, заставляли вспомнить красные лица крестьян Брейгеля, жизнерадостных, гуливых и озявших. Речь идет о персонажах многочисленных картин нидерландского художника Питера Брейгеля Мужицкого 1520-1569 годы, изображающих крестьянские праздники. И как раз в той гостинице, где я встречался с Сен-Лу и его приятелями, и куда начинавшиеся праздники привлекали много народа из округи и из других краев, в этом я убеждался, идя по двору, куда выходили окна пламеневших кухонь, где поворачивались насаженные на вертело цыплята, где жарилась свинина, где еще живых омаров бросали в то, что хозяин гостиницы называл огнем вечным, был наплыв не меньший, чем при всеобщей переписи в Вифлееме, как ее изображали старые фламандские мастера, приезжих, стоявших кучками во дворе и спрашивавших хозяина его помощников, которые, если те не производили на них маломальски благоприятного впечатления, чаще всего указывали им другое пристанище, можно ли здесь остановиться и столоваться, а мимо них проходил слуга, держа за шею трепыхавшуюся птицу. При всеобщей переписи в Вифлееме речь идет об известном библейском эпизоде, приказе Ирода разыскать и умертвить всех младенцев определенного возраста, ставшим сюжетом картин многих художников, в том числе Франца Флориса 1516-1570 годы, Питера Брейгеля находится в Вене, Мартина де Фоса 1532-1603 годы и других. В большой столовой, через которую я прошел в первый же день в маленькую комнатку, где меня ждал мой друг, был пир, тоже евангельский, созданный с наивностью старого времени и с фламандской нездержанностью, о которых заставляло вспомнить множество разукрашенных и дымившихся рыб, пулярок, тетеревов, бекасов, голубей, которых приносили запыхавшиеся официанты, для быстроты сказившие по паркету и ставившие блюда на громадный стол, где рыбу и мясо тут же нарезали и где многие уже заканчивали трапезу, когда я входил, груды того и другого оставались лежать нетронутыми, как будто обилие яств и торопливость тех, кто их приносил, зависели в гораздо большей степени, чем от требований посетителей от почтения к священному писанию, за которым здесь следовали точно, но по своей наивности дополняли его реальными подробностями, взятыми из окружающей действительности, и от эстетической и религиозной потребности показать пышность праздника через обилие еды и усердие слуг. Один из них стоял в конце столовой около буфета и о чем-то думал, а так как мне показалось, что только он один из всей прислуги сохраняет спокойствие и способен ответить мне на вопрос, в какой комнате приготовлен нам столик, то я пробираюсь между нагревательными приборами, зажженными, чтобы не оставали кушанье для запоздавших, а в середине столовой сладкие блюда держала в руках громадная фигура, стоявшая иногда на крыльях утки, на вид из хрусталя, на самом деле изо льда, который ежедневно в чисто фламандском вкусе гранил каленым железом повар-скульптор, пошел прямо, рискуя тем, что кто-нибудь налетит на меня и свалит с ног к этому слуге, в котором я нашел разительное сходство с фигурой, изображавшейся на картинах духовного содержания, ибо у него было точно такое же курносое, простодушное, плохо нарисованное лицо с мечтательным выражением, свидетельствовавшим о том, что он уже предчувствует чудо присутствия божества, о котором другие еще не подозревают. Надо также заметить, что, конечно, в связи с приближавшимися праздниками, этот образ дополнялся целой небесной ратью, набранной из херувимов и серафимов. Юный ангел, музыкант с белокурыми волосами, обрамлявшими четырнадцатилетнее его лицо, откровенно говоря, не играл ни на каком инструменте. Он о чем-то мечтал, уставившись то ли на гонг, то ли на гору тарелок, между тем, как ангелы повзрослее носились по бескрайним просторам столовой, колебля воздух беспрестанным колыханием салфеток, которые остроконечными крыльями, как на примитивах, плескались у них за плечами. Через эти нечетко разграниченные области, под пальмовым пологом, создававшим впечатление, что небесные слуги, когда вы смотрели на них издали, появляются из эмпирей, я прокладывал дорогу до отдельного кабинета, где был столик Сен-Лу. Там сидели его приятели, ужиновшие всегда вместе с ним, из благородных семей, кроме двух-трех разночинцев, но таких, в которых дворяне уже на школьной скамье чувствовали своих по духу, и с которыми они охотно сближались, доказывая этим, что они не являются принципиальными противниками буржуа, хотя бы даже республикански настроенных, и что им важно одно, чтобы те мыли руки и ходили в церковь. Когда я пришел сюда в первый раз, то прежде, чем сесть за столик, отвел Сен-Лу в угол и при всех, но так, чтобы слышал только он, сказал «Роберт, сейчас не время и не место об этом говорить, но я вас задержу на одну секунду. В казарме я все забывал спросить, у вас на столе карточка герцогини германской? Ну да, это моя милая тетушка». «Ну понятно, какий я бестолковый. Бог ты мой, ведь я же отлично это знал, совсем изумовон. Однако ваши друзья должно быть выходят из терпения. Только два слова, а то они на нас смотрят. Или в другой раз это несущественно. Да ничего, ничего, подождут. Ни в коем случае я не хочу быть невежей, они такие славные. Да и потом я же вам сказал, что это не имеет значения. Вы знаете мою хорошую Ариану? Определение «хорошее», которое Сен-Лу дал Ариане, так же, как и «милая», не значило, что он считает герцогини германскую какой-то особенно милой. В таких случаях «милая», «прекрасная», «хорошая» служат всего лишь подкреплением слову «моя», являются приметами особы, которую знают и тот, и другой, и которая задает вам задачу, как говорить о ней с человеком, с которым вы не на короткой ноге. «Милая» это что-то вроде затычки, дающей возможность мгновенно придумать следующую фразу «вы часто с ней видитесь», или «мы с ней месяцами не видимся», или «я видел ее во вторник», или «она уже не первой молодости». «вы не можете себе представить, как меня заинтересовало, что у вас есть ее карточка. Мы ведь живем теперь в ее доме. Мне рассказывали о ней удивительные вещи. Я бы затруднился ответить на вопрос, какие именно. И она меня очень занимает с точки зрения литературной. Вы меня понимаете, как бы это выразиться, с точки зрения Бальзаковской. Вы такой умный, вы поймете меня с полуслова, но только скорее, скорее ваши друзья подумают, что я человек совершенно невоспитанный. Да ничего они не думают. Я им сказал, что выявление необыкновенное, и они гораздо больше боятся вас, чем вы их. Вы очень добры ко мне. Ну так вот, герцогине германской неизвестно, что я с вами знаком, ведь правда? Чего не знаю, того не знаю. Мы с ней в последний раз виделись летом. После ее возвращения в Париж я в отпуску не был. Вот что я хочу вам сказать. Меня уверяли, будто она считает меня за полного идиота. Не думаю. Ариана умом не блещет, но она и не глупа. Понимаете, вообще-то я не хочу, чтобы вы всем рассказывали о своей симпатии ко мне. Я не тщеславен. Мне, например, неприятно, что вы говорили обо мне лестные вещи вашим друзьям. Кстати, через две секунды мы к ним вернемся. А вот если бы вы даже с некоторой долей преувеличения сказали герцогине германской, как вы ко мне относитесь, вы бы меня очень обрадовали. Да с удовольствием. Если это и есть ваша просьба, то исполнить ее не бог весть, как трудно. Ну, неужели же вам так дорого ее мнение? По-моему, вам оно совершенно безразлично. Во всяком случае, об этом мы с вами можем толковать и наедине, и при всех, а разговаривать стоя для вас утомительно, да и неудобно. Нам с вами еще не раз представится возможность побыть вдвоем. Именно это неудобство и подвинуло меня на разговор с Робером. Присутствие посторонних давало мне право на обрывистость и бессвязность речи. Так мне было легче прикрыть лживость моего уверения, будто я забыл, что мой друг родственник герцогини, а о Сен-Лу я лишал возможности расспросить меня, почему мне хочется, чтобы герцогиня германская знала о нашей с ним дружбе, о том, что я умен и так далее. Меня бы эти вопросы смутили и ответить на них я бы не смог. Робер, вы же такая умница. Удивляюсь, как вы не понимаете, что не надо рассуждать, почему то-то и то-то может быть приятно вашим друзьям. А надо это сделать. Я, если бы вы обратились ко мне с любой просьбой, а я был бы очень рад, если бы вы о чем-нибудь меня попросили, уверяю вас, я не стал бы задавать вам вопросы. Дело тут уже не в моих желаниях. Я не стремлюсь к знакомству с герцогиней германской, но мне следовало бы, чтобы испытать вас, сказать, что мне хочется пообедать с герцогиней германской. я знаю, я знаю, что вы бы мне этого не устроили. Не только устроил бы, но и устрою. А когда? Как приеду в Париж? По всей вероятности, недели через три. Посмотрим. Да нет, она не захочет. Я не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность. Да не за что. Как так не за что? Это неоценимая услуга. Теперь я вижу, что вы истинный друг. А важные вещи я вас прошу, или они важны, а приятные или неприятные. Действительно, я этого добиваюсь, или только хочу испытать вас, это безразлично. Вы обещаете исполнить мою просьбу, и в этом сказывается вся тонкость вашего ума и чуткость вашего сердца. Глупый друг вступил бы в пререкание. Он-то как раз со мной пререкался. Но, может, я рассчитывал на то, что задену его самолюбие? А может, я был искренен? Ведь для меня человек ценен был только той пользой, какой он способен мне принести в единственно важной для меня области, в области любви. Я еще прибавил, может, из двоедушия, а может, от избытка настоящей нежности, вызванного благодарностью, заинтересованностью и, наконец, тем, что природа наделила общими чертами герцогиню германскую и ее племянника Ромбера. Нам давно пора вернуться к остальной компании, а между тем я успел обратиться к вам только с одной просьбой, менее важной, другая куда важнее. Но я боюсь, что вы мне откажете. Вас не будет коробить, если мы перейдем на ты. Какое там коробить? Да что вы! Радость, слезы счастья, безмерное блаженство! Как я вам тебе благодарен! Когда же вы перейдете, это для меня такая радость, что, если вам неудобно, оставьте в покое герцогиню германскую. С меня довольна, что мы на ты. Я исполню обе просьбы. Ах, Робер! Послушайте, снова обратился я к сыну за ужином. До чего нелеп был этот наш сбивчивый разговор, да я, собственно, не знаю, зачем я его завел. Вы знаете даму, о которой я вам говорил? Знаю. Вы понимаете, кого я имею в виду? Помилуйте, да что ж, я олух царя небесного, слабоумный. Вы не подарите мне ее карточку. Я хотел попросить карточку только на время. Перед тем, как об этом заговорить, я оробел. Моя просьба показалась мне неделикатной, но, чтобы не выдать себя, я обратился к Сен-Лу с еще более наглой, более нахальной просьбой, и так, как будто это вполне естественно. Нет, я должен попросить у нее разрешение, ответил Сен-Лу. Он покраснел. И в эту минуту, поняв, что у него есть задняя мысль, что он уверен, будто есть она и у меня, что моя любовь найдет в нем не всецело преданного ей слугу, а такого, который не поколеблет ради нее определенных нравственных устоев, я вознегодовал на него. И тем не менее, я был тронут, когда убедился, что Сен-Лу обходится со мной в обществе своих приятелей не так, как с глазу на глаз. Меня бы не проняла особенная его любезность, если бы она казалась мне наигранной, но я чувствовал, что она неделанная, что она складывается из того, что он говорил обо мне в мое отсутствие и о чем умалчивал, когда мы с ним были вдвоем. Во время наших разговоров один на один я, конечно, догадывался, что ему доставляет удовольствие беседовать со мной, но он этого почти никак не выражал. Сейчас он искосо поглядывал на приятелей, чтобы проверить, производят ли на них то впечатление, на какое он рассчитывал и какое должно было соответствовать всему тому, что он обо мне нарассказал, мои мысли, которые он ценил высоко, но про себя. Мать дебютантки не с таким неослабным вниманием следит за тем, как подает реплики ее дочь и как ее принимает публика. Когда я говорил что-нибудь такое, что вызвало бы у него в лучшем случае улыбку, если бы мы с ним были одни, он, боясь, что меня не поймут, переспрашивал «как-как», чтобы заставить меня повторить эти слова, чтобы привлечь к ним внимание, тут же оборачивался к другим скидывал на них с веселым смехом глаза, неумышленно их заражал, и в тот день мне впервые стало ясно, что он думает обо мне и что он, наверное, часто обо мне говорит. Словом, я вдруг посмотрел на себя со стороны, как человек, который прочел свое имя в газете или увидел себя в зеркале. В один из таких вечеров мне захотелось рассказать довольно забавную историю про госпожу Блонде, но я сразу осекся. Я вспомнил, что Сен-Лу знает ее, и что, когда я начал ее рассказывать ему на другой день после приезда суда, он перебил меня. Вы мне это уже рассказывали в Бальбеке. Госпожа Блонде, жена нотариуса из Манса, которая появляется на страницах романа «Под сенью девушек в цвету» в описании общества Бальбека. Вот почему меня удивило, что он начал меня уговаривать, чтобы я продолжал уверять, что он не знает этой истории и что ему очень хочется послушать. Я возразил, вы просто забыли, но тут же вспомните. Да нет, клянусь тебе, ты путаешь. Ты мне ее не рассказывал, ну? И пока история не кончилась, он в сильном возбуждении все переводил восхищенный взор с меня на товарищей и с товарищей на меня. Только когда конец моего рассказа вызвал дружный смех всей компании, мне стало ясно, что ему хотелось, чтобы у моих слушателей составилось лестное представление о моем уме, и что только ради этого он прилгнул, будто никогда не слышал истории про госпожу бланде. Вот что такое дружба. За третьим ужином один из приятелей, Сен-Лу, с которым мне довелось поговорить во время первых двух, очень долго беседовал со мной, и потом я слышал, что он в полголоса говорил Сен-Лу о том удовольствии, какое получил от нашей беседы. В самом деле мы с ним проговорили весь вечер, не дотрагиваясь до стаканов с сатером, стоявших перед нами, отделенные и защищенные от других чудными завесами той возникающей между людьми приязни, которая, если она основана не на чисто внешней привлекательности, представляет собой единственное чувство, где все тайно. Таким загадочным по своей природе явилось для меня в Бальбеке чувство, которое зародилось душе Сен-Лу ко мне, независимо от интереса, какой имели для него наши беседы, чувство, не связанное ни с чем материальным, невидимое, неосязаемое и тем не менее жившее в нем как теплород, как физическое тело, настолько отрадное, что Сен-Лу не мог говорить о нем без улыбки. И, быть может, было нечто еще более поразительное в приязни, распустившейся здесь за один вечер. Так раскрылся бы в течение нескольких минут бутон в тепле этой комнатки. Я не мог удержаться, чтобы не спросить у Робера, правда ли, что, как я слышал в Бальбеке, его женитьба на мадемозель Домбрезак это дело решенное. Он ответил, что не только ничего не решено, но что об этом и речи не заходило, что он в глаза ее никогда не видал, что он о ней понятия не имеет. Если бы я сейчас встретил тех людей из высшего общества, которые сообщили мне о предстоящей женитьбе Сен-Лу, они уведомили бы меня о том, что мадемозель Домбрезак выходит замуж, но не за Сен-Лу, а что Сен-Лу женится, но не на мадемозель Домбрезак. Я бы очень их удивил, напомнив им, что они предсказывали нечто совсем иное, да еще так недавно. Чтобы эта светская игра могла продолжаться и плодить неверные сведения, возможно, в большем количестве, одно за другим, наслаивая их на каждое имя, природа наделила подобного рода игроков памятью столь же короткой, сколь велико их легковерие. Сен-Лу рассказывал мне о другом своем товарище, который тоже был сейчас здесь, с которым он был особенно близок, потому что среди офицеров только они двое стояли за пересмотр дела Дрейфуса. «О, это совсем не то, что Сен-Лу, это одержимый», воскликнул мой новый приятель. «Он лишен самой элементарной порядочности». Сначала он все твердил, надо подождать, я хорошо знаю одного человека, он умен, благожелателен, это генерал Буадефр, «Буадефр». Что генерал скажет, значит, так оно и есть. Но когда он узнал, что Буадефр считает Дрейфуса виновным, Буадефр пал в его глазах. Клерикализм и прочие предрассудки главного штаба помешали ему взглянуть на вещи беспристрастно, хотя во всем мире нет, или, по крайней мере, не было такого ярого клерикала, как наш друг. Тогда он нам сказал, что истина рано или поздно откроется, дело теперь в руках Сосье, а Сосье, солдат-республиканец, родители нашего друга Яра и монархисты, человек железной воли и на сделки с совестью не пойдет. Но когда Сосье оправдал Эстергази, он нашел этому приговору новые объяснения, порочащие не Дрейфуса, а генерала Сосье. За пересмотр дела Дрейфуса Это указание позволяет довольно точно определить время действия романа Пруста. Борьба за пересмотр дела началась уже в 1894 году, после осуждения Альфреда Дрейфуса 1859-1935 годы к вечной ссылке на чертов остров. Движение за отмену приговора особенно усилилось в 1897-1998 годах, после опубликования ряда новых документов и выступления Эмиля Золя с памфлетом «Я обвиняю» открытое письмо президенту Фору. В 1899 году Дрейфус был помилован, а в 1906 году оправдан. Следовательно, действие романа происходит в 1897-1899 годах. Боадефр Рауль Ламутон 1839-1919 годы начальник французского генерального штаба в 1893-1998 годах ярый сторонник осуждения Дрейфуса. После разоблачений и самоубийства подполковника Анри вынужден был подать в отставку. Сосье Феликс Гюстав 1828-1905 годы французский генерал принимал участие в суде над Дрейфусом и вынес ему обвинительный приговор. Венгерский авантюрист Фердинанд Эстергази потомок старинной дворянской фамилии находясь на французской службе был истинным виновником преступления. Именно он а не Дрейфус передавал немецкой разведке секретные сведения. Это установил подполковник Пикар но ему было запрещено продолжать расследование. Сосье был отравлен милитаристским духом. Заметьте, что наш друг не только клерикал, но и милитарист. Во всяком случае, он был милитаристом, а теперь я не знаю, что о нем и думать. Его семья в отчаянии от того, что он заражен всеми этими идеями. «Видите ли», заговорил я, обращаясь и к товарищу, Сен-Лу и к самому Сен-Лу, чтобы ему не пришло в голову, будто я от него отдаляюсь, и чтобы втянуть его в разговор. Дело в том, что влияние среды, о которой теперь так много говорят, особенно сильно в сфере интеллектуальной. Человек увлечен какой-то идеей. Людей на свете гораздо больше, чем идей, поэтому людей одинаковых убеждений много. Так как в мысли ничего материального нет, то люди только физически окружающие человека не вносят в нее никаких изменений. Не вносят в нее никаких изменений. Далее в первых изданиях романа шел большой отрывок, вставленный сюда издателями по ошибке. Пруст колебался, куда его поместить, и в результате так и не определил его место. В последних критических изданиях ниже следующий отрывок приводится в примечаниях. Сен-Лу неудовольствовался безмолвным участием в беседе. В порыве радости, еще усиливавшийся от того, что он показывал меня во всем блеске своим приятелям, он повторил скороговоркой, гладя меня, как будто и лошадь, первый пришедший к призовому столбу, знаешь, у меня и тебя никого не встречал. Потом вдруг спохватился и добавил и Эльстира. Тебе это не обидно ведь, правда? Понимаешь, надо быть объективным. Пример. Я говорю тебе это, как бы сказали Бальзаку, вы величайший романист нашего века, вы и Стендаль. Понимаешь, сверхобъективность есть в сущности безграничное восхищение. Разве нет? Ты не согласен насчет Стендаля? Спросил он с наивной верой к правоту моего мнения. Верой, которая читалась в пленительном, вопросительно улыбчивом, почти ребячливом выражении его зеленых глаз. Ага, я вижу, что ты со мной согласен. Блок терпеть не может Стендаля. По-моему, это идиотство. Обитель. Ведь это же все-таки грандиозно. Я рад, что ты со мной согласен. Скажи, кто тебе больше всего нравится в обители? С юношеской пылкостью спросил он. Его грозная физическая сила придавала этому вопросу что-то почти устрашающее. Мозка? Фабриций? Я робко заметил, что мозка чем-то напоминает маркиза де Норпуа. На эти мои слова юный Зигфрид Сен-Лу ответил взрывом хохота. И не успел я добавить, но только мозг гораздо умнее, он не такой педант, как Робер уже крикнул «Браво!» Нистово захлопал ладоши и, давясь хохотом, воскликнул «Как это верно! Молодец! Ты бесподобен!» Тут Сен-Лу вынужден был прервать наш разговор, потому что один из молодых военных с улыбкой указал ему на меня «Дюрок! Вылитый дюрок!» Я не понимал, что это значит, но видел, что несмелое выражение его лица было более чем дружелюбным. Когда я говорил, одобрение других казалось Сен-Лу излишним. Он требовал молчания. И, подобно тому, как дирижер останавливает музыкантов, стуча по пюпитру смычком, если кто-нибудь из них громко заговорит, Сен-Лу сделал замечание нарушителю порядка. «Жиберк!» сказал он. «Когда другие говорят, надо молчать. Вы скажете после». «Продолжайте!» обратился он ко мне. Я вздохнул с облегчением. Я боялся, что он заставит меня повторить все с самого начала. А так как идея продолжал, я далека от человеческих расчетов и не может пользоваться теми выгодами, какие имеет человек, то на людей, увлеченных какой-то идеей, расчет не влияет. edlyatory comments. И выгодами выгодами, Продолжайте